Оригинальное видео на английском языке находится на YouTube-канале ReaperMania. Не забывайте поддержать автора, Кенни Джоя. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Перевёл и озвучил SpaceMonkey, канал Reaper5Russia. Уроки по Reaper5 от Кенни Джоя. Урок первый. Введение. Всем привет, меня зовут Кенни Джоя. Добро пожаловать на мои уроки. В этой серии роликов я покажу вам, как работает Reaper, начиная с самых азов. Плюс ко всему появится повод показать вам многие нововведения, появившиеся в Reaper, начиная с версии 5. Reaper — это мощный инструмент для записи и редактирования. Работает он и на ПК, и на Маке. Но то, что действительно делает его уникальным, — это простота и потрясающая возможность кастомизации. Другими словами, вы можете настроить программу полностью под себя. Если вы решили перейти на Reaper с какой-то другой программы, то вы сможете настроить все тулбары, все иконки, все кнопки и даже поведение мышки, чтобы работать привычным вам образом. А если Reaper для вас первая дав, то вы можете использовать свои методы работы. Таким образом, не вы будете изучать Reaper, а Reaper подстроится под вас. Итак, перейдем к основам. При запуске программы появляется вот такое окно. Это часть для монтажа записанных отрывков, а это для треков. Сейчас тут нет треков, но можно их легко создать, просто сделав двойной клик мышью. Двойной клик. Вуаля. Треки легко добавлять и также легко удалять. Просто нажмите «Delete». Классной особенностью Reaper является то, что треки могут работать со всеми видами содержимого. Нет никаких отдельных миди-треков, видео-треков, аудио-треков, шин и тому подобного. В Reaper любой трек может работать с любым типом данных, причем одновременно. На него можно закинуть аудио, миди, видео, а также использовать его как трек-шины. Таким образом, нам станет легче работать, не надо будет постоянно решать, какой же вид трека добавлять. Просто создаете один, а потом действуете по ситуации. Будет ли это миди, аудио, видео-трек, трек-шины или трек-папка. Reaper воспроизводит содержимое окна монтажа, видео, миди, аудио, слева направо. Все айтемы, которые будут здесь, будут воспроизводиться таким образом, по очереди. Вот здесь, вверху, находится линейка, на которой размечены номера тактов, время в секундах, также там может быть тайм-код и другие обозначения времени. Давайте добавим в проект аудио. Создадим трек, откроем нужную папку и увидим три аудио-файла. Drumbeat, Synthline и Piano. Перетащим их в окно Reaper и воспроизведем. Берем drumbeat и ставим его примерно вот сюда, на третий такт. Теперь давайте добавим другой музыкальный материал на другие дорожки. Добавляем синтезатор. Выравниваем по сетке. Добавим еще один трек. У нас осталось пианино. Перетаскиваем и его. Как вы видите, добавлять музыкальные фрагменты один за другим можно очень просто. Таким образом вы создаете миксы. Эти три кусочка аудио называются айтемами или медиа-айтемами. Можно перемещать их по проекту, чтобы, например, один звучал раньше другого. Допустим, пианино должно зазвучать вот здесь. Можно удалять айтемы, просто нажав Delete. Можно отменять действие. Можно копировать айтемы и потом вставлять их. Можно зацикливать, просто потянув за границу. Это зацикливает айтем. Отсюда до сюда. Также можно делать фейдыны и фейдауты. Выделим айтемы. И потянем за уголок. Теперь звук плавно будет нарастать. Вот здесь можно редактировать форму огибающей фейда. И звучит это все вот так. С фейдаутом то же самое. Выделяем. Тащим за уголок. Меняем форму фейда. Теперь звук плавно затухает. Пространство слева, там где располагаются наши треки, называется панель управления треками. Отсюда мы управляем звучанием наших айтемов. Удалим лишнее, треки, фейды. И попробуем в работе панель треков. Приберем громкость на синтезаторах и пианино. Теперь все, что мы будем слышать, это барабанный бит. Теперь можно постепенно добавить синтезатор. Сделаем то же самое с пианино. Подберем параметры для идеального звучания микса. Также можно мьютировать, заглушать треки. Мьют на барабаны. И мы их не слышим. Можно включить соло, например, синтезатор. Теперь мы слышим только этот трек. Также можно управлять панорамой. Спанорамируем синтезатор налево, а пианино направо. Таким образом, можно развести сигнал по каналам. Также на каждый трек можно добавить эффекты. Эквалайзер, компрессор, ревер, дилей. Но мы поговорим об этом попозже. А сейчас закончим с треками. Кнопка эффектов находится вот здесь. Вот это кнопка раутин, маршрутизация. А вот здесь автоматизация и огибающие. Кроме панели треков, для работы со звуком можно также использовать микшер. Заходим в меню View, выбираем Миксер. И он появляется вот здесь внизу. Здесь представлены те же самые регуляторы, что и на панели треков. Хотя фейдеры громкости в микшере выглядят посимпатичнее. Спанорамируем все в центр и попробуем другие настройки. В микшере удобнее наблюдать за уровнем сигнала и управлять им оттуда. Сейчас микшер находится в докере. Вот здесь внизу. Здесь можно размещать и другие окна. Матрица маршрутизации, окно свойств, Media Explorer и остальные окна, доступные в меню View. Скрыть их все можно просто, отключив докер. Экран примет вот такой вид, и у нас будет больше места для треков. Можно изменять высоту и ширину треков. Высота меняется индивидуально. Для каждого трека она может быть своя. А ширина для всех одновременно. Можно вообще убрать панель треков, чтобы были видны только айтемы. Над панелью треков находится Toolbar, панель управления. Здесь мы можем управлять опциями и видеть, какие из них включены. Например, можно включить Lock, блокировку, и мы не сможем перемещать айтема. Потом ее выключить и снова сможем перемещать. Выключаем сетку. Теперь ее не видно. Обратно включаем. То же самое и с другими опциями, но о них поговорим попозже. Важно понимать, мы можем полностью перекроить под себя Toolbar. В том числе и этот. Мы отсюда можем убирать кнопки, добавлять кнопки, а также можем создать абсолютно новые панели управления. Правый клик, и вот здесь можем выбирать созданные панели. В этой, например, совершенно другой набор опций, которые мы сможем определить сами. Но пока вернемся к основной панели управления. Вот она. Вот здесь внизу находится еще одна панель. Она называется транспортная панель. Здесь мы можем запустить воспроизведение, запись, нажать на Стоп. Для этого есть соответствующие кнопки. Вот это Play, Стоп, Пауза, Запись. Вот эта кнопка рядом, справа, это кнопка зацикливания. Нажимаем ее, выделяем нужный фрагмент, и он будет зациклен. Вот здесь показатели текущего времени проекта. Оно измеряется в тактах и битах, в минутах и секундах. А вот здесь темп проекта. Давайте попробуем ускорить его с 95 до 120. Также можно менять темп прямо во время воспроизведения. Оно может сжиматься и растягиваться. Сделаем побыстрее. А можно и замедлить. А если сделать двойной клик, то все вернется к первоначальному дефолтному значению. Можно управлять масштабом изображения. Увеличивать его и уменьшать. Это делается с помощью колесика мыши. Если у вас нет его, то на трекпаде это делается касанием двумя пальцами. Например, вот здесь сделать зум-ин или зум-аут. Работу масштабирования можно кастомизировать, но об этом мы поговорим позже. При правом клике на чем бы то ни было, появляется соответствующее контекстное меню. Например, на айтеме. Для медиа-айтема вот такое меню. Для трека вот это. Для линейки тоже есть свое меню. Так что если вы хотите понять, какие действия вам доступны, просто кликните в нужном месте правой кнопкой. Если у вас трекпад, то используйте жест двумя пальцами вместо правой кнопки. Правый клик на кнопке Mute, например, вызывает контекстное меню только для этого действия. То же самое и с кнопкой Solo. Если вы забыли, для чего предназначена та или иная кнопка, то вам помогут всплывающие подсказки. Задержите курсор мыши на секунду на кнопке, и появится подсказка. Вот эта кнопка, например, отвечает за привязку, а вот эта за линию сетки. Это работает практически совсем в Reaper, так что если у вас есть сомнения, просто наведите мышку и подождите всплывающую подсказку. Как я говорил раньше, у Reaper удивительные возможности для кастомизации всего и вся. Можно даже кастомизировать вот эти вот менюшки сверху. Можно вставлять туда нужные вам действия, менять имена, все настраивать под себя. Но кроме изменения меню, также можно менять и в целом темы оформления. Сейчас перед вами дефолтная тема оформления Reaper. Можно ее изменить. Заходим в Options, вкладка Темы, Themes, и выбираем, например, вот эту. И Reaper полностью изменил внешний вид. Попробуем следующую, Imperial. Зацените миксер, выглядит круто. И для примера попробуем еще вот эту. Тоже достаточно прикольно. Можете создавать свои собственные темы или скачивать уже готовые. Просто вбейте в поисковике Темы для Reaper и увидите сотни классных вариантов оформления. Мы же пока вернемся к теме по умолчанию. И внутри каждой темы вы можете выбирать свои лайауты, макеты или схемы, например, для треков. Заходим в Options, вкладка Layouts и Track Panel. Здесь целый набор вариантов отображения треков. Я использую Large, потому что там видно все, что мне нужно. А вот здесь стандартный вариант. Нажимаем, и он выглядит вот так. И можно выбрать другие варианты, например, Small Full Meeter. Выбираем. И теперь на треке у нас большой, хорошо заметный измеритель уровня. С ним вам будет легче регулировать громкость трека. Очень удобно при записи. Хорошо заметен входной уровень сигнала по сравнению с первоначальным вариантом. Также отдельные макеты есть и для микшера. Заходим туда же, только теперь в Mixer Panel. Сейчас используется Session Mixer. Но мы попробуем другой для примера. Strip. Выглядит вот так. Вот вариант Large Sidebar. Вы можете выбрать все, что вам по душе. Макеты прописаны в темах. То есть, каждая тема имеет внутри себя характерный для нее набор макетов. Для того, чтобы настроить Reaper, есть целый набор опций. Вызывается он на вкладке Options и Preferences. И вот вы видите список настроек. Глобальные настройки, настройки проекта, аудио, вид. Все это вы можете настроить под себя. Вариантов настроек действительно очень много. Вы можете настроить Reaper для оптимальной работы на своем компьютере. И, конечно же, сохранить эти настройки. Как вы видите, Reaper — мощная многогранная программа. Но как только вы поймете, как она работает, она окажется простой и удобной. Для этого и предназначен мой курс. Вы видите перед собой список уроков этого курса, и он упорядочен. От самого простого к сложному. Так что я рекомендую вам смотреть именно в приведенном порядке. Особенно, если вы только что познакомились с Reaper. Позже вы можете использовать эти уроки как справку. Например, если что-то забыли или нужна более подробная информация. Reaper — действительно большая, мощная программа. И не все особенности ее поведения и работы можно было осветить в этом курсе. Поэтому, если вам нужно больше информации, то введите в поисковике вот это, зайдите на сайт Reaper на вкладку «Видеос». Или же зайдите на форум. Здесь огромное количество тем, которые исследуют работу Reaper очень глубоко и подробно. Хороший пример этому — модификаторы мыши. Здесь целых 12 видео, которые раскрывают только одну тему — кастомизацию мыши. Вообще, кастомизация — это мощный инструмент, но не каждому она нужна. Иногда в своем вводном курсе я буду делать отсылки и к этим более подробным урокам. При надобности, вы сможете изучить интересующий вас вопрос более глубоко. Также советую сделать закладку для этой страницы, потому что сюда регулярно добавляются новые уроки. Ну что же, перейдем к делу. Начнем исследовать Reaper. Понеслась? Итак, первое, что мы сделаем, это создадим новый проект. Это можно сделать из меню «Файл» вот здесь. Или с помощью кнопки на панели управления. Вот здесь. Мы это проделали, и визуально ничего не изменилось. Новый проект был создан, но мы этого не увидели. Нам не предложили его сохранить. Поэтому я предпочитаю поступить следующим образом. Заходим в «Preferences», что на вкладке «Options». Заходим в «Project» и выбираем «Prompt to save on new project». Жмем «Ок». И теперь при создании нового проекта появится вот это диалоговое окно, где нам предложат выбрать размещение и имя нашего проекта. Я выберу вот эту папку на моем жестком диске. Если у вас есть на компьютере несколько винчестеров, полезно будет хранить проекты на отдельном диске. Особенно, если вы работаете с большими проектами. Выбираем имя. Я напишу «New song». В итоге проект сохранится в отдельный файл. И теперь каждый раз при создании нового проекта будет появляться этот диалог. Проверим директорию с проектом. Все верно. Вот сохраненный файл. Но теперь, когда мы начнем записывать аудио, то директория быстро заполнится файлами. Давайте покажу. Создаем новый трек. Двойной клик. Включаем трек на запись и записываем. Просто несколько кусочков. Трех будет достаточно. Теперь посмотрим, что нового появилось в директории. Кроме файла проекта, здесь появились три файла с аудио. И три свои формами, визуальным отображением сигнала. Как видите, если бы мы записали целую песню, здесь было бы множество файлов с разных треков. Все было бы перемешано и непонятно. Так что для правильной организации работы это не лучший способ. Вместо этого давайте сохраним все файлы проекта в отдельной папке. Удалим лишние файлы. И снова создадим новый проект. Появится уже знакомый диалог. Мы также выберем имя, но теперь отметим вот эту галочку. Create Sub Directory for Project. Жмем ОК. И файл нашего проекта сохранится в отдельной одноименной папке. Проверим директорию. Все верно. Вот папка. А внутри находится файл с проектом. Теперь, если мы начнем записывать что-то, аудиофайлы будут сохраняться в этой папке. Таким образом, пространство на диске будет упорядочено. Снова попробуем записать несколько отрывков. Но теперь вместо вот этой кнопки используем сочетание клавиш. На ПК это Ctrl плюс R, на Mac'е Command плюс R. Жмем и запись началась. Трех файлов нам хватит. Проверим директорию теперь. Вот папка проекта, в которой находятся все записанные аудиофайлы. Такой способ работы хорош, но если вы записываете десятки, сотни файлов, и для каждого проекта у вас есть несколько сохраненных вариантов, это все равно будет выглядеть неопрятно. Поэтому мы сделаем еще один шаг к порядку. Удалим лишнее. Снова откроем Preferences. И отметим галку напротив Open Properties on New Project. Открыть свойства, а ниже настройки проекта. Так мы сможем изменить поведение для каждого отдельного проекта, не изменяя при этом глобальные настройки. Жмем ОК. И снова создадим новый проект. Знакомое окно. Вот здесь уже стоит галка, выбранная в Preferences. Присваиваем имя песни. Затем появляется вот этот диалог. Настройки проекта. Здесь мы можем изменить поведение рипера для каждого отдельного проекта. Они не затрагивают общих настроек. По умолчанию выбрана частота дискретизации 44 и 100, темп 120, размер 4 четверти. Здесь у нас есть возможность сразу установить нужные настройки. Но пока перейдем на вкладку Media. Верхняя строчка — это путь для сохранения медиафайлов, то есть тех файлов, что мы запишем. Кликаем и вводим аудиофайл. Рипер создаст отдельную папку для записанного материала. Снова поставим эксперимент и запишем несколько фрагментов. Создаем новый трек. Запись. Проверим папку. Вот файл проекта. А вот папка с аудиофайлами. Сами видите, так гораздо удобнее и аккуратнее. Можно упорядочивать файлы по именам, дате последнего изменения и тому подобное. Все стало гораздо нагляднее. Файлы проекта здесь, аудиофайлы здесь. Как вы помните, эти настройки применены только к одному проекту. Чтобы сделать их дефолтными для всех проектов, заходим вот сюда. Файл. Project Settings. Или жмем на кнопку на тулбаре. В открывшемся окне видим справа внизу кнопку Save as Default Settings. Прежде чем это сделать, давайте проверим, какие еще настройки есть в этом окне. Можно выбрать формат сохраняемых файлов. WAV, AIV, MP3 и другие доступные. Можно выбрать битность, бит депт, 24 бита, 16, 32 с плавающей точкой. Можно поменять тут все по вашему усмотрению. Темп, размер, временную базу для айтемов. Об этом мы поговорим позже. А пока что нам надо, чтобы аудиофайлы сохранились в отдельной папке. Так что жмем на эту кнопку. И теперь все новые проекты будут созданы с указанными настройками. Проверим. Создадим новый проект. Назовем New Song. Галка напротив создания отдельной папки стоит. Окно с настройками появилось. Путь для аудиофайла прописан. Помните, прежде чем сохранить проект, вы можете внести необходимые правки. Например, поменять темп проекта, размер. Все это отразится в новом проекте. Если вы не хотите, чтобы диалог свойств проекта открывался каждый раз, можно отключить это вот здесь. Настройки по дефолту сохранятся, а вот окно не появится. Тут уж вам решать как удобнее. Настройки ниже отвечают за сохранение бэкап файлов. По умолчанию, вот эта опция включена. Это означает, что при каждом новом сохранении, предыдущая версия проекта сохраняется как бэкап файл. Нажимаю «Сохранить» здесь, или на панели, и бэкап появился в папке. Отобразим как таблицу и упорядочим по последнему изменению. Вот проект, а вот бэкап. Попробую «Сохранить» снова. И дата изменится. Последнее сохранение в час 26, а бэкап в час 25. Таким образом, будет запасная копия на всякий случай. Но можно пойти еще дальше. В настройках есть опция «Keep Multiple Versions». Она означает, что каждый раз при сохранении будет создаваться отдельный файл. Это хорошая штука. Файл проекта весит очень мало, но зато, если где-то ошибетесь, под рукой будут запасные варианты. Но вместо этой настройки порекомендую вот эту. «Таймстэмп бэкап». Каждый раз при сохранении к имени файла будет прибавляться время сохранения. Вот как это работает. Сохраняю раз, два, три раза. Захожу в папку с проектом и вижу три бэкап-файла. Раз, два, три. Если что-то пошло не так в основном проекте, можно вернуться к предыдущим. Причем мы будем видеть, когда же они были сделаны. Повторюсь, при каждом сохранении будет отдельный файл. Сохраню еще три раза. И файлов стало шесть. Вот дата создания. Вот время. Вернемся к настройкам, где у нас есть еще несколько вариантов. По дефолту файл бэкапа создается каждые 15 минут. Можно выбрать, когда это будет происходить. Когда нет записи, когда проект остановлен или в любое время. В этом варианте, чтобы не происходило каждые 15 минут, будет создан бэкап. Лично я предпочитаю сохраняться чаще. Опция «When not recorded» и значение «3 минуты». Для этих сохранений также можно выбрать «Добавление времени к имени». Работает таким же образом, как и при ручном сохранении. Теперь бэкап создается каждый раз при сохранении и каждые 3 минуты. В итоге получается, что теперь бэкап создается каждый раз при сохранении. «Сохранение» плюс еще каждых 3 минуты. Все файлы содержатся в папке проекта. Можно их упорядочить по времени изменения. Вот основной файл проекта. Вот это бэкапы. А наши записанные медиафайлы в отдельной папке «Аудиофайлс». Вот именно так и создаются новые проекты в Reaper. При этом папка проекта упорядочена, организована, работать с ней легко и удобно. Ее легко переслать кому-то для работы. Файл проекта и бэкапа внутри, а медиа хранится в отдельной субдиректории. В этом уроке мы поближе познакомимся с треками. В первом обзорном видео я уже говорил, что вот эта зона называется панель треков, TCP, Track Control Panel. А также, что треки в Reaper универсальны и могут работать с разным содержимым. Нет отдельных треков для инструментов, видео, аудио, миди, треков шин и других видов. Любой трек может работать с любым содержимым. Чтобы создать трек, можно зайти в одноименное меню и выбрать «Insert New Track». Можно сделать правый клик на панели треков и выбрать нужное. Или же просто сделать двойной щелчок. Вот и новый трек. Можно скопировать трек, выделив нужный, зайдя в меню и выбрав «Duplicate Tracks». А можно сделать правый клик на треке и откроется то же самое меню. Можно перемещать треки по панели, просто перетаскивая их мышкой в нужное место. Можно менять их размеры, перемещая верхнюю и нижнюю границы. Пересваиваем имя треку в этой строке. Двойной клик и вводите нужное значение. Барабаны, драмс, бас. Можно переходить к следующему треку, нажимая «Tab». Гитара. Ну вот все треки и поименованы. Удалять треки можно из того же меню. Правый клик и выбираем «Remove Track». А можно просто выбрать нужный и нажать «Delete». Вы можете вставить сразу несколько треков. Для этого надо зайти в меню «Insert» и выбрать «Multiple Tracks». Откроется вот такое диалоговое окно. Через него также удобно присваивать имена трекам. Это произойдет автоматически, и в конце к каждому имени добавится номер трека. Для примера добавим 4 трека для вокала. Вводим значение 4, имя «Vocal», жмем «Ок». В итоге получаем 4 трека под именами «Vocal 1», «Vocal 2», «Vocal 3» и «Vocal 4». Это быстрый способ создания и переименования нескольких треков. Также для трека можно выбрать цвет. Выбираем нужный, делаем правый клик, и вот нужный пункт «Track Color». В нем выбираем «Set Tracks to Custom Color». Появится меню выбора цвета. Это меню можно отобразить в удобном для вас виде. Для нашего трека выберем ярко-зеленый цвет. Окей. И теперь трек перекрасился. А этот сделаем красным. Действие аналогичное, только выбираем другой цвет. Окей. И все перекрасилось. Также можно назначить цвета случайным образом. Выделим все треки, зажав «Shift» и кликнув по первому и по следующему. И в этом же меню выберем «Set Tracks to Random Colors». Теперь все треки раскрашены в произвольные цвета. Также на треки можно добавлять иконки, чтобы можно было быстро понять, что же записано на треке. Переименуем в «Drums», «Bass», «Gitara» и «Vocal». Теперь попробуем добавить иконки на каждый трек. Начнем с барабанов. Правый клик и вкладка «Track Icon». Выбираем «Set Track Icon». Появится вот такое диалоговое окно. Сейчас надо выбрать значок для барабанов. Например, вот этот. И теперь визуально хорошо заметно, что же это за трек. Проделаем то же самое с треком под бас. «Track Icon». И далее соответствующая иконка. Теперь очередь гитары. И, наконец, вокал. Мне нравится изображение микрофона для вокала. Значки готовы, и по ним распознать содержимое трека быстрее, чем вчитываться в мелкий шрифт названия. А теперь давайте поподробнее рассмотрим сам трек. Вот это фейдер громкости. Он делает звук тише при движении налево и громче при движении направо. Чтобы вернуть дефолтное значение, надо сделать на нем двойной клик. Например, сделали трек слишком тихим, двойной клик, и значение громкости тут же стало равным 0 дБ. Аналогично с ручкой панорамы. На 100% влево весь звук будет в левом канале, на 100% вправо и с правого. Двойной щелчок и звук по центру. Также на треке находится кнопка «Mute». Мьютирование обозначает, что трек не звучит, мы его не слышим, а ресурсы, затраченные компьютером на его обработку, освобождаются. Следующей кнопкой можно включить трек на соло. Это действие, обратное мьютированию. Теперь мы будем слышать только трек соло. Вот здесь мы сможем добавлять эффекты, о чем поговорим позднее. Вот эта кнопка обращает фазу, полярность сигнала. Вот здесь скрываются огибающие автоматизации, а эта секция управляет входами и режимами записи. Всего этого мы подробно коснемся позднее. А сейчас я хочу показать модификаторы мыши, с помощью которых проще будет управляться с треками. Первое касается режима прослушивания. Скажем, нас пока устраивает значение громкости на треке примерно минус 7 дБ. Но хочется попробовать и другие уровни. Это можно сделать с помощью модификаторов. На ПК зажмите Alt на Mac'е Option и передвигайте фейдер громкости в нужное положение. Изменение уровня будет прослушиваться, но если вас что-то не устроит, просто отпустите кнопку мыши. Фейдер вернется в исходное положение на минус 7 дБ. Мы не потеряем свои настройки. То же самое касается и панорамирования. Применяются те же самые клавиши. Зажимаем Alt или Option и пробуем новое значение. Как только что-то не понравилось, отпускаем мышь. Ну а если новое значение подошло, то нужно отпустить не мышку, а кнопку модификатор, и тогда вы выйдете из режима прослушивания. Ещё раз. Вот режим прослушивания. Отпускаем мышку. Вернулась на исходное. Снова пробуем изменить значение с нажатым модификатором. Отпускаем модификатор, и уровень изменился. И опять же, всё это применимо не только для громкости, но и для панорамы. Для мьютирования и соло также есть различные режимы. Сейчас покажу. Вернём всё к дефолтным значениям. Нажатие на кнопку Mute мьютирует и снимает мьют только с одного трека. Но можно разом отключить глушение на всех треках. Допустим, три трека мьютированы. И если я нажму на кнопку при зажатых клавишах Ctrl на ПК и Command на Mac, все треки размьютируются. Это работает с любой кнопкой Mute на треках. Например, у нас в проекте много треков, и все мы их не видим. Допустим, вот эти замьютированы. Зажимаете модификатор, кликаете, и всё срабатывает. То же самое можно проделать с помощью правой кнопки мыши. В меню нужно выбрать Unmute All. Я думаю, через модификатор будет быстрее. Аналогичная ситуация с кнопкой Solo. Используйте те же самые модификаторы. Или меню правой кнопки. Существует ещё один режим мьютирования, который называют инвертированный мьют. Его действие противоположно основному режиму. Зажмите Alt на ПК или Option на Mac. И нажмите на нужном треке. Теперь заглушёнными оказались все треки, кроме одного выбранного. Это такое своеобразное соло. Вот так работает инвертированный мьют. Также можно применить его с помощью правой кнопки мыши. Надо выбрать Mute All Others. Результат аналогичный. Все треки замьютированы, кроме выбранного. Также можно избирательно замьютировать только один трек. Например, вот эти треки были заглушены раньше. И мы хотим теперь оставить Mute только на этом. Выбираем Exclusive Mute. Все остальные включились, а замьютировался только один трек. То же самое и соло. Например, до этого были засолированы вот эти треки. А мы хотим включить соло только на этом треке. Делаем правый клик на кнопке соло. И выбираем Exclusive Solo. Кроме того, можно использовать кнопки модификаторы. На ПК это Alt плюс Ctrl, а на Mac'е Option плюс Command. Зажимаем и нажимаем на нужный трек. Таким образом, удобно, например, управлять соло при воспроизведении. Теперь не надо перед тем, как включить на соло один трек, отключать соло с другого. Можно быстро включать солирование на нужном треке, а остальные перестанут звучать. Такой способ очень удобен при работе. Управлять мьютом и соло можно также, перетаскивая мышку. Но это сработает только с треками, расположенными рядом. Вот эти три трека нужно замьютировать. Нажимаем кнопку Mute и перетаскиваем уже нажатую ниже. Три трека замьютировались. Вот и четвертый. Чтобы отключить Mute, нужно произвести обратное действие. Кликнуть и зажатую мышку перевести вверх. То же самое и соло. Перетаскиваем. И треки поочередно включаются в режим соло. Еще раз напомню, треки должны быть рядом. Но все равно это быстрый способ управления режимами мьюта и соло. Мы можем создавать временные группы в Reaper. Позже я коснусь этой темы поподробнее. Расскажу, как создавать группы, сохранять их. А для быстрого создания применяется временная группировка. Вы просто выбираете сразу несколько треков. Для этого надо зажать кнопку Shift и кликнуть на нужных треках. Если же треки расположены не рядом или из группы нужно исключить какой-то трек, то используйте на PC Control, а на Mac Command и выбирайте нужное. Для временных групп не принципиально, рядом стоят треки или нет. А теперь давайте создадим временную группу из этих треков. Зажмем Shift, выделим первый трек и последний. Теперь это временная группа. Если мы начнем регулировать громкость на одном треке, то изменятся и другие. То же самое с панорамой. А также с мьютом и соло. Вот такой легкий способ создавать группы треков, хотя бы и временные. Для этих групп применимо все, о чем мы говорили ранее. Например, режим прослушивания. Зажимаю Alt или Option, перетаскиваю фейдер, отпускаю мышь, значение вернулось на первоначальное. То же самое с панорамой. Еще можно отключать группировку. Сейчас это группа, и если потянем один фейдер, изменятся и остальные. Но допустим, мы хотим изменить громкость барабана, при этом не разгруппировывая треки. Для этого зажимаем Shift и регулируем громкость, только для барабанов. Как видите, это естественно работает со всеми остальными треками, и нам совсем не нужно разбивать группу. Еще раз создаем группу, регулируем параметры для всей группы, а если нужно подрегулировать какой-то исключительный параметр, то используем клавишу Shift для временного отключения группировки. Это очень удобный способ что-то сделать быстро, при этом не создавая полноценные группы. Как их создавать, я расскажу попозже. Стоит упомянуть еще один нюанс. Все, что мы сделаем здесь, на панели треков, можно сделать и в микшере. Вот смотрите, для примера, можно замьютировать треки перетаскиванием. То же самое с режимом соло. Можно создавать временные группы, управлять ими вместе, или используя Shift, управлять каждым треком отдельно. Снимать выделение с треков. Вызывать контекстное меню через правую кнопку, например, для того, чтобы включить выборочное соло, выборочный мьют. Выключать соло со всех треков с помощью модификаторов. То же самое для мьюта. Короче, все, что я показал на панели треков, работает и в микшере. Сегодня мы поговорим о менеджере треков в Reaper. Чтобы открыть его, надо зайти в меню View и выбрать соответствующий пункт. Как видно, для этого действия есть и сочетание клавиш. На ПК Shift, Ctrl, M. На МАГе Shift, Command, M. По-моему, через горячие клавиши удобнее с этим управляться. Открывать и закрывать окно менеджера. Собственно, вот перед вами окно трек-менеджера. Его назначение — облегчить управление треками, находящимися в проекте. Сейчас в проекте целый набор треков, состоящий из ударных, баса, гитары, вокала, бэков и треков-эффектов. Чтобы удобно с ними управляться, не теряя функционали, мы применяем трек-менеджер. Давайте снова откроем его окно. И первое, что сделаем, научимся открывать и показывать треки. Допустим, мы работаем с лид-вокалом. Я его сделаю побольше. И копируем этот трек, чтобы поэкспериментировать со звучанием, автоматизацией и подобным. Или, например, мы собираемся скомпрессировать копию, а оригинал оставить как бэкап. Сделаем это, скопируем и назовем соответственно бэкап. Теперь в проекте два одинаковых трека-вокала. Если работать с одним из них, прописывать для него автоматизацию, вешать эффекты, то второй нам не понадобится. Да, мы можем его замьютировать, но все же будем его видеть. С другой стороны, сам трек удалять не надо. Так что мы можем его просто скрыть. Для этого открываем трек-менеджер и видим таблицу, управляющую отображением треков на панели треков и в микшере. Мы можем скрыть трек и там, и там. Разумно будет сначала замьютировать скрываемый трек, здесь же, в окне менеджера. Так мы будем уверены, что ресурсы компьютера не расходуются, и мы не будем слышать лишнее. Потому что если просто скрыть трек, он все еще будет звучать. Возможность скрывать и показывать треки — основная функция трек-менеджера. Также с помощью него можно удалять треки. Правый клик на нужном и выбираем «Delete all selected tracks». Теперь его нет в проекте. Другая удобная возможность менеджера — это отображение треков только на панели или только в микшере. Вот здесь у нас два трека — ревер и дилей. Видеть их на панели треков нам не обязательно. На них просто нет аудио-айтемов для редактирования. А вот в микшере они не помешают. Так что можно скрыть треки только с панели треков. Выберите их и скройте, вот таким образом. Теперь на TCP их нет, а в микшере присутствуют. Проверим себя. Откроем микшер. Вот наши эффекты. Ревер и дилей. Сработает и в обратную сторону. Можно скрыть в микшере, а отобразить на панели треков. Вот таким образом. Здесь видно, в микшере нет. Вот такая удобная функция. Можно сразу выбрать несколько треков и убирать их с панелей. Кроме того, в менеджере есть фильтр. Вот эта строка сверху. Сделаю треки поуже, чтобы видеть побольше. Можно использовать фильтр для быстрого выбора треков. Приведу пример. Вот здесь несколько треков-барабанов. Вместо вот такого выбора по одному, можно ввести в строку общую часть имени, Drums. В итоге останутся только треки с ударными. И можно быстро и удобно ими управлять. Скрывать, показывать на панели треков и в микшере. Делать то, что мы делали раньше. Можно мьютировать сразу все. Включать режим соло. Блокировать. Об этом поговорим попозже. А также включать на запись. Достаточно одного щелчка. Также фильтр — хорошая штука для поиска. Например, найти гитарные треки. Или бас. При очистке фильтра снова видны все треки. Вот здесь внизу есть кнопки для еще нескольких функций. Мы можем замораживать треки. Попробуем сделать это с бэк-вокалами. Найдем через фильтр эти треки. Выбираем все. И жмем «фриз». О том, что такое заморозка, я расскажу в одном из следующих уроков. Вот эта кнопка скрывает еще больше возможностей. Мы можем отзеркалить выбор треков. То есть при выборе в менеджере эти же треки будут выделяться на панели. Это позволяет нам удалять треки еще проще, просто нажав «delete». А также создавать группы треков. Например, как я сейчас делаю с гитарами. Это же работает и в обратную сторону. Если выделим треки на панели, выбор повторится и в менеджере. Другая опция — скрывать отфильтрованные треки. Есть варианты убрать их из панели или из микшера. Давайте выберем из панели. И попробуем с треками гитары. При вводе значения в фильтр и в окне менеджера, и на панели треков останется только то, что прошло фильтр. Теперь можно сделать треки гитары побольше, чтобы было удобнее с ними работать. А при очистке фильтра, кнопка клея, снова появятся все треки. Попробуем то же самое с ударными. Если выберем опцию «скрывать из микшера», то действие будет аналогично. Только с поправкой на микшер. Удобная опция для менеджера — это скрывать его окно при нажатии клавиши Enter в поле фильтра. Поработаем с бэками. Введем в фильтре значения, нажмем Enter. В итоге и окно закрылось, и треки остались только с бэками. Чтобы вернуть все обратно, жмем Clear и Enter. Экономим одно действие. Трек-менеджер по-настоящему проявляет себя, когда надо сделать много однотипных действий с треками. Например, включить барабаны, гитары, бас на запись. Или засолировать записанный вокал. Гораздо быстрее, чем все это проделывать в панели треков. Особенно если треков много, или они большого размера, и сразу все не видно. Вот как сейчас. Где расположен вокал — вопрос. Открываем менеджер, вводим фильтр «Вокал», и вот наш трек, готовый к работе. Вот так работает трек-менеджер в Reaper. Крутой инструмент для работы с треками. На этом занятии мы попробуем записать аудиосигнал. Сначала создаем новый трек с помощью двойного щелчка. Придумаем подходящее имя. Например, акустическая гитара. Теперь надо выбрать вход. Раньше я об этом не упоминал. Вот здесь находятся все входы аудиоинтерфейса, которые вы используете. Открываем и видим. В списке есть моно, стереоканалы, миди-вход или отключение входа. Я выбираю моно-вход. Микрофон для записи гитары я подсоединил к третьему входу, так что выбираю его. Согласитесь, было бы удобно, если бы вместо бесконечных инпутов и номеров были нормальные имена входа. Это можно настроить в Preferences. Вкладка «Аудио», пункт «Input Channel Name». Это для входов. «Output Channel Name» — это для выходов. Ставим галку над входами. И переходим в это меню. Моя карта имеет 16 входов. Акустическая гитара всегда присоединена к третьему. Это конкретно у меня. Переименуем его в «Акустик гитар-майк». Теперь в списке проще простого найти нужный вход. Вместо одинаковых названий выбираем название инструмента. Итак, микрофон подключен, пора записывать. Если нужно, включайте метроном вот здесь, наверху. Включаем запись на треке. Вот такой красный кружок. И после этого проверяем уровень сигнала. Рекомендуется где-то 75% от максимума. Теперь на транспортной панели жмем «Запись» или используем горячие клавиши. «Ctrl R» на «ПК» или «Command R» на «Маке». Запись пошла. Мы слышим метроном, но гитару не слышим. Уровень показывается, сигнал идет. Что-то записывается. Но не хватает мониторинга. Нам как раз нужно выбрать его режим. По правому клику появляется список вариантов. По дефолту мониторинг выключен, поэтому мы ничего и не слышали. Этот вариант подойдет, когда вы мониторите, например, напрямую с карты или через прилагаемый к ней софт, или, например, через микшер. Если надо прослушать через Reaper, то выбирайте пункт «Монитор input». И теперь при записи будет слышен сигнал с микрофона. Проверяем, как работает. Теперь слышно, что мы играем. Но в таком режиме мы будем это слышать всегда, даже если запись не идет. Вот сейчас я просто жму «Play» и играю на гитаре. Именно так и работает этот режим. Вы слышите гитару всегда. Но есть и другой режим. Монитор input, tape, auto, style. При обычном воспроизведении гитары мы не услышим. Вот сейчас жму «Play». Видно, что сигнал на вход идет. Но мы его не слышим. А вот при записи мониторинг уже сработает. Пригодится при записи вставок в партии. Сейчас я буду непрерывно играть, но на время отключу запись. Теперь я выключаю запись и включаю. Там, где не было записи, мониторинг отключался. Приведу более наглядный способ применения. Сначала восстановим партию. И допустим, нам не нравится вот этот фрагмент посредине. С четвертого по шестой такты. И нам нужно его переписать. Выбираем tape, auto, style. Кстати, не обязательно кликать правой кнопкой, можно нажимать левой, и режимы будут сменяться по очереди. Вот это значок выключенного мониторинга. Это обычный. А это auto. Сразу видно, что выбрано. Так вот, при перезаписи маленького фрагмента нам будет удобнее слышать свою игру только в этом фрагменте. А остальное же время мы будем слышать ранее записанный сигнал. Итак, записываем с четвертого по шестой такты. Включаем запись прямо на ходу. Итак, после записи мы видим новый дубль. И мы можем сравнить, какой вариант лучше. Для активации нужного просто кликните на него мышкой. Вот таким образом. По дефолту Reaper будет создавать новый дубль каждый раз. Но можно изменить это в настройках. Заходим в Options, на вкладку New Recording that overlaps existing media items и меняем Split разделение и создание нового дубля на Trims. Ставка в существующий дубль. Откатимся. И теперь при перезаписи фрагмента новый вариант будет записан прямо поверх существующего. Получилось, как будто вы записываете на кассетный магнитофон. При надобности можно редактировать место врезки. Например, с зажатым Shift двигать границу, выбирать подходящее место для кроссфейда. Есть и другие варианты записи. Все они собраны вот в этом меню. Сейчас Normal. Следующий вариант — Time Selection Auto Punch. Работаем с ним. Идея в том, что запись будет происходить только в зоне выделения. Создадим для примера эту зону. Допустим, снова с 4 по 6 такты. А начнем на несколько тактов раньше. Режим мониторинга мы не переключали. Сейчас стоит Tape Auto Style. Все, что осталось сделать — нажать Record. Reaper сам включит запись и мониторинг в зоне выделения. Вот таким образом. И, конечно, остается возможность редактировать место от склеги. Кроссфейды. Еще раз оценим результат. Звучит неплохо. Есть возможность записи на выбранные айтемы. Вот кусок, который надо переписать. Выбираем его. И даже зону выделения не надо создавать. В опциях этот вариант называется Auto Punch Selected Items. Преимущество такого метода налицо. Мы можем выбрать сразу несколько айтемов для перезаписи. Сейчас нарежем партию на куски поменьше. И выберем нужные фрагменты. Если выделять с зажатым шифтом, то выделятся подряд идущие айтемы. А если зажать Ctrl на ПК или Command на Mac, то можно выбрать отдельно стоящие куски. Рипер будет записывать сигнал только на этих фрагментах. Их можно добавлять даже в процессе самой записи. Только помните, что запускать запись нужно на несколько токтов раньше, и выбирайте место для этого на линейке. Кликните в рабочей области, и выделение айтемов исчезнет. Ну что, понеслась. Записываем. Вот так мы получили два новых фрагмента партии. При надобности подкорректируйте кроссфейды. Вот так вот. Здесь угром Кстати, звучит всё непрерывно, мест вставки не слышно. Выбирать режимы записи можно не только в опциях, но и правым кликом на кнопке «Запись». Для каждого варианта есть свои пиктограммы. Вот это вот обычный вариант. Просто кружок. Это с зоной выделения. А это с выбранными айтемами. Даже не надо залезать в опции, режим виден по значку. В случае с мониторингом и выбором входа, мы можем определить предпочтительные настройки при создании нового трека. Для этого заходим в «Preferences», вкладка «Tracks and Defaults», вот здесь. И тут есть всё, что нам нужно. Вход выбираем вот здесь. А мониторинг выбираем вот здесь. Можно сэкономить несколько действий. Создаём новый трек, и он уже появился с нужными нам настройками. Проверяем вход третий. Мониторинг «Tape Auto Style». Всё как надо. Стоит упомянуть, мы можем изменять принцип именования айтемов. Вот здесь в имени видно название трека и много цифр. В настройках в «Preferences» на вкладке «Recording» хорошо видно, что они значат. Там же можно их поменять. Сейчас имя создаётся по формуле. Номер трека, название трека, год, месяц, день, час и минута. Теперь понятно, что эти треки значили. Можно всё упростить. Удалить ненужное. Выберем только имя трека. Получилось три файла. Гитара 4, гитара 5, гитара 6. Ну вот и всё. Это была запись в «Reaper». Пора переходить к редактированию записанного. Сегодня поговорим об основных приёмах редактирования в «Reaper». Передо мной — «Media Item», записанный на прошлом уроке. Тогда мы записали акустическую гитару. Слушаем. В «Reaper» это именно так и называется — «Media Item». Свообразный контейнер, содержащий аудио, миди или видео. С ним можно проделывать разные штуки. Например, перетаскивать влево-вправо. Копировать, вставлять. Для этого надо затем меню «Edit» и выбрать «Copy Items», «Cut Items», «Paste». Вообще, есть два вида копирования вставки. Об этом я расскажу попозже. По умолчанию же копирование игнорирует зону выделения. Если сейчас скопировать, то у нас будет два айтема. В «Reaper» применяется неразрушающее редактирование. Это значит, что на харде не будет создана вторая копия того же файла. Всё происходит виртуально, внутри цифровой студии. Можно копировать сколько хочешь. Общий размер файлов не будет расти. Отмена внезапно происходит по нажатию кнопки «Отмена» — «Undo». В «Reaper» глубина отмена достаточная. Можно отменять несколько последних действий. После всех отмен вернёмся к тому, с чего начали. Опять же, всё это неразрушающее редактирование. Даже если вырежем айтем, он всё равно будет в проекте. Кроме копирования, вырезания и вставки, нам доступны и другие действия. Если мы перетащим айтем, захватив его за центр, то он просто переместится. Но как только мы направим курсор на край, стрелка изменится, и мы сможем обрезать айтем. Например, укоротить слева, ну или справа. Удобное применение разных инструментов в зависимости от положения мышки. Ещё один пример такого многообразия — создание фейд-ина. Направим курсор в левый верхний угол, видим, что он поменялся. Теперь можно перетаскивать мышку, создавая желаемый фейд-ин. Справа вверху — инструмент для фейдаута. Можно менять формы кривых, сделав правый клик на них. Вот целый список. По дефолту применяется вот это. Также можно менять продолжительность фейда, перемещая вот эту линию. Если надо убрать фейд, сдвиньте его в самый край. Вот таким образом. Всё это делается без применения дополнительных инструментов. Мы только перемещаем мышку в нужное место, а рипер сам по контексту понимает желаемое действие. Обрезка, фейды. Айтемы также можно растягивать, но для этого уже применяются модификаторы. На ПК Альт на Маке Опшн. Если зажать их вот здесь на границе, то курсор изменится на руку, и мы понимаем, что можно растягивать или сжимать. Сжатый айтем будет звучать быстрее. Растянутый, понятно, медленнее оригинала. Фактическую скорость можно видеть прямо над айтемом. Это параметр playback rate. Отменим растягивание. Теперь всё звучит как обычно. Кроме того, можно разделять айтем. Набедём в нужное место, нажмём S, и теперь у нас два айтема. Так легко можно удалять лишние фрагменты. Разделю, например, вот здесь, и удалю кусок посередине. Чтобы соединить айтемы обратно в исходные, надо выделить все куски и в меню айтемс выбрать «Heal splits in items». Точки разрыва исчезли, теперь это снова один айтем. Но, внимание, это сработает только если ни один из кусочков не был смещён по линейке. Сейчас покажу. Например, вот этот фрагмент сдвинули правее. И теперь при попытке соединения, это произошло только с айтемами, которые мы не трогали. При этом всё равно можно собрать фрагменты в один айтем. Для этого надо в том же меню выбрать «Glue items». «Склеить». В результате будет создан новый айтем из того, что мы выбрали. При этом сохранятся все перемещения отдельных кусков. Вот так работает склейка. Отменим последние изменения. Также можно копировать айтемы при перемещении. Выбираем нужный, зажимаем Ctrl на ПК или Command на Маке. И когда начинаем перетаскивать, видим, что курсор поменялся. Появилась копия, и теперь можно разместить её там, где надо. Вы заметили, что при пересечении айтемов появляется кроссфейд. Этот айтем затихает, в то время как второй становится громче. Такое поведение настроено по умолчанию. Вот кнопка для кроссфейда. Если его отключить, то при наслоении айтемов один будет просто перекрывать другой. И мы услышим одновременно оба в месте пересечения. Звучит грязно, но Reaper допускает такое поведение при наслоении айтемов друг на друга. Если хотите работать по-другому, заходите в Options и включайте Trim Content Behind Media Items When Editing. Теперь при пересечении первый айтем просто обрежется. Отодвину второй, чтобы было лучше видно. Вот подрезался первый айтем. Теперь они не будут звучать одновременно. Таким образом, мы всегда будем слышать только что-то одно на треке. Если вам так удобнее, помните об этой опции. Trim Content Behind Media Items When Editing. По дефолту она, кстати, не активна. Вернёмся к первоначальному айтему. Как я упоминал ранее, существует два вида вырезания и копирования. Вот здесь они видны. Отличия кроются в зоне выделения. Вот эта опция копирует айтем, учитывая выделение. Copy Within Time Selection. Для такого типа команд к обычному сочетанию добавляется Shift. То есть на ПК копирование будет Shift-Ctrl-C, на Маке Shift-Cmd-C. Идентично и для вырезания. К стандартной команде Ctrl-X добавляется или Shift, или Command. Ну а как это работает, я сейчас покажу. Создадим зону выделения. При обычном вырезании исчезнет весь айтем. Но если добавить Shift, или выбрать из меню, то вырежется только кусок айтема, попавший в зону выделения. Далее действие. Понятно и наглядно. Вырезал только зону выделения. Будьте внимательны. Для корректной работы команды, надо обязательно выделить нужные айтемы. Сделаю копию, расположу ниже. Выделение как бы уже есть. Все готово, по идее. Но при нажатии нужного сочетания ничего не произойдет. Рибер просто не поймет ваших мыслей, что же откуда надо вырезать. Теперь попробуем ему на это указать. Выделить несколько подряд идущих айтемов можно, кликнув на крайнее при зажатом Shift. Или, если не подряд, используйте Ctrl или Command. Все как в обычной операционке. Теперь вырежутся фрагменты только из выбранных айтемов. Невыделенный остается нетронутым. При последующей вставке появятся тоже только два этих куска. Так что не забывайте выбирать нужные айтемы, если подразумевается такое действие. Снова отменим все изменения. Мы можем разделять айтемы на основе зоны выделения. Скажем, надо разрезать вот здесь и здесь. 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 Вместо двух действий мы выделяем нужный отрезок времени, заходим в меню Item и выбираем Split Items at Time Selection. Еще быстрее будет нажать Shift плюс S. Нажимаем, и айтем разделился по границам зоны выделения. Одним действием создали два разделения. Еще раз. Таким же образом можно и обрезать айтемы. Давайте добавим еще один трек и скопируем гитару. И допустим, мне надо, чтобы остались только эти две ноты на обоих треках. Создаем зону выделения. Выбираем оба айтема. Заходим в меню Item и кликаем на строчке Trim Items to Selected Area. В итоге на обоих айтемах справа и слева обрежется все, что не попало в зону выделения. Вот так было. А вот так стало. Удобный инструмент для отсечения лишнего. Например, в начале слишком много шумов. Их надо убрать. Выбираем от сих до сих. И выполняем обрезку по зоне выделения. Теперь лишнего шума не будет. Кроме того, можно перемещать аудио внутри айтема, не перемещая сам айтем. Вместо вот такого движения можно двигать содержимое. Для этого на ПК зажмите Alt, а на Mac Option. Курсор изменил вид и теперь можно перетаскивать. Аудио перемещается, а сам айтем нет. Это очень полезная штука при работе с дублями. Об этом я расскажу попозже. Можно заметить одну проблему. При перемещении аудио в одну сторону, вылезает хвост с другой, так как по дефолту айтемы закольцованы. Вот видим признак лупа. Маленькая засечка вверху и внизу. В нашем случае будет звучать кусок из конца аудио. Всё дело именно в дефолтной закольцовке. Даже если мы просто растянем айтем вправо, появятся лупы. Каждый вот этот фрагмент — это луп. Если вам это не подходит, то заходите в Preferences, Media Item Defaults, на вкладке Project. И здесь целый набор настроек. Создавать лупы для импортированных файлов, MIDI и записанных файлов. Наша акустическая гитара относится к последнему типу. Мы её записали. Отключаем лупы. По идее, мы должны были сделать это до записи, но можно и после. Для этого делаем двойной клик на айтеме. Откроется окно «Свойств айтема». О нём я расскажу позже. И здесь есть та самая опция, которую надо отключить. Применяем изменения. И лупы исчезли. При перемещении края теперь будет только тишина. Удобно для выставления границ и визуального восприятия. Скажем, это идеально сыгранный кусок. И для точного копирования и расположения по сетке, нужно чётко задать границу айтема. Растягиваем айтем до начала такта. И если надо, подтягиваем аудио. И теперь при копировании располагаем айтем в начале нужного такта, а не подбираем какое-то промежуточное положение. Допустим, скопируем на такт 7. Точно станет по сетке. Ещё об одном хочу сказать. Мы можем редактировать сразу несколько айтемов. Сделаем сначала три копии. Потом добавим трек. И ещё один. Теперь просто выбираем все айтемы и пробуем редактировать. Обрезать края. Растягивать. Сжимать. Сжимать. Можно перемещать содержимое. Для этого надо всего лишь выбрать несколько нужных айтемов. Вырезать, вставлять, копировать тоже можно. Ну вот, мы и прошлись по основам редактирования в Reaper. В этом уроке мы обсудим сетку и привязку в Reaper. Сетка — это вот эти вертикальные линии. Включить-выключить её можно на панели инструментов. Нажали кнопку, и линии исчезли. То же самое можно сделать и через горячие клавиши. На БК это Alt плюс G, на Маке Option плюс G. По-моему, это быстрее, чем через Toolbar. Чтобы настроить сетку, нужно зайти в меню. Для этого нажмём правой кнопкой на значке сетки. Вот появилось окно настроек. Это включение. Вот здесь можно выбрать, на каких долях будут линии. По умолчанию стоит на каждой четверти. Поставим на восьмые, и линии стало в два раза больше. Шестнадцатая нота — ещё чаще. Можно и наоборот, выбрать целую ноту. Но мы пока вернёмся к четвертной. Отображение выбираем здесь. По умолчанию линии пунктирные, но можно сделать их сплошными. Кому как больше нравится. Можно выбрать, будет ли видна сетка на айтемах. Сейчас мы её видим, она проходит сквозь них. Можно расположить её и полностью над айтемом, и полностью под ним. Опять же, дело вкуса. По дефолту, линия как бы проходит сквозь айтем. Сетка работает в тесной связи вместе с привязкой. Вот это значок привязки. Маленький магнит. Если её включить, то при перемещении айтема он будет перескакивать от одной линии сетки к другой. Вот таким образом. Но если выключить, то будет передвигаться плавно. Для управления привязкой используются горячие клавиши. На ПК это Alt плюс S, а на Маке это Option плюс S. Жмём и пробуем. А теперь сделаем правый клик на значке привязки, чтобы настроить её. Откроется то же самое окно, что и для сетки. Настройки привязки будут вот здесь, внизу. Включение. Ну, тут всё понятно. А вот про опцию Snap to Grid at any distance поговорим подробнее. По умолчанию она включена. Так что айтем передвигается только по линиям сетки. Никакого промежуточного положения он не занимает. Вот это включённая привязка, а вот это выключенная. Но всё можно настроить. Жмём на ПК Alt плюс L, а на Маке — Option плюс L. Вот открылись настройки. Снимаем флажок с этой опции. Но привязку всё равно включаем. Вот здесь. И пробуем передвинуть айтем. Он примагничивается к сетке только когда находится достаточно близко к ней. И при этом может занимать и промежуточное положение. Показываю в приближении. Пока что айтем движется свободно. Но как только подходит к линии сетки, его притягивает как магнитом. Расстояние притягивания тоже можно изменить. Эта настройка называется Snap Distance. Сейчас значение 4 пикселя. Это означает, что если приблизиться к линии сетки на 4 пикселя, привязка сработает. Ну а если будет дальше, то айтем передвигается свободно. Лично для меня такое значение слишком мало. Я поставлю 8. Теперь привязка работает более наглядно. Чем больше значение, тем меньше возможностей расположить айтем где-то между линиями сетки. А сейчас попробуем значение 25 пикселей. Ну что, теперь привязка еще более явная. На самом деле, все это из области личных предпочтений. Кому как удобно. Мне подходит 8 пикселей. И не забывайте, что для таких действий опция Snap to Grid at any distance должна быть выключена, иначе все эти пиксели не будут иметь значения. Вот еще одна опция. Snap relative to grid. Сейчас привязка происходит по левому краю айтема. Но часто сигнал начинается на некотором расстоянии от края. Допустим, один раз мы выставили сигнал четко по сетке. Левый край немного вылез за границу такта. И теперь при попытке переместить айтем на один такт, опять примагнитится левый край. Сигнал будет вне ритма. Вот что я имею в виду. На самом деле, нам нужно, чтобы привязка осуществлялась по началу сигнала. Вот здесь. Выберем Snap relative to grid. И видим, что пиктограмма привязки изменилась. Теперь все работает так, как нам надо. Все стоит по сетке. Далее нам демонстрируют, что сигнал может привязываться к первой, второй, третьей и неожиданно четвертой доле четвертого такта. Будем надеяться, что с пятым и другими тактами сработает точно так же. Но мы пока отключим эту опцию. Следующая настройка — Grid Snap Settings, Follow Grid Visibility. По дефолту она включена. Что она означает? Если мы отключим сетку, то привязка отключится автоматически. Включим сетку, и привязка снова работает. Повторюсь, по умолчанию опция работает. Если мы ее выключаем, то сетка и привязка начинают действовать независимо. Например, линии сетки сейчас на каждой четверти, а привязка осуществляется к восьмым. Наглядно видно, как это все работает. Теперь, даже если мы отключим линии сетки, привязка будет работать. В этой секции настроек мы определяем, на что же будет действовать привязка. По дефолту галки стоят везде. Разберем на примере. Вот это значит, что Media Item притягивается к выделению, маркеру и курсору. Сейчас понаделаем маркеров, зону выделения и линию курсора. Передвигаем Item, и он привязывается ко всем этим линиям. Кстати, привязка работает не только при перемещении Media Item, но и когда мы что-то выделяем на таймлайне. Вот так вот. Протягиваем мышку и видим, что она привязывается и к курсору, и к линиям маркеров. Абсолютно то же самое можно сказать и о курсоре. Строчкой ниже мы определяем, какие элементы будут притягиваться к линиям сетки. Принцип работы понятен. Можно определить действия для айтемов, зоны выделения и курсора. Вот так работает зона выделения. И то же самое можно сказать про курсор. Он тоже может привязываться к линиям сетки. В конце концов, вы сами определитесь, что вам удобнее использовать. Ниже находится вот такая опция «Привязывать курсор к краям Media Item на любом треке». Чтобы понять, как это работает, добавим треков и разбросаем айтемы в разные места. Мы можем ставить курсор четко по границам айтема, даже если кликнем на треке, на котором он не находится. Вот здесь. Это очень удобно при копировании и вырезании фрагментов. Например, надо поставить один айтем четко под другим. Вот этот и этот. Просто вырезаем один. На этом же треке ставим курсор в начало целевого айтема и вставляем. Помните, по дефолту эта настройка отключена. Также мы можем определить, что будет использоваться для привязки. Только края айтема или оффсет, смещение. Вот так это работает с левым краем. Оффсет вот здесь. Он тоже может привязываться к сетке. Это с левым краем. Ну а что с правым? Вот здесь у нас есть отраженный айтем, отраженный звук. Здесь главное, чтобы именно правый край стал по сетке. Для этого есть настройка Snap, Bose, Start, End. Теперь можно четко выставить звук на нужный такт. Видно, что привязка работает и с реверсивными звуками это очень нужная штука. Есть опция для еще более гибкой настройки. Mouse Position Dependent. Теперь, если потянуть мышкой ближе к левому краю, будет примагничиваться левый край. Вот так. Но если поближе к правому краю, то будет привязываться он. Таким образом, у нас есть возможность удобно работать и с обыкновенными айтемами, и с реверсивными. Короче, за какой край тянем, тот и будет привязываться к сетке. Мы пока вернем настройки обратно к дефолтным. А именно, привязка начала и смещения. Далее, настройка Snap Media Items to Nearby Media Items Up to 10 Tracks Away. Сейчас, значение равно 10. Что это значит? Допустим, нам надо выровнять два айтема. Верхний и нижний. Расстояние между ними 4 трека, то есть меньше 10. Значит, привязка будет не только по сетке, но и по границам айтемов на соседних треках. Смотрите, появляется синяя линия, и мы визуально видим привязку. Таким образом, можно выставлять треки ровно на одной линии. Если вам не нужна такая опция, или вы хотите изменить количество треков, то это делается в этом окне. Последнее, о чем я расскажу, и, наверное, самый удобный прием использования привязки, это возможность ее временного отключения, удерживая Shift. Сейчас айтемы привязываются к линиям сетки. В том числе к курсору, другу-другу, к маркерам. Но зажимаем Shift, и они начинают перемещаться свободно. Зажимайте и отпускайте, когда вашей душе угодно. Все сработает правильно. Пока держим Shift, привязка не работает. Или я могу дать shift, и она снова сработает. Вот так работают сетка и привязка в риппере. Надеюсь, вы увидели всю мощь этих инструментов. Сейчас мы поговорим о фейдах и кроссфейдах в риппере. Как вы видели в прошлых уроках, создать фейд очень просто. Переведите курсор в верхний угол айтема, он изменит вид, и перетащите в нужное место. С правого края айтема получится фейдаут, с левого — фейдын. Удалить их тоже легко, просто перетяните на край, пока не исчезнут. Существует и автокроссфейд. По умолчанию он включен, о чем говорит вот этот значок. Когда один айтем пересекается с другим, то зона пересечения обрабатывается по-особому. У левого айтема появляется фейдаут, у правого — фейдын. Это и есть автокроссфейд. Таким образом, переход получается плавным. Попробуем отключить автокроссфейд, и тогда айтемы перекроют друг друга. То есть будут звучать оба одновременно. Лучше такого не допускать. И для этого заходим в Options и включаем опцию Trim Content Behind Media Items When Editing. При таком раскладе просто подрежутся края айтема. Вот таким образом. Растягиваете правый айтем, и там, где он должен, по идее, перекрывать левый, он просто его обрезает. Два фрагмента на одном треке никогда не будут звучать одновременно. Но пока отключим эту опцию и вернем автокроссфейд. Это можно сделать и кнопкой на тулбаре, и горячими клавишами. На ПК это Alt плюс X, на Mac'е Option плюс X. Теперь обсудим редактирование кроссфейда. Потянув за левую границу, вы расширите его влево, за правую вправо. Это и так понятно. Переместить его полностью можно, зажав Shift. Как только курсор изменится, можно втащить в нужное место. При этом длина его не изменяется. Кроме того, можно изменять кривые фейдов. Для примера создадим Fade Out и Fade In. Сделаем правый клик вот здесь. И появится меню выбора кривой. Здесь целый набор вариантов. И, конечно, независимо от формы, фейды можно редактировать. То же самое с Fade In. Вот сейчас это просто линия. Это S-образная форма. Выбирайте, что нужно. Аналогичные операции можно проделывать и с кроссфейдом. По правому клику появится вот такое меню с сочетанием различных кривых. Похоже на меню у фейдов. Причем внизу будет дополнительная строчка, позволяющая более точно настроить кроссфейды. вот эта строчка. Open CrossFade Editor. В этом меню можно регулировать множество параметров. Во-первых, принципиальная форма кривой. Поставим вот эту. Во-вторых, сдвиг кривой влево-вправо. Затем передвижение центра. Это то же самое, что и двигать фейд с зажатым шифтом. Можно сдвигать точку начала и конца. Параметр Length, длина изменяют сразу обе границы. Contents передвигает уже не кроссфейд, а содержимое айтемов. Volume отвечает за уровень громкости. Пощупайте, попробуйте. В этом окне доступно множество настроек. Хотя большую часть редактирования мы можем спокойно произвести и прямо на рабочей области. Есть возможность создавать кроссфейд из зоны выделения. пододвинем айтемы вплотную друг к другу, выделим область, выделим эти айтемы дважды кликнув на треке и нажмем X. Готово. В границах выделения появился кроссфейд, который потом, конечно, можно редактировать. Давайте попробуем сделать врезку на треке и посмотрим, как сработает кроссфейд в этом случае. Перезапишем фрагмент с третьего по четвертый такт. Выделяем нужную зону, проверяем, чтобы была включена опция Time Selection Auto Punch и записываем. Записали. Теперь сделаем зум, чтобы рассмотреть места врезки подробнее. Как видите, Reaper автоматически создал кроссфейды в точках начала и конца записи. Это для того, чтобы места склейки были незаметны. Не было щелчков, призвуков и провалов в сигнале. Это обычный кроссфейд, так что его тоже можно редактировать, передвигать в нужное место, хотя в данном случае ясно, что Reaper сделал все правильно для лучшего звучания. А сейчас проверим, что будет, если отключить Auto Crossfade. Отменим изменения и повторим запись. Приближаем и видим, что вместе склейки теперь не Crossfade, а отдельно Fade In и Fade Out. В итоге получается, что посредине в месте стыка абсолютная тишина. Почти всегда при врезке правильнее выбирать Crossfade. Это избавит вас от щелчков, мусора и тишины в месте склейки. Размер Crossfade при врезке определяется следующей настройкой. Вкладка Project, пункт Media Item Defaults и вот здесь опция для автоматического создания Fade In и Fade Out в новых айтемах. Каждый раз, когда появляется новый айтем, записали вы что-то, либо просто разрезали фрагмент, по границам айтемов создаются Fade Out и Fade In. Вот смотрите, здесь все хорошо видно. Их размер как раз определяется вот этими цифрами, по умолчанию 10 миллисекунд. Сделаем для примера 100 миллисекунд. И разрежем Item теперь. Видно, что зона фэйдов увеличилась. Значение этой настройки аналогично работает и с кроссфэйдами при врезке записи. Опробуем новый кроссфэйд длиной 100 миллисекунд. Вот теперь получился такой кроссфэйд. Вернем дефолтное 10 миллисекунд. Перезапишем фрагмент. Ну и сейчас понятно, что кроссфэйд покороче. 10 миллисекунд. В том же окне мы можем определить дефолтную форму кроссфэйда. Вот здесь, справа. Есть много доступных вариантов. Поработаем с линейной формой. Выглядит она вот так. приближаем одинаковые кроссфэйды и в начале и в конце записи. А вот здесь можно выбрать форму фэйда. Выберем S-образную. Разделим item вот здесь, вот здесь. Приближаем и видим fade out и fade in. Напомню, длину фэйдов и кроссфэйдов вы устанавливаете вот здесь. А вот это пункт, позволяющий заменить фэйды в местах разделения на кроссфэйды. Он имеет свои отдельные настройки длины. По дефолту значение тоже 10 миллисекунд. Разделяем item кроссфэйдов. И теперь вместо отдельных fade out и fade in появился кроссфэйд. Теперь попробуем значение 100 миллисекунд. понятное все сработало. кстати, по умолчанию эта опция выключена. Так что помните, если вы ничего не изменяли в настройках, то будет fade in и fade out. Как всегда возвращаем настройки к дефолтным. И теперь я хочу показать вам несколько полезных экшенов. Первый для изменения формы фэйдов. Сейчас на треке S-образные формы. Но допустим, нам надо поменять их на всем треке разом, на всех айтемах. Выбираем все айтемы, дважды кликну на треке, заходим в список экшенов, их я подробнее коснусь в соответствующем уроке. Так вот, набираем в фильтре fade и в результате остаются только нужные экшены. Нас интересует вот этот cycle through fade in shapes. Запускаем его. Поменялись все fade in на треке. Проверим. Запустим этот же экшен еще раз и форма снова изменилась. то есть это действие прокручивает доступные кривые по кругу. Абсолютно то же самое можно проделать и с fade out. Для него экшен ниже. Таким образом, можно быстро менять формы фейдов в проекте. следующее полезное экшены это fade items in to cursor и fade items out to cursor. Как они работают. Допустим мы хотим создать плавный подъезд к этому звуку, но не хотим тащить fade из самого угла айтема. Ведь айтем может быть достаточно длинным. Кликаем в нужном месте и запускаем fade items in. Получается fade приехал в эту точку. То же самое и для плавного затухания с поправкой на fade out. Запускаем экшен и теперь затухание звука происходит ровно с нужной точки. Это лишь малая часть экшенов работающих с фейдами и кросс фейдами. Ну а на этом пока все. Урок окончен. Едем дальше. В этом уроке мы поговорим о посылах в риппере. Создадим трек и разместим на нем аудио файл. При воспроизведении мы его конечно услышим. файл. Это потому что по дефолту сигнал с трека идет на мастер. Нажмем на кнопку рутин и появится вот такое меню. Вверху будет этот пункт мастер парен сэнд. Деактивируем его и теперь при нажатии плей мы не услышим ничего. Сигнал есть, но посыл на мастер отключен. А ведь именно мастер и представляет главный выход сигнала в звуковой карте. чтобы все это наглядно представить откроем матрицу маршрутизации. Находится она в меню View Routing Matrix Также можно использовать горячие клавиши Alt плюс R на ПК и Option плюс R на Маке. Выглядит матрица вот так. Сейчас проект состоит всего из одного трека. Вот он здесь вверху. Акустическая гитара. С большим количеством треков открываются и больше возможностей по управлению. Вы это увидите позже. В общем, как я говорил ранее, сигнал с трека гитары посылается на мастер. Включать и выключать этот посыл можно здесь. Столбцы это доступные выходы. Пустой квадрат посыл отключен, закрашенный включен. Мастер также можно направлять на разные выходы. По дефолту это main out. Главный выход аудиокарты. Выходы 1-2. Но все можно поменять. Например, направить сигнал в наушники. Попробуем проиграть фрагмент сейчас. И мы его не услышим, но зато в наушниках он будет. В данном случае путь сигнала такой. С трека он попадает на мастер, а мастер выводится в наушники. Вернем все к первоначальному варианту, чтобы слышать звук в мониторах. Другой способ управления посылом это правый клик на кнопке рутин. Здесь есть пункт мастер сент. Сейчас он отключен. Внешний вид кнопки тоже имеет значение. Сейчас внизу она загорелась красным, и это означает, что сигнал с трека не посылается никуда. Своего рода визуальное предупреждение, что мы кое-чего можем не услышать. Сделаем снова правый клик и включим посыл на мастер. Теперь кнопка выглядит привычно. Зеленая буква М в левом углу. Можно применять и горячие клавиши. На ПК зажимаем Alt, а на маке Option и кликаем по кнопке. Теперь давайте поработаем с проектом побольше. Здесь у нас пять треков. Кик, малый, хэт и две гитары для левого и правого канала. Сигнал со всех дорожек идет на мастер. Это можно увидеть и по значкам. На каждой кнопке роутинга горит зеленая буква М. Конечно, мы можем управлять посылами всеми известными способами. Кроме того, можно применить временную группировку для удобства. Выберем все треки и отключим посыл на мастер сразу на всех. Теперь вообще ничего не слышно. Давайте попробуем направить звук со всех треков на один. Такой трек обычно называется трек-шина. Создать посыл на трек можно несколькими способами. Во-первых, использовать матрицу маршрутизации. Вот здесь видны все наши треки. посыл на мастер сейчас включен. Выключим его на всех треках кроме шины. Теперь находим трек-шину среди столбцов и посылаем каждый трек на нее. Вот таким образом. Кик сюда, малый и все остальные треки. Видна диагональная линия из крестиков, не активных квадратиков. Очевидно, что вы не можете послать сигнал с одного трека на него же. именно это и показывают крестики. Если теперь воспроизвести проект, то мы будем слышать музыку, но не с мастера, а с отдельного трека, передающего сигнал на мастер-шину. шину. И если теперь его замьютить, то мы вообще ничего не услышим, потому что весь сигнал проходит именно через этот трек. Таким образом, шину можно использовать для создания субмикса, например, для управления громкостью. Таким же образом, можно замьютить или включить соло на всех этих треках. В общем, хорошая возможность управлять сразу несколькими треками через одну шину. Поместите эквалайзер, компрессор или другой эффект на шине, и он будет обрабатывать сигнал, идущий со всех подключенных к шине треков. Обратите внимание, что и пиктограмма кнопки ротен изменилась. Теперь в правом верхнем углу появилась синяя буква S. M как признак посыла на мастер, а S означает send. Сигнал с трека послан на другой трек. Сделаем и на вкладке sends видим, куда идет сигнал на трек номер шесть. Так что посылом можно управлять еще и отсюда. Теперь сигнал идет на шину. Если понадобится изменить уровни сигнала, то это делается для каждого трека отдельно с помощью той же кнопки рутин. Посмотрим на примере бочки. Здесь несколько параметров уровень, панорама, мьют. Мьют здесь работает именно с посылом. Если включим его, кик перестанет звучать, но сам трек не замьютится. Создавать посылы можно даже здесь. Удалим существующий и попробуем заново. выбираем куда пойдет сигнал. Трек 6, шина. Вот получился такой же посыл, как и раньше. Сейчас видно, что посыл постфейдерный. Это дефолтная настройка. И означает она, что в цепи регулятор уровня посыла стоит после регулятора на треке. То есть изменение громкости на треке напрямую влияет на громкость посыла. отключим посыл на шину со всех треков. Поставим только бочку. Так как посыл постфейдерный, то вот этот регулятор громкости трека будет влиять на уровень посыла на шину. Если вы хотите создать полностью независимый посыл, то надо поменять постфейдер на префейдер. Вот это выбираем. И теперь громкость на треке никак не отражается на посыле. Такая возможность пригодится для создания отдельных миксов для музыкантов, когда они слушают музыку через наушники при записи своих партий. Сейчас покажу. Вернем все треки на шину, но до этого еще зайдем в настройки «Preferences». На вкладке «Track Sense Default» мы видим, что все посылы по умолчанию постфейдерные. Мы изменим на префейдер и установим начальный уровень на бесконечно малый. Минус инфинити. Это наиболее подходящая настройка при использовании префейдерного посыла. Мы не будем слышать ничего, пока сами этого не захотим и не поднимем громкость. Итак, мы определили параметры посылов по умолчанию. Теперь все новые посылы будут с этими настройками. Проверяем. И правда, ничего не слышно. Нажмем на кнопку «Routing» на треке шине. Слева мы видим, что с нее посылов нет, а справа список возвратов сигнала с других треков. Посылом возвратом можно управлять из обычного трека. Нужные нам параметры там будут слева, а на треке шине напротив, справа. Таким образом, вы можете создать совершенно отдельный микс на шине, что пригодится для записи в наушниках. Попробуем на практике. Добавляем по очереди треки. мы можем регулировать громкость, панораму. В итоге, мы создали совершенно отдельный микс для наушников. И если музыканту мешает, например, слишком громкий хет в наушниках, то можно его прибрать, не затрагивая основной микс. Вот, что будет слышать музыкант. Закрываем это окно, посылаем все треки инструментов на мастер, чтобы в контрольной комнате слышать нормальный микс. а сигнал с трека шины направляем на выход наушников. Для этого сначала убираем посыл на мастер, а потом выбираем каналы с наушниками. То же самое можно сделать и в вот этом окне. в общем, теперь в контрольной комнате микс с мастера, в наушниках с шины. Итог, всем приятно и комфортно. Посылы это полезный и гибкий инструмент работы. Например, можно создать отдельную шину, обрабатываемую компрессором, и пустить на нее нужные треки, а затем подмешивать скомпрессированный сигнал к основному миксу. Этот прием называется параллельная компрессия. Посылы можно использовать и в связке с эффектами. Об этом мы поговорим в другом уроке. А сейчас напоследок я покажу еще один способ создания посылов. Сначала удалим все посылы в матрице. Для этого кликаем по ним с зажатым альтом. Затем заходим в Preferences выбираем постфейдер уровень 0 дБ. То есть мы вернулись к настройкам по умолчанию. В данный момент сигнал с наших треков никуда не направлен. Поэтому мы ничего не слышим. Можно создать посыл на шину обычным перетаскиванием. Хватаем кнопку Routing и кидаем ее на трек шины. Видно видно, что курсор превратился из стрелки в кабель. Теперь сигнал кика идет на шину. Настройки звукодефолтные, посыл постфейдерный, так что можно прекрасно слышать бочку. То же самое проделываем с малым и с хэтом. Сейчас все треки воспроизводятся через шину. Прослушаем. Ну что, теперь подытожим. Посылы это удобный инструмент для создания треков шин, отдельных миксов для наушников, работы с эффектами, субмиксами и групповой обработки треков. На этом урок окончен. Едем дальше. На этом уроке мы увидим как работают плагины и эффекты в Reaper. Речь пойдет об эффектах на треке. Вот здесь их значок FX. Есть возможность размещать эффекты на айтемах, но об этом мы поговорим в одном из следующих уроков. Итак, эффекты и плагины, которые мы добавляем на трек, обрабатывают все айтемы на этом треке. Вот отдельная кнопка для эффектов. Нажимаем и появляется диалоговое окно, где видны все доступные эффекты и плагины. Для быстрого поиска используйте фильтр. Если вам нужен эквалайзер, введите EQ и в результате остаются только те плагины, в имени которых есть EQ. эффекты по именам ищем и остальные эффекты. Компрессор, например, и другие. Для удобства можно использовать папки. Делаем правый клик в левой части окна и создаем папку Create New Folder. Эквалайзер. Называем ее EQ. Это папка для эквалайзеров. Теперь ищем все доступные эквалайзеры через фильтр. выбираем их и перетаскиваем в папку. Содержимое папки потом можно изменять. Например, вам не требуются встроенные эффекты JS. Выбираем их и удаляем. Поупражняемся и создадим еще одну папку для компрессоров. и еще одну папку для часто используемых эффектов. Назовем ее Favorites. Смысл понятен. Выбираете любимые эффекты и кидаете в папку. Просто перетаскиваем и сбрасываем. А сейчас упомяну о нововведении, которое появилось в версии 5. Называется она Smart папка. Создадим новую папку, как обычно. Назовем ее Waves и выберем опцию Smart Folder. Строка фильтра станет активной. Там мы вводим слово Waves. Жмем ОК. И теперь в нашу папку автоматически добавятся все плагины с сочетанием Waves в названии. Такая папка называется Smart папка. Она работает по другому принципу, нежели папки, заполняемые простым перетаскиванием плагинов. Впредь все новые эффекты с Waves в названии добавляются в Smart папку, и нам не надо будет вручную их переносить. Собственно, в этом и удобство Smart папок. Теперь пора наконец добавить эффекты на трек. В папке Favorites есть подходящий эквалайзер. Делаем двойной щелчок и плагин на треке. Забайпасить его можно вот здесь. Снять галку или вот здесь. Вверху находится выпадающий список презентов. Есть готовые пресеты, но можно сохранять и свои собственные. Одного плагина нам мало, мы добавим еще. Жмем Add и выбираем компрессор. Он появился строкой ниже эквалайзера. Это значит, что в цепи эффектов компрессор стоит после эквалайзера. Обратите внимание, порядок плагинов в цепи имеет значение. При надобности можно поменять эффекты местами. Открыть отдельное окно плагина, можно дважды кликнув на нем. Сейчас мы можем видеть окна обоих эффектов одновременно. Вот так. Закрываем. Вернемся пока к треку. Видно, что кнопка FX стала зеленой. Это сигнал для нас, что на треке есть какая-то обработка. Во всплывающей подсказке даже есть список подключенных эффектов ReaEQ и ReaComp. Доступ к ним можно получить либо дважды кликнув на кнопки FX и тогда появится знакомое окно, либо сделав правый клик на кнопки и тогда появится всплывающее меню, где можно добавить плагины из папок или открыть уже добавленные на трек эффекты. Вот здесь в нижней секции видим добавленные ReaEQ и ReaComp. По-моему, способ с правым кликом удобнее и быстрее. на треке можно забайпасить все плагины. Кнопка для этого рядом с кнопкой FX. В результате FX загорится красным. Так мы понимаем, что эффекты на треке не работают. Кстати, во всплывающих подсказках это тоже видно. Прямо так и написано «Buypass». Нажмем на кнопку еще раз и эффекты станут активны. Удалить обработку с трека можно, зажав Alt на ПК или Option на Маке и кликнув на кнопке FX. Она стала серой, теперь на треке нет ни одного эффекта. Снова добавим на трек несколько плагинов, чтобы попробовать с ними поработать. На этот раз у нас будет один эквалайзер, потом компрессор и затем еще один эквалайзер. С помощью первого эквалайзера мы уберем лишние низы и приберем середину. Грязь в середине. Теперь перейдем к компрессору. Значение компрессии 4 к 1 поменяем атаку и порог срабатывания. На втором эквалайзере поднимем верха. Готово. Нас все устраивает. Плюс ко всему мы хотим использовать эти же три плагина для обработки других треков. В таком случае нужно сохранить их как цепь эффектов. Делаем правый клик здесь, вкладка FX Chains и опция Save All FX as Chain. Если требуется сохранить только некоторые эффекты, то сначала выделите нужные и в том же меню выберите Save Selected FX as Chain. В нашем случае сохраним все как цепь. И присвоим имя цепи. Эффекты для акустической гитары. Акустическая гитара FX Chain. Теперь, даже если на треке нет плагинов, можно загрузить все нужные разом. Выбираем Load FX Chain. В результате открывается папка со всеми сохраненными цепями, где мы выберем требуемую. Обратите внимание, в результате загрузились не только сами плагины, но и настройки, которые мы делали. Вот здесь фильтр нижних частот, подредактированный компрессор и подъем в области верхних частот. Все на месте. Загрузить цепь можно и с помощью правого клика на кнопке FX на треке. В выпадающем меню выбираем Add FX Chain и нужную цепь. Результат обоих способов естественно будет одинаков. Загруженные плагины с настройками. А сейчас обратимся к окну микшера. Там тоже видны подключенные плагины. Их можно легко поменять местами, просто перетаскивая. Можно забайпасить с помощью зажатой клавиши Shift. В таком случае они изменят цвет. Можно деактивировать их, чтобы они работали оффлайн. Ну, в общем, выгрузить из памяти. Тогда они не будут использовать ресурсы компьютера. Вот опция для этого Offline FX. Если теперь открыть окно эффектов, в списке они будут, но будут значиться как незагруженные. Вот кнопка для их загрузки. Отдельно для каждого плагина. Копировать эффекты на другой трек можно простым перетаскиванием. А удалять с помощью зажатого Alt на ПК или Option на Маке. Одна из моих любимых фишек это возможность переименовывать конкретные экземпляры плагинов. Для этого есть опция Rename FX Instance. С ее помощью мы сможем присваивать имена эффектам в зависимости от того, какую функцию они выполняют на треке. Первый эквалайзер это по сути low-pass фильтр. Так и запишем. Теперь назначение эффекта стало нагляднее. Переименуем компрессор назовем light compression. А второй эквалайзер усиливает высокие частоты, поэтому назовем его top boost. Согласитесь, ориентироваться в плагинах стало легче. лёгкая компрессия и пару фильтров. Эти имена останутся, если мы сохраним цепь эффектов. Заново пересохраним ее под тем же именем. Переписываем вторую версию. Заново загружаем и видим все эффекты в наличии, все настройки и новые имена. Управлять эффектами можно и через панель треков. Допустим, при сведении мне надо часто корректировать порог срабатывания компрессора. Но мне не хочется постоянно открывать окно эффектов в процессе работы. Когда это делаешь постоянно, это быстро надоедает. Но не беда. есть более удобный способ перенести управление трэшхолдом прямо на трек. Для этого пошевелим чуть-чуть регулятор, чтобы репер знал, с каким параметром мы собираемся работать, а он берет последний активный. Нажимаем кнопку параметр и выбираем Show in Track Controls. Теперь ручка трэшхолда расположена прямо на треке. Окно самого эффекта может быть закрыто, но мы все равно сможем управлять настройками порога срабатывания. Для наглядности открою окно компрессора. Видно, что движение фейдера повторяет движение ручки. Теперь поработаем с эквалайзером и добавим регулятор частоты среза. Касаемся параметра Frequency, кнопка параметр, Showing Track Controls, готово. И делаем то же самое для уровня буста высоких частот на втором эквалайзере. Для копирования эффектов можно перетащить их на нужный трек. Создаем трек и перетаскиваем прямо из этого окна. Готово. При этом переносится настройки, имя и контроллеры на треке. То же самое и с компрессором. стоит упомянуть. Все эффекты, которые мы здесь рассматриваем, обрабатывают уже записанный сигнал. То есть сами аудиофайлы никак не изменяются. Любые настройки эффектов могут спокойно меняться после записи. Они не переносятся на уровень аудиофайлов. Но такая возможность существует и имеет свое применение. Ударим все эффекты и найдем на панели треков кнопку Input FX. При нажатии появится знакомое окно. Те же эффекты, те же папки. Но теперь эти эффекты располагаются на входе трека. Когда мы загрузим цепь эффектов, то при записи вся обработка, которую вы слышали в процессе, будет записана в аудиофайл. Понятно, что отменить обработку и вернуться к чистому сигналу в таком случае не удастся. С другой стороны, такой способ экономит ресурсы процессора. Если вы уверены в желаемом результате, то используйте InputFX эффекты на входе. Зеленая кнопка дает знать, что на треке какой-то плагин. Правый клик и видим знакомое меню со списком эффектов. Ударяем эти эффекты тоже с помощью Alt на ПК и Option на Маке. Преимущества использования эффектов на входе проявляются, когда, например, вы используете модулирующие плагины типа Хоруса и Фленджера. Они меняются во времени. Если использовать их как обычные эффекты, то они могут звучать каждый раз по-разному. В случае с InputFX вы уверены, что вы услышали, то и будет записано. Если вы хотите узнать больше об отдельных эффектах, а также методах работы с ними, заходите на официальный сайт Reaper.fm. Там на вкладке «Видео» есть огромное число отдельных уроков. Вот здесь компрессия, эквалайзер, гейт, ну и все остальные эффекты. Со временем список уроков только пополняется. На этом уроке мы узнаем, как работают треки-папки в Reaper. Папки могут использоваться для создания субмиксов, как шины или как контейнер для треков. Перейдем к делу. Перед нами проект с несколькими треками «Бочка», «Малый», «Хэт» и две акустические гитары. Создадим папку для всех этих треков. Сначала создаем новый трек. Обратите внимание, порядок треков имеет ключевое значение. Мы не можем создать папку внизу. Нужно переместить пустой трек наверх. Затем переместимся в правый нижний угол этого трека. Здесь есть маленький значок папки. Он превращается в плюс. Жмем на него и все треки, которые ниже, сместились немного правее. Сейчас все эти треки переместились в папку. В целях более удобного контроля трек папка может управлять треками, в нее. Такие треки называются дочерними. Если мы замьютим трек папку, то замьютятся и дочерние. То же самое с соло и громкостью. Запустим проект. Все треки воспроизводятся через папку. Оттуда же мы можем управлять и общим уровнем. эффекты можем добавлять на трек папку эффекты, чтобы одновременно обрабатывать несколько треков. Давайте поработаем с эквалайзером. Вместо того, чтобы добавлять один экземпляр на каждый трек, мы разместим его на трек папке. Правый клик и выбираем нужный эквалайзер. подберем настройки и теперь все треки будут обрабатываться именно этим фильтром. Разумеется, так можно работать с любым эффектом. еще одно преимущество папок это возможность организовать проект в зависимости от содержимого треков. Создадим отдельную папку для гитар. Размещаем пустой трек над гитарами, жмем на плюс и теперь у нас есть отдельная папка для гитар. гитару. Через верхнюю мы управляем всем, через нижнюю только гитарами. Попробуем включить соло. И теперь слышим только гитары. Если вы хотите переместить гитары на уровень выше, то переходите к треку над папкой и жмите тот же самый плюсик. По первому нажатию трек сам превратится в еще одну папку, но если нажать второй раз, то под папка с гитарами переместится из общей папки на уровень выше. Теперь две папки работают независимо. Можно мьютить гитары и барабаны отдельно. И мы можем создать папку, в которую будет входить вообще все. Располагаем пустой трек на самом верху. Жмем плюсик. И все, что расположено ниже нового трека, будет входить в папку, даже существующие папки. Отсюда мы управляем всем. А вот отсюда ударными. А отсюда гитарами. Если сейчас мы создадим новые треки ниже, то они тоже будут входить в самую верхнюю папку. Изъять их оттуда можно, нажав вот эту кнопку на последнем треке в папке. Как я и говорил, таким способом удобно создавать субмиксы. Управлять отдельно барабанами. Отдельно гитарами. Или обеими группами инструментов. Кроме того, мы можем использовать папки для удобного расположения треков по высоте. Для примера откроем проект побольше. Здесь есть отдельные папки для треков барабанов. Для баса. Гитары. Вокала. И эффектов. Понятно, что мы можем использовать папки для обычного микширования, управления громкостью разных инструментов. Но кроме того, мы можем удобно организовать рабочее пространство. На треке папки в правом верхнем углу есть кнопка с треугольником стрелкой. Если кликнуть по ней один раз, то все треки в папке минимизируются по высоте. При этом мы видим имена, доступные фейдеры громкости и остальные органы управления. Мьют, соло, эффекты и так далее. Получается, если мы не заняты в данный момент барабанами или басом, можно радикально уменьшить размер этих треков и освободить место на экране для нужной информации. Вот сейчас мы видим гораздо больше треков одновременно, чем в начале. Если нажать этот треугольник еще раз, то треки превратятся в полоски. Никаких ручек, конечно, мы не увидим, но это поможет освободить еще больше места на экране. В таком состоянии мы можем управлять уровнями сабмиксов, мютировать или включать соло на нужных инструментах. Через треки папки, понятное дело. Визуально перед нами весь проект. А когда понадобится рассмотреть что-то подробнее, жмем на тот же треугольник. Теперь треки снова в первоначальном размере. Итого есть три варианта отображения треков в папках по высоте. А сейчас поработаем с микшером. Там папки тоже присутствуют и в том же порядке, только слева направо. Папка, за ней дочерние треки, еще папка, еще треки. Хотя можно и поменять расположение. По правому клику появляется меню. Отсюда можно скрыть папки в микшере. Show folders. Снять галку. Причем на панели треков они останутся. Отобразим снова. Можно скрыть треки в папках. Теперь останутся только папки. Еще одну опцию хочу показать. Group folders to left. Все папки сгруппируются слева. Опять же, очень удобно для микширования. Все группы инструментов в одной зоне. И заметьте, изменения в микшере никак не затрагивают панель треков. Здесь все как было раньше. Должен отметить один недостаток работы с папками. На примере с барабанами. Минимизируем треки. Допустим, с дочерних треков организован посыл на трек эффектов. Если регулировать громкость на треке папки, то уровень посыла дочерних треков на эффект не будет изменяться. Например, сигнал посылается на ревер. Мы пытаемся уменьшить громкость всех барабанов разом на треке папки, но громкость ревера остается прежней. Конечно же, это неудобно. Есть два способа решения этой проблемы. Первый – это разместить трек с эффектом в той же папке, что и барабаны. Тогда и на него будет влиять общая ручка громкости. Причем будет меняться не уровень посыла, а сама громкость эффекта. Но теперь мы не можем использовать этот ревер ни для чего другого, кроме барабанов. Не должны же вокалы гитары управляться настройками ударных. Я бы порекомендовал установить громкость на папке в ноль и просто забыть про нее. Всем остальным можно пользоваться и мьютом, и соло, и панорамой. А если надо поправить общий уровень барабанов, просто выделяем все треки во временную или постоянную группу, об этом я расскажу в одном из следующих уроков, и меняем громкость. Это решает проблему с посылом на эффект, так как он постфейдерный, и регулировки непосредственно на треке влияют на него. И еще одна штука, о которой хочу упомянуть. Вернемся к первому проекту. Мы можем размещать содержимое всевозможных типов аудио, миди, видео прямо на треке папки. Сейчас, например, я поместил туда записанную бочку. Не рекомендую так делать, ведь тогда для бочки и всех остальных барабанов будут одни и те же фейдеры и кнопки. Так что советую не размещать на треках папках вообще ничего, а использовать их для упорядочивания и управления проектом. А пока это все. Вот так представлены треки папки в Reaper. Сейчас мы поговорим о группировке треков. В прошлых уроках я показывал, как создать временную группу. Нужно просто выделить сразу несколько треков, и тогда ими можно будет управлять вместе. В некоторых случаях вам понадобятся постоянные группы треков. У них побольше функционала. Приступим. Сначала выберем нужные треки. Мы уже знаем, как это делать. Если треки идут подряд, то с зажатым шифтом выделяем первый и последний. Если в разнобой, то выделяем нужное с зажатым контролом на ПК или коммент на МАКе. Таким же образом снимаем выбор. Выделим для примера все и зайдем в меню трек. В самой нижней секции видим настройки для группировки. Вот здесь группировка включается, а вот здесь находятся ее настройки. Для них есть быстрые клавиши. Shift плюс G. Появляется вот такое окно. Прежде чем его разобрать подробнее, покажу одну фишку. Если перейдем на тулбар и сделаем правый клик, то перейдем к кастомизации панели. Слева доступны для нее кнопки, ниже пиктограммы. Можно подстроить панель под себя. Жмем Add, добавить. И в фильтре вводим Track Grouping. Вот здесь находим нужное. Toggle Track Grouping. Выбираем. И в итоге появляется новая кнопка, которая выглядит вот так. Пиктограмму можно изменить. Change Icon. И в фильтре вводим трек. Ну и допустим, выберем вот эту кнопку. Сохраняем. Закрываем. И в итоге на тулбаре теперь есть кнопка группирования, по которой можно понять, включена она или нет. Выключим здесь. Иконка изменится на такую. Короче, вместо переходов по меню, можно просто нажимать вот эту кнопку. Теперь, наконец, создадим группу треков. Выберем все. Жмем Shift плюс G. Появляется окно. Вверху надпись. Группировка четырех треков. Ничего страшного. Можно в процессе добавлять или убирать треки. С этим понятно. А вот здесь список общих параметров группы. Мы выберем их все. Закрываем окно. Включаем группировку. И на органах управления треками появились красные полосы. Что подсказывает нам? Это параметры группы. Фейдер громкости, панорама, мьют, соло. Теперь при изменении параметра на одном треке, будут изменяться параметры и на других треках группы. Все это теперь работает вместе. Выключаем группировку. Красные линии исчезли. И теперь все параметры снова независимы. Включаем группировку снова и подробнее рассмотрим настройки групп. Выберем все треки. Shift плюс G. Если нажмем None, треки разгруппируются. Для удобства есть возможность объединить только нужные параметры. Например, мы выберем громкость Master, громкость Slave. Позже я объясню, что такое Master и что такое Slave. Также обе панорамы. Мьют и соло. Фазу и готовность к записи пока не трогаем. Теперь на всех треках группы можно управлять громкостью, панорамой, мьютом и соло. Но менять фазу сигнала мы можем независимо для каждого отдельного трека. И то же самое с записью. Все предельно просто. Объединяете только нужные параметры. Это хорошее подспорье в работе. Сейчас покажу на практике. Выделяем все треки. Снимаем группировку. И объединяем только готовность к записи. На кнопках появились красные уголки. Все остальное работает независимо. Когда вам нужно будет записать сразу несколько треков, барабаны, гитары, в конце концов, в студии можно записать вживую всю группу разом, то вы просто нажимаете рекорд на одном из треков, остальные подтянутся. То же самое и с отключением записей для прослушивания результата. Без группировки вам бы пришлось проделать много лишних движений. Пришлось бы нажимать эту кнопку на всех треках по отдельности. С этим примером, думаю, все понятно. Разгруппируем треки и посмотрим на вкладку номер группы. Жмем None. Вот здесь номер группы. Нам понятно, что всего групп может быть до 32 штук. Мы пока работали с первой, но можно создать еще несколько. Объясню еще пару моментов. Вот здесь внизу можно выбрать Reverse Volume и Reverse Pen. Обратить громкость и панораму. Как это работает? Выберем сначала один трек, акустика. Объединяем там громкость и панораму. Добавляем еще один трек. Те же параметры, но еще поставим галку напротив Reverse Volume и Reverse Pen. Думаю, вы уже поняли, что при перемещении фейдера на первом треке влево, на втором треке фейдер будет двигаться вправо. Зеркальное отражение. Это был пример с громкостью. Теперь будет пример с панорамой. Отмечаем Reverse Pen, и неожиданно панорама ведет себя точно так же. Двигаем панораму на первом треке вправо. На втором треке двигается влево. И неожиданно, если мы на первом треке двинем влево, на втором панорама сдвинется вправо. Вот такие чудеса. Только обратите внимание, реверс должен быть отмечен только на втором треке. Ну а теперь обсудим, что же такое мастер и слейв. Создаем новую группу только для барабанов. На бочке выберем все параметры. Вот кнопка All. А для малого только из колонки Слейв. Для этого тоже отдельная кнопка. Теперь, управляя параметрами бочки, мы изменяем и параметры малого. Это работает только в одну сторону. Изменяя параметры малого, мы не можем влиять на бочку. Малый — это подчиненный трек. Он ни на что, кроме себя, влиять не может. Мастер-слейв, хозяин-раб, ведущий-ведомый. Идея понятна. Повторим те же самые действия с гитарами. Только создадим для них отдельную группу. Первую переименуем в барабаны, в драмс. А вторая будет гитары. Сделаем первую гитару мастером, а вторую слейвом. Результат аналогичный барабанам. Для удобства, разные группы подсвечены разными цветами. Первая — красным, а вторая — зеленым. А вот наглядная картинка. Первый трек — это мастер и слейв. Второй — только слейв. Третий — и мастер, и слейв. Четвертый — только слейв. Можно создать и трек только мастер. Его не обязательно располагать сверху, как в случае с папками. В меню отметим только мастер-параметры. Причем и для группы барабанов, и для группы гитар. В итоге мы получим трек, управляющий обеими группами. Всего получилось три уровня. Слейв и слейв-мастер для гитар, для барабанов, и мастер для всех вместе. Смотрясь, снизу — это два трека гитары, два трека барабанов, и мастер. Казалось бы, кик и первая гитара ведь тоже мастер, но они не могут влиять на самый верхний трек, поскольку он исключительно мастер. Понятно, что в этом деле можно легко запутаться. Так что сейчас ясно и по-русски. Трек-слейв не может менять никаких параметров, кроме своих. Он только подчиняется. Трек-мастер может менять и свои параметры, и параметры слейв-треков. Он только управляет. А трек и слейв, и мастер может одновременно и управлять слейвами, и подчиняться другому мастеру. Поймёте эту систему, и в ваших руках будет мощный инструмент для работы. Давайте сотрём всю группировку, и в нижней части экрана есть кнопка «Сохранение дефолтных настроек». Поработаем с двумя треками ударных. Перейдём к их группе. И попробуем объединить громкость и панораму, мастер и слейв, а также мьютирование и готовность к записи. Допустим, для ударных мы всегда хотели бы применять именно такие настройки. Для этого жмём «Save Default Flags». И теперь при образовании новой группы можно быстро загрузить нужные настройки нажатием «Load Default Flags». И не надо будет выбирать по одной. Для гитар мы можем применить те же самые настройки, да и для любых вообще групп. Теперь поработаем с матрицей группировки. Сначала удалим обе группы, выберем все треки и снимем все флажки с обеих групп. Теперь перейдём в меню «View» на пункт «Grupping Matrix». Перед нами таблица, где в строчках треки, а в столбцах группы. Всё легко и просто. Отмечаем нужные треки в соответствующих квадратиках. При этом загрузятся настройки, сохранённые по умолчанию. Смотрите. То же самое, что мы выбирали минуту ранее, как дефолт. Матрица группировки — это удобный и гибкий инструмент работы, где всё представлено наглядно. Отсюда мы быстро получаем доступ к нужным группам и их настройкам. Правый клик по названию, и появляется знакомое окно. Отсюда же можно получать доступ и к отдельным трекам. Например, для реверса панорамы и громкости. Это сводная таблица, в ней видны все группы, но подробной информации о каждой группе не хватает. Хотите узнать больше? Нажимайте на «Show group details». Это находится вот здесь. Каждая группа раскроет содержимое, где будут видны, кроме всего прочего, и параметры. А сейчас попробуем создать группу в этом окне и поэкспериментируем с управляющими и подчинёнными параметрами, мастером и слейвом. Итак, первый трек — это мастер для всех треков. Кликаем на квадратики один раз. Закрашенный квадрат означает параметр и мастер, и слейв. Кликаем ещё раз. Буква «М» — это только мастер. Ещё раз. Буква «С» — это только слейв. На первом треке установим всё в мастер. Можно по одному параметру, а можно зажать мышку на нужном значении и протянуть в нужном направлении. вот таким образом. Готово. Теперь то же самое для группы гитар. А сейчас перейдём к кику. Там должны быть и слейв, и мастер. А малый сделаем только слейвом. Заметьте, мы пока пропускаем параметры VCA. Я объясню, что это в следующем уроке. И для гитар делаем аналогичные шаги. В результате имеем то же, что и в начале. При обычном способе создания группы. Верхний трек управляет всем. Мастер. Далее мастер-слейв. И слейв. С гитарами то же самое. Наверное, про группировку треков пока всё. Напомню лишь, что временно отменить её можно, зажав Shift. И тогда можно спокойно редактировать параметры трека, ни на что не влияя, кроме этого трека. Отпускаете Shift, и группировка снова работает. Но это гораздо быстрее, чтобы держать Shift-кей. Держать его вниз, просто пан. И она не работает как часть группы. И без этого, она работает как так. Держать Shift. И работает разнообразно. Ну вот и всё. Вот так работает группировка треков в Reaper. Едем дальше. Сегодня мы поговорим о BCA-группах. Этот функционал был доступен, начиная с версии Reaper 5, и пригодится при группировке треков. Для лучшего понимания принципов работы, рассмотрим BCA в сравнении с другими способами группировки. Обычной и с использованием треков папок. Сейчас вспомним, как группируются треки. Создаем новый трек, перетаскиваем его наверх, открываем настройки группы и выделяем все мастер-параметры. Другие треки делаем слейвами, то есть подчиненными треками. В итоге мы сможем управлять всеми остальными треками через мастер-трек. Важно понимать, что в этом случае сигнал через мастер-трек не проходит. Он выступает лишь как общий фейдер для подчиненных треков, как средство управления. Но теперь рассмотрим вариант с треком-папкой. Все то же самое, только теперь сигнал со всех треков внутри папки идет через верхний трек. Мы также можем управлять громкостью и другими параметрами. Но учитывая, что через него идет звук, мы получаем возможность разместить эффекты и плагины прямо на треке папки. А сейчас обратите внимание на измеритель уровня. Что будет на вложенных треках, если мы понизим уровень на треке папки? На треке папки он ушел в ноль, а вот на подчиненных треках никак не изменился. Что, впрочем, логично, ведь мы управляем только громкостью папки. Но в этом и кроется недостаток папок, о котором я говорил в прошлом уроке, когда речь шла о посылах. Создаем посыл вне папки для сигнала бочки. Посыл будет постфейдерный. И сейчас проследим за уровнями. Даже если громкость на папке убрать, уровень сигнала на вложенных треках не изменится. Поэтому не меняется и уровень посыла. А так как трек обработки находится вне папки, то, будь на этом треке ревер, дилей или любой другой эффект, мы бы его слышали в любом случае. Его громкость не изменялась бы пропорционально всем остальным барабанам. Вот такой недостаток папок. Расформируем папку и создадим VCA Master Group. Для этого в окне настроек верхнего трека выберем соответствующий пункт VCA Master. А для всех остальных треков VCA Slave. Поэкспериментируем теперь с громкостью и обратим внимание на уровни сигнала. При снижении громкости на VCA Master меняются уровни и на слейв треках. Причина тому, сигнал не проходит через VCA Master, но фейдеры громкости и панорамы на нем выступают как общие органы управления для фейдеров на подчиненных треках. Проверим уровни на посыле. Вот его измеритель уровня. Он тоже меняется. Это и понятно, ведь меняется уровень источника, а посыл при этом постфейдерный. Такой способ работы именно с постфейдерными посылами предпочтителен. Но у него тоже есть недостаток. Аудиосигнал не проходит через VCA Master Track. Смотрите на измеритель уровня. Получается, что попытка разместить на нем какую-либо групповую обработку ни к чему не приведет. Мы не слышим никакого эффекта от фильтра. Фейдеры громкости и панорамы на VCA Master выступают только как органы управления с подчиненными треками. В этом VCA Master, конечно, проигрывает шинами папкам, но для него есть удачное применение. Использование в качестве субмикшера. Уберем слейвы с гитар. Теперь VCA Master управляет только ударными. Получился отдельный субмикшер для них. При сведении мы можем с его помощью управлять громкостью всех барабанов. Создадим нечто подобное и для гитар. Новый трек. Переместим сюда. Сделаем его VCA Master. Но будем использовать отдельную группу под номером 2. Определяем слейв треки. В итоге, с вот этого трека мы управляем гитарами. Теперь гитары управляются с одного фейдера. Кроме того, можно создать VCA Master, контролирующие треки, подчиненные другим мастерам. Создаем трек и назначаем его VCA Master. И назначаем его VCA Master. Группа 3. Выбираем все треки с инструментами, барабаны и гитары, и делаем их слейвами. В итоге, индивидуальные треки оказались подчинены сразу нескольким разным VCA группам. От этого, кстати, функционал нисколько не потерял. Барабаны рулятся вот здесь. Гитары здесь. А все вместе вот тут. Треки могут быть слейвами сразу для нескольких групп. Таким образом, этот инструмент очень гибкий в работе. Можно создать группу для всех вокальных партий, а затем отдельно для лидов и бэков, например. Кроме преимуществ, есть и недостатки. Например, мы можем управлять только громкостью и панорамой. Ни мьют, ни соло не работают. Ведь через VCA Master не проходит сигнал. Но ничего страшного. Мы можем добавить этот функционал, используя группировку. Вот в этом окне ставим флажки мьюта и соло и на мастере, и на слейвах. В итоге, громкость и панорама контролируются как VCA, но доступны и групповые соло и мьют. Получилось комбинирование использования VCA и группировки. Заметьте, мы не выбираем параметра громкость или панорама. Если мы так сделаем, то эффекты от VCA Master и группировки сложатся. И когда мы уберем на минус один децибел громкость на VCA Master, то на самом деле она убавится на два децибела, потому что при этом будут двигаться и фейдеры на подчиненных треках. Нам это, понятно, не подходит. Так что запомните, в этом окне выбираем или VCA параметры, или отдельно громкость и панораму. То же самое делаем и для гитар. А также вообще для всех треков инструментов. Что в итоге? Можно включать мьют и соло на ударных и управлять громкостью в режиме VCA. Для гитар ситуация аналогична. Ну а с помощью последнего трека мы управляем вообще всем. VCA группы — это мощный инструмент в работе, но еще ярче он проявляет себя в связке с автоматизацией и огибающими. Но об этом я расскажу в соответствующем видео. Просто знайте, для VCA есть еще применение. А пока что все, едем дальше. Шаблоны треков — это мощный инструмент работы, реализованный в Reaper. В повседневной работе штука незаменимая. Итак, перед нами проект с множеством треков. Вот записанный трек вокала. Нам еще предстоит работать с этим же исполнителем, но каждый раз вручную настраивать один и тот же звук — это слишком. Сейчас у нас в наличии все настройки. Правильный вход, режим мониторинга, набор эффектов для обработки. Здесь у нас есть лоу-пасс, компрессор, диэссер, буст высоких. С трека настроены посылы на эффекты ревера и эха. Вот они видны. Короче, правильный звук настроен. Так зачем тратить лишнее время в других проектах на настройку этого же звука, если можно создать шаблон трека? Для этого выберем нужные нам треки. Если выберем только вокал, то ревер и эхо не сохранятся. Так что выбираем все три трека. Заходим в меню Tracks и жмем на Save Tracks as Track Template. Откроется окно с директорией, где можно сохранить шаблон. Такая директория уже заблаговременно создана в Reaper. Называется она Track Templates. Придумываем шаблону подходящее название. В нижней части окна видно еще пару опций. Можно добавить в шаблон аудио айтемы, то есть записанный вокал. Понятно, что для другой песни нам не понадобятся отрывки из этой. Вторая опция — это добавить в шаблон огибающие, автоматизацию. Мне и это не нужно, ведь в другой песне и автоматизация будет совсем другая. В этот раз все, что нам нужно, это сохранить треки вокала со всеми настройками и эффектами. Сохраняем шаблон. И теперь применим его в новом проекте. Как только дело дошло до вокала, мы заходим в меню Track и выбираем Insert Track from Template. Здесь в списке уже есть нужный шаблон, сохраненный нами. В итоге подгрузился трек вокала и посылы. Там уже стоит правильный вход, режим мониторинга, все эффекты на месте и посылы тоже. Все как и задумывалось. И вот наши посылы. И вот наши посылы. А сейчас еще один пример. Вот здесь проект с кучей треков. Живые барабаны. Зелененькие. Бас, гитары, лид вокал и бэки. Ну, допустим, мы поработали с этим проектом и нам очень понравился сет барабанов. Входы, эффекты, все настроено как надо. Хорошо бы это сохранить. Выбираем все треки ударных и делаем правый клик. Появляется знакомое окно, где мы сохраняем шаблон для живых барабанов. Live Drums. Мы его так назвали. В новом проекте применить его так же легко, как и в прошлый раз. Вот пустой проект. Правая кнопка. И вызываем этот шаблон. Загрузилось все, что надо. А вот еще один пример с шаблонами. В этом проекте есть трек с несколькими записанными эффектами, звуковыми эффектами. Реверсные звуки, громкий удар. В своих треках я часто использую нечто подобное. Вместо того, чтобы каждый раз добавлять их вручную, к тому же с потерей нужного уровня, без нужной обработки, я лучше создам шаблон с этими звуками. Делаем то же самое, что и в прошлый раз. Называем соответственно. Только теперь я отмечу опцию «Include track items in template». Это позволит включить в шаблон аудио-айтемы, файлы с нашими звуками. Кроме того, если на эффектах я применяю одни и те же огибающие, их тоже не помешает включить в шаблон. Для этого вторую галку отмечаем. Сохраняем. Возвращаемся в первый проект. Выбираем трек, ниже которого нужно вставить шаблон. Жмем правую кнопку и, собственно, выбираем шаблон. Вот эффект саунд. В итоге получаем все звуки, эффекты и огибающие. Согласитесь, время экономит существенно. Это то, что касалось шаблонов треков. Теперь же поговорим о проекте. Представим, что перед нами стандартная настройка рипера, которую мы каждый раз используем, для живой записи. И еще много песен предстоит записать с теми же параметрами. Настрой на барабаны, бас, гитара и все остальное. Конечно, мы могли бы сохранить это все как шаблон трека. Но мы лучше поработаем с шаблоном проекта. Тогда появится возможность загружать все нужное сразу при старте нового проекта. Уровни, панорама, эффекты. Все сохранится. Итак, сначала удаляем все аудио фрагменты. Выделяем все. Ctrl-A на ПК или Command-A на Mac. Delete. Проверяем, все ли удалилось. Теперь можно сохранять. Заходим в меню файл. Далее, Project Templates и сохраняем. Все очень похоже на шаблоны треков, только для проекта. Если в проекте есть аудио, мы решаем, что с ним делать. Перемещать, либо копировать. Мы все удалили, так что это нам не надо. Но мы не собираем ни аудио в этом темплее. Сейв. Закрываем песню. Не сохраняем. Мы уже удалили все аудио. И при старте нового проекта можно выбрать нужный шаблон. Файл. Project Templates. И здесь выбираем Live Band Setup. Вот так, без труда и лишнего времени, мы подготовили все для записи второй песни. Можно сохранять шаблоны на все случаи жизни. Будь то электронный проект с множеством загружаемых виртуальных инструментов или, возможно, видеопроект. Неважно. Все, что мы используем часто и хотим использовать в будущем, можно сохранить в шаблонах. Если, наконец, вы поняли, что каждый раз хотите загружать один и тот же шаблон при старте нового проекта, то сохраните его как загружаемый по умолчанию. Для этого заходите в Preferences, вкладка Project, самая верхняя строчка. Сейчас там пусто. Туда нужно добавить адрес файла шаблона. Делается это через кнопку Browse, через проводник. Вот нужный файл. Все. Готово. Теперь при старте нового проекта всегда будет загружаться этот шаблон. Выбор за вами. Захотели загружать другой шаблон, поменяли адрес на новый файл. Или можно просто удалить, тогда будет загружаться обычный пустой проект. В конце концов, нужный шаблон всегда можно загрузить из вкладки Project Templates. Пока что это все. Вот так работают шаблоны треков и проектов в Reaper. Надеюсь, знания, полученные на этом уроке, помогут вам работать быстрее и эффективнее. Едем дальше. На этом уроке поговорим о блокировке в Reaper. Включается она кнопкой на тулбаре, а также в меню Options. Кроме того, используется горячая клавиша L, а для входа в меню настроек используется Shift-L. Пробуем нажать L. Кнопка подсветилась, блокировка включилась. Shift-L. И появляется меню настроек. Здесь можно выбрать пункты, на которые будет влиять блокировка. То есть мы можем выбрать только нужное, исходя из задачи. Пройдемся по списку. Time Selection. Если блокировка выключена, можно легко и просто создавать зону выделения и изменять ее. Включаем локинг. И теперь не можем создать или изменить область выделения. Это пригодится в работе над какой-то определенной частью песни, когда редактируется только материал в пределах одной области. Выключение блокировки понятно, как действует. Все возможности возвращаются. И еще раз на практике. Выбрали фрагмент, включили блокировку, и можно вырезать, вставлять, на всех треках, и при этом выделение нужной области не сбивается. Меню настроек можно вызвать и правым кликом по кнопке блокировки на тулбаре. Следующий пункт — это Loop Points. По умолчанию, зона выделения и граница лупа — это одно и то же. В меню Points видна галка. Напротив Loop Points linked to Time Selection. Подразумевается, что то, что мы выделяем, это и есть луп. Но можно сделать эти параметры независимыми. Снимаем здесь флажок. И теперь луп можно создать выделением границ на линейке, вот здесь, а зону выделения — перетаскиванием мыши в свободной зоне айтемов. Теперь луп и зона выделения — это независимые параметры. Редактируйте в одном месте, при этом луп совершенно в другом. Когда эти параметры разделены, мы можем заблокировать только зону выделения или только границу лупа. Ну, или все вместе. Вот пример с блокировкой только зоны выделения. Луп можно изменять. А это блокировка только границ лупа. Запомните, это сработает только если отключена опция «Loop Point Linked to Time Selection». Следующий флажок в списке — «Айтемы». Все параметры. Если его выбрать и включить блокировку, станет попросту невозможно перемещать, редактировать айтемы, работать с фейдами и все прочее. Сами айтемы при этом становятся серыми. Полезная штука, когда вы уже не хотите ничего изменять или боитесь сделать это случайно. У меня, например, есть код. У нас разные взгляды на сведение, и я боюсь, что он внесет свои правки, ходя по клавиатуре. Чаще всего нам не требуется настолько глобальная блокировка. Более гибкие настройки располагаются ниже в списке. Далее идет пункт «Items Prevent Left-Right Movement». Он предотвращает случайное перемещение айтемов влево-вправо. Вы не можете изменить тайминг фрагментов. Опять же, когда этап редактирования пройден, никому не хочется нечаянно задеть что-то и сдвинуть с нужного места. Далее идет то же самое, только с перемещением по вертикали, то есть с трека на трек. Мы не сможем переместить айтемы вверх-вниз. При этом, возможность перемещения влево-вправо сохраняется. Следующий пункт – блокировка границ айтема. «Item Edges». Наведем курсор на край, и он теперь даже не изменится, не позволяя внести правки. Опять же, пригодится, если не хочется случайно что-то поменять. Вот так, без блокировки, а вот так, с блокировкой. Наглядно видно, как это работает. Следующий пункт – «Item Fades Volume Handles». При выключенной блокировке мы можем свободно создавать фейды, а также редактировать их. Можем управлять громкостью айтемов индивидуально. Вот если сверху потянуть вниз, то это будет громкость айтема. Ну а при включенной блокировке понятно, что мы не сможем этого делать. Следующий пункт – «Stretch Markers». Я еще о них не рассказывал, но все равно приведу маленький пример. Блокировка выключена. Жму «Shift плюс W» и создается стретч-маркер, смещая который, мы можем растягивать или сжимать фрагменты, чтобы, например, корректировать тайминг. Редактировать материал под темп песни – это кропотливая работа, так что не мешает перестраховаться и потом отключить возможность изменения стретч-маркеров. Мы не можем отменяем изменения и смотрим на следующие пункты. Они касаются огибающих айтемов и треков. Об этом я тоже пока не говорил, но сейчас в паре слов расскажу, как работает. Создаем огибающую дубля через правый клик, вкладка «Take» и пункт «Take Envelopes». Нарисуем огибающую питча. Согласно ей, будет изменяться значение высоты. При блокировке станет невозможным ее изменять. Огибающие на треке создаются еще проще. Например, для громкости выбираем трек и жмем «V». Готово. Можно рисовать автоматизацию. При блокировке вы не сможете ее редактировать. и это будет создать атоматизацию для этого треку. Но если блокировка вы не можете его не adjust и мы не можем создать это и это параметр «Track Envelopes». Кроме того, можно блокировать регионы, маркеры и точки изменения музыкального размера и темпа. подробнее об этом также в соответствующих уроках, ну а пока объясню на пальцах. Для создания маркера выбираем нужное место, делаем правый клик и выбираем «Insert Marker». Присваиваем ему имя и его можно перемещать и изменять при выключенной блокировке. вот таким образом. Ну а при включенной блокировке понятное дело мы с ним ничего сделать не сможем. то же самое и применительно к регионам. Создаем зону выделения правый клик и жмем «Create Region from Selection». Вот появился регион, можно тоже его переименовать. Кстати, при перемещении региона двигаются и айтемы, входящие в него. Вот сейчас можно потянуть за края, изменить размер региона, передвинуть его, айтемы передвинулись вместе с ним. Ну а при блокировке все эти возможности исчезают. И абсолютно то же самое с маркерами музыкального размера и темпа. Создаются они через пункт «Insert Tempo Time Signature Marker». И здесь вы или изменяете размер, или меняете темп песни. в общем действие блокировки в этом случае также думаю понятно. Мы прошлись по всему списку, поняли, что означает каждый пункт, но полностью возможности блокировки раскрываются, если для каждого параметра назначить горячую клавишу, ну или для нескольких параметров. Для этого заходим в меню Actions и в фильтре вводим Locking. Здесь масса действий для каждого параметра. Все, что было в меню блокировки представлено и здесь. Сам я, например, всегда использую одновременную блокировку маркеров, регионов и точек изменения темпа. и под это выделил специальную клавишу. Для меня это имеет смысл, так как если уж я создал маркер или регион, то редко его меняю. А при надобности всегда можно отключить блокировку. при окончании редактирования, при переходе к микшированию, я также блокирую перемещение айтемов и изменение границ и стретч-маркеров. И тогда я не беспокоюсь, что случайно могу что-то изменить. Например, в моей работе я очень плотно работаю с таймингом барабанов и там масса стретч-маркеров. Повторюсь, если надо вернуться к редактированию, просто отключайте блокировку. Далее идет очередная демонстрация изменения границ, создания фейдов, маркеров и регулирования индивидуальной громкости айтемов. Я могу просто сделать здесь и фейдить мои гитары или регулировать мои фейды или регулировать уровень хи-хата или снэр и что-то я хочу делать во время 混зив потому что-то я не обязательно дюйс Думаю вы поняли как блокировка функционирует и насколько она может быть полезна. Это не одна из тех бесполезных опций которые используешь раз в год или реже. Применяйте ее почаще и ощутите всю выгоду. На этом занятии разберем работу с дублями и их комбинирование в рипере. Смысл этого действа записать несколько вариаций партий затем выбрать наиболее удачные фрагменты и из них составить окончательный вариант идущий в зачет. Но сначала перейдем в меню Options. По умолчанию включена опция Splits existing items and creates new takes создавать новый дубль при наслоении записи на существующий item. Для того, чтобы воспроизвести мои действия в этом уроке, проверьте эту опцию. Она должна быть включена. И еще поставьте галочку вот здесь Show all takes in lanes показывать все дубли в строчках. Так будет удобнее работать. Но ближе к делу. Запишем несколько дублей. Я сыграю на акустике, но понятное дело, вы можете записывать все, что хотите. Вокал, любые инструменты, барабаны. Итак, приступаем. Этого достаточно. Если теперь попробовать записать что-то поверх, то появится новый дубль, он же take. Теперь у нас два записанных фрагмента. Это первый, а это второй. Добавим третий. Выбрать дубль для прослушивания можно, кликнув по нему. В этой строчке видно, что играет. Take первый из трех, второй из трех и третий. Активный take будет выделен цветом. По дефолту при клике на take происходит не только его выбор, но и курсор перескакивает. При работе с дублями это не всегда удобно. Можем изменить поведение рипера с помощью модификаторов мыши. заходим в preferences вкладка editing behavior и mouse modifiers. Контекст выбираем media item. Основное действие для левого клика это выбор айтема и передвижение курсора редактирования. Мы же установим только выбор айтема select item. Вот увидите, так легче будет работать с дублями. Ведь теперь мы можем свободно выбирать тейки и воспроизведение не будет перескакивать каждый раз на новое место. Слушаем сначала. Это первый дубль, теперь второй и третий. Все предельно ясно. Кстати, можно выключить одновременное отображение всех дублей. Для этого отключаем show all takes in lanes. теперь перед нами только активный дубль. Остальные никуда не пропали. Доступ к ним можно получить, сделав правый клик и во вкладке take выбрать next take. Вот здесь. Еще можно нажать горячую клавишу T. Это переход к следующему дублю. Далее процесс выбора понятен. Ну а мы вернемся к прежнему виду с отдельными строчками. Обратите внимание на правый край айтемов. Там некоторый беспорядок. Это потому, что мы отключали запись в разных местах, и дубли получились разной длины. Эти хвосты можно обрезать, выделив и нажав delete. Затем можно растянуть айтемы до нужной длины. Как видно, при растягивании появились лупы. Если этого не требуется, делаем правый клик на take и выключаем зацикливание. Loop item source. Теперь можно адекватно подрезать правый край. Кроме прочего, Reaper дает возможность записи дублей в режиме лупа, то есть зацикленной записи. Многим музыкантам так удобнее работать. Сначала выделяем границы лупа, проверяем включено ли зацикливание, в результате при записи на каждое повторение будет создан отдельный take. Можно играть одно и то же до посинения, а по завершении выбрать самый лучший вариант. последний дубль не был записан полностью, он нам не понадобится, удалим его, почистим лишнее с левого края, и у нас снова три полноценных дубля. Слушаем все три варианта. Записывая по частям и выбирая лучшие куски, можно получить хорошо звучащую партию. В случае с акустикой мелкие огрехи не критичны, но если дело касается вокала, соло-гитары, партии струнных, то такая кропотливая работа имеет смысл. Давайте попробуем. Выключим запись и разрежем тейки на несколько фрагментов по фразам. Вы уже знаете, что для этого используется клавиша S. Причем в месте разделения появляются фейды. При монтаже нам больше подойдут кросс фейды. Так что заходим в настройки на вкладку Media Item Defaults и ставим галку напротив Overlap and Crossfade Items when Splitting. По дефолту Crossfade на 10 миллисекунд. Для наших задач пойдет. В месте разделения будет Crossfade и переход от фразы к фразе будет плавным без щелчков и тишины. Ну что, нашинкуем весь оставшийся материал. Готово. Теперь можно собрать идеальный дубль по кусочкам. Выбираем лучшую попытку в каждой фразе. Мне понравилась попытка номер один. Самое удобное здесь это возможность слушать разные варианты в контексте со всеми остальными инструментами. Незаменима при работе с вокалом, соло-гитарой или другой ключевой партией. Переходим ко второй фразе и слушаем все три варианта. Так поступаем с каждым фрагментом. Выбираем лучшие. Мы прослушали все, собрали идеальный дубль и теперь встает вопрос как все это сохранить. Тут есть сразу несколько вариантов. Первый это заблокировать айтемы. Для этого выбираем все айтемы, именно все, это важно. Правый клик, вкладка Take и опция Lock to Active Take. В итоге мы не сможем случайным кликом поменять активный дубль. Но сохраняется возможность поменять его через клавишу T. На самом деле полезная штука, учитывая, что мискликнуть и нечаянно выбрать не тот дубль проще простого. Второй вариант Crop to Active Take. Это действие удалит все фрагменты, кроме выбранных хороших. Подойдет, если вы уверены в итоговом дубле. сохраняется путь Но если все-таки вы хотите сохранить пути к отходу, то есть и третий вариант использовать компс или компилейшнс, то есть комбинирование. Через правый клик мы заходим в меню компс и выбираем и выбираем Save as new комп. Здесь можно присвоить имя. В итоге данная комбинация дублей сохранилась. И если вдруг вы что-то поменяли, то всегда можно к ней вернуться через ту же вкладку Компс. А ведь можно создать сразу несколько штук. Выберем какое-то другое сочетание дублей и сохраним его под именем Комп 2. Теперь можно быстро переключаться между двумя вариантами для сравнения. И вот когда вы полностью на 100% уверились, что собрали лучший дубль, можете оставить только активные фрагменты. Кроп 2. Active Takes Кстати, нам не обязательно отображать все дубли для создания комбинаций. Функционал при отображении в одну строчку никак не страдает. Мы также выбираем нужное, также сохраняем, также сравниваем друг с другом и также удаляем лишнее в конце. И мы можем все подождать их прямо с здесь. Комп 1, с 2 или комп 3. И они switch to what you saved. И не забывайте, что есть возможность редактировать кроссфейды вместе с клейки. Для этого используйте Shift. На этом пока все. Вот так представлены дубли и их комбинации в Reaper. В Reaper, кроме эффектов на треке, есть возможность размещать обработку и прямо на айтемах. Это делает работу более удобной. Теперь нет надобности прописывать автоматизацию для эффектов, если в разных частях песни нужна разная обработка. Все делается в рамках медиа-айтема. Сейчас я покажу, как это работает. У нас есть партия струнных. И нужно добавить эквалайзер или фильтр именно на них. Выбираем партию. Переходим в меню «Айтем», вкладка «Тейк» и опция «Show a Fixed Chain for Active Take». При нажатии откроется окно эффектов. Именно отсюда мы и будем их добавлять. Это то же самое окно, как и при работе с треком. А можно сделать правый клик на айтеме и в контекстном меню найти ту же опцию. Я сам предпочитаю использовать горячие клавиши «Shift» плюс «I». Опять же, выбираем «Айтем» и нажимаем клавиши. Выберем, например, вот этот эквалайзер «ReaEQ». Над «Айтемом» появился зеленый значок «FX». Теперь можно читать буквально. У нас есть эффект «ReaEQ» на айтеме «Strings». Выберите другой эффект, префикс будет другим. Конечно, можно поменять эти имена. Открываем окно эффектов и делаем это. «Rename FX Instance». Наш эквалайзер мы используем как «High Pass Filter». Так его и назовем. Теперь отлично видно, какой эффект на треке и что он делает. Давайте поэкспериментируем теперь с самим фильтром. Поставим трек на соло и покрутим ручки. Вот так было до. А так после эффекта. Смысл размещения эффекта на айтеме, а не на треке, был в том, что я хотел использовать эту обработку только в начале песни. А уже на такте 6 мне нужен необработанный сигнал. Делается это вот так. Ставлю курсор на шестой такт, жму Shift плюс S, айтем разделился. При этом эффект остался на обоих. Я просто удалю эффект со второго айтема, зажав Alt на ПК или Option на Mac и кликнув на зелёном значке. На первом айтеме эффект работает. В результате у нас будет переход от обработанного сигнала к необработанному на такте 6. Слушаем. Переход, конечно, рисковат, и мы сделаем его помягче. Но перед этим я покажу маленький фокус. Ударим эффекты отсюда и предположим, что на треке уже есть нужный эффект. Тот же самый Re-IQ, размещенный на треке. Затем мы понимаем, что лучше бы его перенести на уровень айтемов. Для этого открываем окно и просто перетаскиваем нужный плагин на айтем. Вот таким образом. Но на треке всё ещё остаётся исходный экземпляр эффекта, и его нужно удалить оттуда. Опять же, с помощью знакомых Alt или Option. Сделать же плавным переход между обработанным и необработанным звуком, и в этом преимущество эффектов на айтемах, можно простым кроссфейдом. Включаем кроссфейды на панели, растягиваем кроссфейд в одну из сторон в зависимости от желаемого результата. Конечно, на втором айтеме может быть не только чистый звук, но и обработанный любым другим плагином. Поменяем форму кроссфейда. Например, на вот такую, чтобы переход всё-таки ощущался. По эту сторону кросса эффект уже не активен. Вот такой простой способ делать переходы между звуками. Для ускорения работы, при надобности можно перетаскивать нужные эффекты, как вам угодно, на любой айтем. Для примера, добавим эквалайзеры на остальные инструменты. Хай-хэт и кик. Создаём кроссфейды, меняем формы. Теперь все треки обрабатываются сходным образом. Переход от хай-пэса к чистому звучанию. Вы видите, насколько удобным и гибким может быть применение эффектов на айтемах. Вместо добавления плагинов на трек и прописывания для них автоматизации, мы можем добавлять их в произвольные места и создавать плавные переходы. А если на треке создать ещё один дубль, то и на него можно добавить любые другие эффекты. Попробуем теперь с лоу-пэс фильтром. При этом первый дубль всё ещё обрабатывается хай-пэс фильтром. Переключаем дубль. Так что можно попробовать различные варианты обработки звучания прямо на ходу. На этом я заканчиваю. Вот так работают эффекты айтемов или дублей в риппере. Едем дальше. Сейчас мы изучим группировку айтемов в риппере. Группировка айтемов отличается от группировки треков, так как работает не с треком целым, а с отдельными айтемами. В принципе, мы можем управлять группой айтемов как одним целым, используя и временную группировку. Например, выберем вот этот айтем, этот и этот. Мы можем обрезать их, они изменятся все одновременно. Можем вот здесь менять громкость. Можем передвигать содержимое внутри айтемов. Причём синхронно для всех, зажав Alt на ПК или Option на Маке. Но повторюсь, всё это временная группировка. Иногда вам требуется постоянный и более гибкий в работе инструмент. Вот тогда вы используете группировку айтемов. Мы можем включить группировку айтемов, используя меню Option. Вот здесь находится флажок Item Grouping. Он по умолчанию включён, но мы можем его отключить здесь или используя горячую клавишу. Также мы можем использовать Toolbar, панель управления. Вот так выглядит кнопка Item Grouping. Сейчас она включена. Нажав на неё, можно отключить группировку. Давайте вернёмся к айтемам. Для группировки айтемов сперва выберите их. Можно использовать Shift, если необходимо выбрать стоящие рядом айтемы. Если отдельно стоящие, то зажав Ctrl на ПК или Command на Маке, кликните мышкой на нужных. Выберем эти три. Снять выделение можно, используя те же комбинации клавиш. Кликаем снова, и выделение снялось. Теперь давайте сгруппируем айтемы. Правый клик, идём во вкладку Group и выбираем Group Items. Сгруппировать айтемы. Как вы видите, для этого предусмотрена горячая клавиша G. Давайте используем этот способ. Жмём G, и все выбранные айтемы сгруппировались. Появляется значок группировки в левом верхнем углу над айтемом. Чтобы исключить айтем из группы, можно просто кликнуть на этот значок. Другие айтемы остались сгруппированными. И если мы начнём двигать их, то будут двигаться оба. Давайте разгруппируем каждый из них. И сгруппируем снова. Готово. Теперь, даже не выбирая их все вместе, мы можем управлять ими как одним целым. Мы можем перетаскивать их вниз-вверх, влево-вправо. Можем попробовать скопировать их. И, как видите, скопировался только один фрагмент. Сейчас группировка работает только для перемещения айтемов. Выбирая любой из них, мы можем перемещать всю группу, как обычно. Но если мы попытаемся сделать что-нибудь ещё, удалить айтемы, обрезать их, то это произойдёт только с выбранным айтемом, а не с группой. Если же вы хотите произвести такие действия со всеми айтемами группы, то вот первый способ это сделать. Правая кнопка, вкладка «Групп» и выбрать «Select all items in group». Когда мы это сделаем, выделятся все айтемы группы. И теперь мы можем обрезать их вместе, передвигать содержимое, редактировать уровень громкости. Мы даже можем растягивать их. Зажмите Alt на ПК, Option на Mac и потяните за край. Айтемы растягиваются и сжимаются. Но достаточно неудобно каждый раз делать клик правой кнопкой и искать нужный пункт меню. Вместо этого можно поступить так. На панели управления, вот здесь, делаем правый клик. Выбираем «Select one item selects group». Когда мы это сделаем, то каждый раз, выбирая любой айтем, принадлежащий группе, мы будем одновременно выбирать все айтемы в группе, что, несомненно, удобно. Теперь мы можем быстро управлять громкостью, перемещением, копированием, растягиванием, обрезкой. Этот способ быстрее. Если вы хотите разгруппировать айтемы, сделайте правый клик, зайдите в меню «Групп» и выберите «Remove items from group» или же используйте горячую клавишу «U». Нажали, и айтемы разгруппировались. Теперь они управляются независимо друг от друга. Сгруппируйте их снова, и они снова будут вести себя как группа. Выключим группировку на тулбаре. Теперь, даже будучи сгруппированными, айтемы будут вести себя независимо. Давайте снова ее включим. Прокачаем наши скилзы. Вырезание, вставка, удаление, копирование, перемещение содержимого, набрезка и растягивание. Таким же образом, мы можем группировать айтемы с разных треков. Разгруппируем эту группу и выберем все эти айтемы. И еще вот эти, и вот эти, и эти. Сгруппировав айтемы таким образом, гораздо легче управлять структурой проекта. Просто перемещаете группу в нужное место, копируете, удаляете, и все это будет происходить со всеми айтемами в группе, даже если они на разных треках. Снова разгруппируем их. Мы также можем делать все это и с айтемами, которые стоят отдельно друг от друга. Выберем вот этот, 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 этот и вот этот. Сгруппируем их. И теперь мы можем управлять ими как обычной группой. Двигать содержимое, удалять, вырезать и вставлять, например, вот сюда, подрезать, растягивать, изменять громкость. Группировка айтемов более гибкий и быстрый способ управления айтемами, чем выбор их отдельно каждый раз. Сегодня мы разберемся в работе маркеров и регионов в риппере. Одно из их применений — это обозначение частей песни. Вот, например, сейчас трудно сказать, где же мы находимся. Мы скроллим вперед-назад, но все выглядит одинаково. Использование маркеров для обозначения частей проекта облегчает ориентирование в нем. Давайте попробуем. Обратите внимание на такт номер два. Это интро. Кликните на начале такта два и убедитесь, что включена привязка к сетке, чтобы маркер встал точно в начало такта. Проверим привязку на такте два, на такте три. Работает. Заходим в меню Insert и выбираем пункт Marker. Существует горячая клавиша для того же действия — M. Кроме этого, мы можем выбрать пункт Marker Prompt for Name с предложением ввода имени маркера. Горячая клавиша для этого — Shift-M. Итак, мы нажимаем M, и маркер создан. А если мы нажмем Shift-M, появится меню добавления маркера, где мы можем присвоить ему имя. Теперь видно, что маркер над тактом 2 называется интро. Добавим маркер на такт 4. Делаем правый клик и выбираем нужный пункт в выпадающем меню. Давайте назовём наш маркер Verse 1, куплет 1. Добавим ещё один маркер на такте 6. Shift-M и назовём его Chorus 1, припев 1. Теперь эти три маркера позволяют нам лучше ориентироваться в проекте. Вот интро, первый куплет, первый припев. Теперь попробуем отредактировать маркеры. Можно просто перетаскивать их, двинуть куплет сюда или сюда. Также можно сделать правый клик на маркере, чтобы отредактировать его, изменить имя или позицию. мы можем удалить его, сделав правый клик и выбрав Remove Marker. Или, зажав Alt на ПК или Option на Mac, кликнуть на нём. У каждого маркера есть идентификатор ID. Кликнем правой кнопкой на первом маркере и зайдём в меню редактирования. Здесь вы можете увидеть ID маркера интро — 1. А для маркера Verse 1, куплет 1, ID будет 2. А вот здесь — 3. Вы можете видеть ID в маленьком квадратике перед именем маркера — 1, 2, 3. Это полезная штука, потому что мы можем перемещаться между маркерами, используя клавиатуру. Только не цифровую клавиатуру справа, а цифры, которые находятся над буквами. Мы можем нажать 1, и курсор передвинется на позицию маркера 1. Нажать 2 — курсор перейдёт на маркер 2. Нажать 3 — перейдёт на маркер 3. Это быстрый способ навигации и перемещения каждой из частей нашего проекта. Также мы можем перемещаться последовательно от одного маркера к другому, используя кнопки фигурных квадратных скобок. Они находятся рядом с буквой P, ну или же Z в русской раскладке. Мы можем передвинуться на один маркер назад или вперёд. Нажали левую, переместились назад. Правую — вперёд. И, наконец, мы можем перепрыгнуть на маркер с помощью транспортной панели. Делаем правый клик, выбираем Jump to Marker. Отсюда мы выбираем нужное. Интро, куплет, припев. Давайте выберем куплет 1. Теперь курсор переместился на маркер куплет 1. Это удобный способ навигации в нашем проекте. Также мы можем поменять цвет маркеров. Делаем двойной клик на маркере. Это тоже способ открыть меню редактирования. Заходим в Set Color. Нажимаем. Давайте сделаем его жёлтым. А вот этот маркер сделаем зелёным. Ну а этот оставим красным. Теперь части нашего проекта различаются ещё и по цветам. Интро — жёлтый, куплет — зелёный, припев — красный. Сделаем двойной клик на линейке между маркерами. Это действие автоматически выделит пространство между двумя соседними маркерами. Между интро и куплетом 1. Между куплетом 1 и припевом 1. Между припевом 1 и до конца песни. Также мы можем сделать это кликнув два раза на полоске маркеров. Вот здесь, здесь и здесь. Или в нижней половине линейки. Кроме того, можно добавить маркеры в процессе воспроизведения проекта. Если мы запустим воспроизведение и на ходу нажмём M, то будет создан маркер в соответствующем месте. Давайте сделаем. Так мы создали три маркера на ходу. Мы нажимали M, поэтому нам не предлагали присвоить имя маркеру. Но мы можем использовать Shift M. И тогда появится окно добавления маркера на ходу. Это хороший способ создать маркеры, даже когда проект воспроизводится. Сейчас привязка к сетке включена. Давайте сделаем здесь двойной клик. Вы видите отмеченные опции привязки к выбранному маркеру курсору. Если вот здесь стоит флажок, то айтемы могут привязываться к нашим маркерам. И даже если вот этот маркер будет стоять не по сетке, вот здесь, и мы включим привязку, то айтем всё равно привяжется к маркеру. Ну и наконец мы можем удалить все маркеры, сделав двойной клик вот здесь, чтобы выбрать все маркеры, а затем нажав правую кнопку и выбрав Remove all markers from time selection. А так как зона нашего выделения — весь проект, то нажав на «Удалить», мы удалим все маркеры. Теперь перейдём к регионам. Регионы похожи на маркеры, когда вы используете их для разметки частей проекта. Отличие же в том, что регионы — это размеченная область, а маркеры — это точечные объекты. Мы создадим регион от второго такта до четвёртого. Заходим в меню Insert, выбираем Region from Time Selection. Также мы можем сделать это с помощью горячей клавиши Shift-R. Итак, вот здесь создан регион. Мы можем присвоить ему имя. Делаем правый клик, выбираем Edit Region, и в этом окне вводим имя — Intro. Давайте создадим ещё один регион, начиная с такта 4 до такта 6. Правый клик на зоне выделения, и выбираем Create Region from Selection. Назовём этот регион Verse 1, куплет 1. А в этот раз мы используем горячую клавишу. Выделяем пространство отсюда досюда, нажмём Shift-R, называем его Chorus 1, припев 1. Теперь, как и в случае с маркерами, мы имеем поименованные части проекта — Intro, Verse, Chorus. Теперь назначим каждому региону свой цвет, чтобы сделать его более заметным. Правый клик на регионе, Edit Region, Set Color. Давайте сделаем его жёлтым. Второй сделаем зелёным. А третий — красным. Теперь, ориентируясь по цвету, будет ясно, что все куплеты зелёные, припевы — красные, ну а индра — жёлтые. Регионы можно редактировать, просто перетаскивая их. Вот здесь. Изменять их размер, сокращать, делать один меньше, другой больше. Сейчас это делается с привязкой к сетке, но это не обязательно должно быть так. Выключаем привязку, и она не работает. Мы можем удалить регионы. Для этого делаем правый клик на регионе и выбираем «Удалить». Или же, удерживая клавишу Alt на БК, Option на Маке, кликаем на нужном регионе. Вот так. Если же мы два раза кликнем на регион, автоматически выделится пространство, принадлежащее этому региону. Мы можем кликнуть здесь или на линейке. И каждый раз будет выделяться пространство региона, что упрощает процесс редактирования. Чтобы удалить малый барабан в куплете, нужно сделать вот так. Кроме того, регионы могут быть мощным инструментом для аранжировки, изменения структуры песни. Сейчас я вам это покажу, но сперва создадим несколько пустых айтемов. Не обязательно делать именно так, но это облегчит понимание того, что же происходит. Создаем новый трек, расположим его сверху, сделаем двойной клик на регионе, зайдем в меню «Инсерт» и выберем «Эмпти айтем». Делаем двойной клик вот здесь и присваиваем ему имя «Интро». Ставим флажок напротив «Stretch to fit item» для того, чтобы размер текста адаптировался под размер трека, больше или меньше. Копируем его в соседнюю часть, но переименуем в соответствии с именем региона. Verse 1, куплет 1. Проделываем то же самое для припева. Давайте перекрасим эти айтемы в соответствии с цветами регионов. Этот сделаем желтым, этот зеленым, а этот красным. Вам не обязательно делать это. Я же сделал это для того, чтобы вам легче было понять работу со структурой и частями песни. Вот интро, куплет, припев. Теперь мы можем просто перетаскивать регионы в нужные места. Захватывайте здесь и перетаскивайте куплет 1 перед интро. Передвинулся не только регион, но и все айтемы, которые ему принадлежали. Мы сделали это для иллюстрации перемещения. Вернем интро в начало и поставим припев 1 перед куплетом 1. И все его айтемы также передвинулись. Сейчас регионы одинаковы по длине, но это совсем не обязательно. Мы можем сделать куплет 1 меньше. Интро вернем на место. Теперь, если мы попытаемся переместить регион, айтемы, входящие в него, разрежутся и тоже переместятся. Переместим регион сюда и отметим, что айтемы действительно разделились и переместились. А то, что осталось, склеилось вместе без пробелов. До, после. А еще мы можем копировать регионы. Куплет 1 может быть и перед интро, и после. Зажмите Ctrl на ПК, Команд на Маке и перетащите в начало. Создана копия региона. Айди нового региона — 4, но он содержит те же айтемы, что и источник. Теперь при воспроизведении сначала отыграет куплет 1, потом интро, потом еще куплет 1 и припев 1. Давайте произведем те же действия с припевом и добавим еще. Зажмем Ctrl или Команд и перетащим вот сюда. Исходный припев на месте, но нам удалось поменять структуру песни. И, конечно же, никаких потерь айтемов при этом не произошло. Это прекрасный способ менять последовательность частей песни, ее структуру, прямо на ходу. Перемещать вот сюда, назад, вперед, копировать. Хорошее подспорье для экспериментов с проектом. Отменим изменения. Вот еще одна штука, о которой я хочу сказать. Если сделать правый клик на регионе и зайти в меню Edit Region, можно открыть Region Manager. Или сделать то же самое, зайдя в меню View и выбрав Region Marker Manager вот здесь. Менеджер маркеров и регионов выглядит вот так. Интро, куплет, припев. Можем переименовать их, сделав двойной клик на имени, быстро поменять цвет. изменить границы начала и конца. А вот моя любимая фишка. Если мы два раза кликнем вот здесь, это перенесет нас в соответствующий регион, и он будет растянут на весь экран. Например, кликаем на регион 2, и все, что мы видим, это регион 2. Кликаем на третий, эффект тот же. Это хороший способ для работы с какой-то определенной частью песни, упрощающей навигацию по проекту. Например, надо проработать интро. Двойной клик, и все, что мы теперь видим, это интро. С куплетом и припевом то же самое. Вот так работают маркеры и регионы в Reaper. А сейчас давайте изучим стретч-маркеры в Reaper. Стретч-маркеры позволяют нам изменять длину айтемов или аудиофайлов, делать их короче или длиннее для редактирования тайминга, причем не влияя на высоту тона. Их можно использовать для различных целей. Выровнять материал по сетке или выровнять его по другим трекам. Для примера, выровнять тайминг бэк-вокала по лид-вокалу. Стретч-маркеры можно с успехом применять и на маленьких айтемах, и на больших, обрабатывая последняя часть за частью. Давайте же посмотрим, как это делать. У нас есть записанный трек гитары, и его начало сыграно мимо ритма. Звучит не очень. Гитара опережает барабаны. Послушаем еще. Сейчас мы исправим это с помощью стретч-маркеров. Для создания стретч-маркера мы приблизим трек с гитарой, кликнем в месте, которое надо отредактировать, сделаем правый клик, зайдем во вкладку Stretch Markers и выберем Add Stretch Marker Add Cursor. Также это можно сделать, используя горячую клавишу Shift-W. Выбираем и Stretch Marker появляется вот здесь. Теперь мы можем перетаскивать его для растяжки аудиосигнала. Посмотрим, что происходит со всем содержимым трека. Все содержимое трека перемещается вместе. Чаще всего нам нужно совсем не это. Хорошо бы создать несколько, по меньшей мере, три Stretch Markers, пока мы не перешли к редактированию. Попробуем. Скажем, нам нужно редактировать вот эту ноту. Ставим Stretch Marker здесь и еще один вот здесь. Теперь, когда мы будем двигать средний, перемещение не затронет сигнал за пределами крайних маркеров. на вот эти зоны и эти перемещение не влияет. Таким образом, мы можем подправить тайминг или высоту отдельной ноты. Это хороший метод для создания зон безопасного редактирования. А теперь давайте отредактируем тайминг всей этой части, чтобы он совпадал с барабанами, которые, в свою очередь, стоят по сетке. Для очистки маркеров выделяем нужный айтем, правый клик, меню Stretch Markers и далее Stretch Markers in Selected Items и выбираем Remove. Это удалит все Stretch Markers в айтеме. И важно запомнить, что это не разрушающее редактирование. Все, что мы сделаем, может быть отменено и возвращено к первозданному виду. Вот еще один способ создать Stretch Marker. Он немного быстрее предыдущего. Можете использовать Shift W, если курсор в нужном месте, или модификаторы мыши для создания маркера кликом. Зажмите Ctrl Alt на БК, Command и Option на Маке и кликните мышью. Создадим еще один вот здесь. Теперь все, что находится правее того маркера, не будет затронуто редактированием. Я называю это зоной безопасности. Сейчас давайте отредактируем тайминг этой части. Увеличим масштаб. Создадим маркер вот тут и переместим, пока начало волны не совпадет с сеткой. В данный момент у нас включена привязка к сетке. Мы можем ее выключить и перемещать фрагмент свободно. Но в данном случае и для текущей задачи я включу привязку. Проведем аналогичные манипуляции с этим фрагментом. Разместим маркер и поровняем по сетке. Теперь каждый из фрагментов стоит ровно по сетке. А все, что вот здесь, не затронуто редактированием. Мы двигаем вот этот фрагмент, а этот остается на месте. Прослушаем результат. Все сыграно в ритме, но изменилась высота звука, потому что по умолчанию растягиваемые фрагменты изменяют и высоту тона. Что может быть полезно, если это сознательный эффект? Вы можете корректировать пич, высоту, выше, ниже, но для нашей текущей задачи нужно сохранить высоту тона. Делаем двойной клик на айтеме. Откроется окно свойств айтема, где следует поставить флажок напротив Preserve Pitch When Changing Rates. Теперь, меняя маркеры, мы не затрагиваем высоту, только тайминг. Прослушаем. Намного лучше. Вот еще один способ сделать то же самое вместо ручного выставления маркеров по сетке. Попробуем по новой. Выбираем айтем. Правый клик. Меню Stretch Markers. И далее Stretch Markers in Selected Items. И удаляем маркеры. Вернулись к началу. Снова вот этот вот кусок мимо ритма. Вот эта часть звучит хорошо. Ее не надо редактировать. Создадим безопасную зону. Добавим Stretch Markers любым способом. Один в конце, другой в начале редактируемого объекта. А теперь создадим маркеры в начале каждого сыгранного аккорда. Вот здесь. Вот здесь. 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 На этот оставим как есть. Теперь надо выделить зону проекта отсюда до сюда, не захватывая крайние маркеры. Левый и правый маркер безопасности. Делаем правый клик Stretch Markers и идем вот сюда. Stretch Markers in Selected Items within Time Selection. И выберем Snap to Grid. Выровнять по сетке. Теперь все маркеры привязались к сетке. Снова все звучит на своих местах. И это заняло меньше времени, чем выставлять маркеры вручную. Кроме того, мы можем редактировать и длину нот. Вот эти две ноты и эти две ноты звучат короче, чем остальные. Но мы можем сделать их еще короче. с помощью Stretch Markers. Поставьте маркер здесь и перетащите его, чтобы эта нота звучала короче. То же самое для этой ноты. Немного короче. Теперь это звучит вот так. Появился своеобразный эффект стакката. Подредактируем еще эти две ноты. И послушаем. Разница налицо до редактирования и после. Можно поступить и наоборот. Можно сделать ноты длиннее. перетаскиваем этот маркер вот сюда, а этот вот сюда. Сделаем то же самое для этих двух нот. Теперь они звучат дольше. Звучит круто. Алгоритм редактирования зависит от наших предпочтений. Если мы зайдем в предпочтение айтема по двойному клику, мы можем видеть алгоритмы, используемые для растягивания сигнала. Вот этот установлен по умолчанию. А глобально алгоритм можно изменить в настройках проекта. По дефолту используется «Эластик 3 Pro». Но мы можем поменять его для конкретного айтема. Вот здесь можем выбрать любой из этих алгоритмов в зависимости от того, что нам нужно. Каждая песня и каждый проект индивидуальны. Мы можем выбрать также опцию «Оптимайз for tonal content». Но всё же вам решать, что звучит лучше. Это зависит от материала для редактирования. Наконец, когда мы отредактировали всё, как хотели, нужно это зафиксировать. Правый клик и пункт «Glue item» «Склеить айтем». Создается новый файл, содержащий все изменения. Но это не обязательная операция. Можно обойтись и маркерами. Они обрабатываются в реальном времени. И мы всегда сможем изменить их. А если что-то не понравится, удалить. И вернуться к тому, с чего начали. Вот так работают стретч-маркеры в Reaper. Едем дальше. Сегодня я хочу показать вам управление сдвигом айтемов в Reaper. Сдвиг определяет, что же будет происходить при редактировании. Существует три варианта поведения. Заходим в меню «Опшн» и видим два из них. Ripple Edit Per Track — правка с двигом каждого трека. И Ripple Edit All Tracks — правка с двигом всех треков. Можно выбрать только один или не выбирать ничего. Выбрать можно и на тулбаре. Вот здесь. Сейчас сдвиг отключен. Нажмем один раз. Включится правка с двигом каждого трека. Нажмем второй. Правка с двигом всех треков. Посмотрим, как это работает. Сначала выключим сдвиг. Вот несколько айтемов. Они различаются по цвету и по имени. A, B, C, D. Возьмем B и скопируем вот сюда. Скопировалось. Ну, прямо поверх айтема D. Не всегда это именно то, что вам нужно. Если вы используете Reaper для работы с видео, озвучкой, как звуковой редактор или для мастеринга, то предпочли бы сдвинуть D перед вставкой B. Отменим последнее действие. И включим Ripple Edit Per Track правку с двигом каждого трека. Нажать нужно один раз. И попробуем скопировать теперь. Если теперь вставить B вот сюда, то D сдвинется вправо. Теперь у нас две копии B и D, сдвинувшиеся на ширину B. Сдвиг работает и при удалении. Удаляем копию B и D сдвинулся влево, заполняя место, где был B. Удаляем C и D сдвинулся влево на длину C. Отменим действие и вернём все фрагменты. Сдвиг работает так же и при перемещении. Переместим C и D будет перемещаться тоже. Всё, что правее, передвигается вместе. Если захватим B, то три айтема передвинутся. Ну а если A, будут перемещаться все. Вот так работает Ripple Editing, правка с двигом. Или допустим, что мы используем Reaper как звуковой редактор, виртуальную студию. Придвинем эти айтемы вплотную друг за другом и попробуем использовать Reaper соответствующим образом. Например, вот это разные части песни. Это куплет, это припев. И прямо сейчас мы можем поменять структуру нашей песни. Мы хотим узнать, как будет звучать песня без вот этой части. Если Ripple Editing, правка с двигом, выключена, то удалив эту часть, мы получим пустое пространство. И теперь нужно выбрать эти два айтема и двигать их вручную. Это излишнее действие. Гораздо быстрее использовать Ripple Editing. Включим его. Выделим B. Удалим. И увидим, что C и D сами придвинулись вплотную к A. Нет и намёка на пустое пространство в аудиофайле. Так мы можем легко пробовать разные варианты структуры песни. Естественно, мы можем проделать то же самое и с копированием. Копируем B. Идём сюда и вставляем. Получился ещё один вариант песни. D подвинулся и освободил место для B. Это классная опция для редактирования аудио и видео, озвучки, мастеринга. Она работает и в случае, если мы разрежем айтемы. Давайте разрежем C. Здесь и здесь. Возьмём этот фрагмент и удалим. И оставшиеся фрагменты соединились. Мы можем также вырезать фрагмент и вставить его сюда. Попрактикуемся ещё. Подвигаем эти айтемы. Всё работает, как и должно работать. Можем перемещать айтемы, куда наша душа пожелает. Это был Ripple Editing Per Track, правка с двигом каждого трека. Теперь разберёмся с Ripple Editing All Tracks, правка с двигом всех треков. Вот проект с множеством треков. В обычном режиме двигается только тот айтем, который мы выбрали. Ключим Ripple Editing Per Track, правка с двигом каждого трека. И все айтемы пришли в движение. Уменьшу масштаб, чтобы было лучше видно. Двигаем снейр, он двигается на всём протяжении песни. Всё потому, что выбрана соответствующая опция Ripple Editing. То же самое с удалением. Удалим этот айтем и остальные двинутся, заполняя свободное место. Можем скопировать и вставить вот сюда. И всё, что правее, сдвинется. Так работает сдвиг для одного трека. Попробуем сделать то же самое для нескольких треков сразу. Переключаем в положение Ripple Editing All Tracks. И теперь сдвиг будет работать для нескольких треков. И обратите внимание, в проекте есть регионы. Сдвиг может работать и без них, но они даны для наглядности. Смотрите. Допустим, хотим удалить припев. Выбираем один айтем, жмём Delete и весь припев со всеми айтемами исчез. Отменим. И он вернулся назад. Попробуем то же самое с куплетом. Можем сделать двойной клик на регионе. Выберется пространство региона. Кликнем на айтеме, вырежем, и куплет исчез. И айтемы, и регион. Давайте сделаем то же самое с припевом. Двойной клик здесь, выберем любой айтем в зоне выделения, удалим, и припева нет. А второе интро переместилось сюда, занимая его место. До, и после. Классный способ экспериментировать со структурой песни. Отменим последнее действие. Всё это, естественно, работает и для перемещения айтемов. Если мы потянем трек малого барабана, то всё, что справа от него, тоже передвинется. Но, если вы заметили, есть один нюанс, потому что перемещаются только те айтемы, что начинаются по сетке после того, за который тянем. Если потянем за этот айтем, с которого начинается песня, то, естественно, все айтемы придут в движение. И мы сможем перемещать всю песню, куда захотим, на такт 7 или такт 9. Но, если передвинем вот этот айтем, то сдвинутся не все, только малый и бочка. Потому что вот это, даже будучи всего лишь зацикленным куском, считается за один большой айтем. Можем решить эту проблему. если вы хотите переместить куплет или что-то подобное, просто разделите проблемные айтемы. Идем вот сюда, выберем этот айтем, зажмем Shift и выделим все нужные. Разрежем их и теперь все сработает. Будут двигаться все айтемы. Подвигаем эту часть сюда-сюда назад-вперед. С припевом то же самое. Разрезаем проблемные айтемы и двигаем все вместе. В общем, это хороший способ перемещать и весь проект целиком. Нужно, чтобы начало было на такте 3, пожалуйста. Все айтемы передвинулись, все регионы и даже маркеры. Так работает опция Ripple Editing All Tracks, правка с двигом всех маркеров. Это был урок по функции Ripple Editing в Риппере. Едем дальше. Теперь настала очередь поговорить о свойствах медиа-айтемов в Риппере. Свойства это своеобразные настройки или предпочтения для конкретного айтема. Причем достаточно гибкие в работе, потому что каждый айтем может быть настроен по-своему. Чтобы открыть свойства, выберите элемент, зайдите в меню Item и выберите Item Properties, свойства элемента, или нажмите F2. Есть способ и лучше. Просто сделайте двойной клик на айтеме. Откроется окно свойств для этого конкретного айтема. И очень удобно, что для переключения между элементами не надо закрывать окно свойств. Вот свойства айтема акустической гитары. Переходим на трек хай-хета и вот уже видны его свойства. Малый, бочка. Можем даже открыть окно для нескольких айтемов сразу. Вот их общее свойство. Давайте вернемся к первому айтему акустическая гитара. Рассмотрим его свойства. Запомните важную вещь. Все действия в этом окне не разрушающие. Мы ничего не испортим. А если что, можем всегда внести изменения, потому что исходный файл не изменяется. Начнем. Вот здесь значение позиция определяет, где располагается айтем. Сейчас выбрано измерение в тактах. Сменим позицию на такт 2. И айтем передвинется туда, четко по сетке. Запомните, чтобы изменения вступили в силу, кликайте Apply применить или ОК, что применяет изменения и закрывает окно. То есть если вы поставите тут такт 3 и просто закройте окно, ничего не произойдет. Нужно нажать Apply или ОК. Можно изменять позицию в битах, минутах, секундах или таймкоде. Теперь попробуем изменить длину айтема. Сейчас она равна 152 тактам. Изменяем на 1. Применяем. Длина айтема стала равна 1 такту. Вот здесь справа мы можем изменить параметры фейда. Fade in и fade out и их огибающие. Вы можете удивиться, зачем делать это в свойствах, если можно все это легко сделать прямо на айтеме. Это правда. Но есть одно преимущество в таком способе. Если вы смотрели видео про группировку айтемов, то помните, что можно сгруппировать айтемы, зажав шифт и изменять громкость всем одновременно, обрезать все. Но вот скорректировать фейд всей группе не получится. Тянем за фейд. Изменяется только один айтем. Так что это классный способ изменять фейд для нескольких айтемов одновременно. Сейчас фейды на разных айтемах отличаются. Разная длина и огибающие. Пройдем сюда. Никакого значения нет, но мы все равно можем изменить на нужное нам. Ведем 250 миллисекунд и подберем нужную огибающую. Жмем Apply и все изменилось так, как мы задали. Изменяем на 500 миллисекунд. Применяем. Теперь все выглядит вот так. Изменим огибающую на линейную и все фейды поменялись. Это быстрый способ поменять фейды на нескольких или сразу всех айтемах. Все сработает так же, если вы, например, захотите добавить затухание в конце песни. Нужно только знать, сколько оно должно длиться. Теперь опция Snap Offset — привязать смещение. В прошлых уроках я объяснял, что это и как работает. Курсор на левый нижний угол айтема. Когда он изменится, можем сдвинуть линию вперёд-назад. Это линия Snap Offset. Её можно использовать вот так. Помещаем в начале фрагмента, который нужно привязать к сетке. И если начнём двигать айтем, то он будет привязываться к сетке именно этой линией, а совсем не началом такта. мы можем управлять смещением и в окне свойств. Вот здесь. Вернуть в ноль и привязка снова в начале айтема. Как только сдвинем её, изменения отразятся в окне свойств. Следующий пункт меню Item Time Base — база времени элемента. По дефолту значение соответствует заданному в проекте. Его можно изменить в параметрах проекта. Вот значение по умолчанию Beats Position Length and Rate — доли позиция длина скорость. Это означает, что если мы изменим темп песни, кстати, сейчас он равен 130 и звучит вот так. Так вот, если мы изменим его на 120, то все айтемы растянутся в соответствии с новым темпом и звучать будет вот так. А если темп поднять, то прозвучит вот так. Поведение айтемов зависит от нас. Вернем темп 130 и зайдем в Project Settings параметры проекта. Сменим на Bits Position Only доли только позиция. И теперь если поменять темп на 120, айтемы останутся на тех же позициях, где были, но не растянутся. Темп изменился, позиция элементов нет. И последний вариант для этой опции — время. Если выбрать это, то айтемы не изменят положение, а сдвинется сама сетка. Поменяем темп на 100 и айтем уже не в начале такта, потому что позиция айтемов основана на времени, а не на тактах и долях. Все будет звучать так же, как и раньше. Эта опция может понадобиться вам при работе с видео или озвучкой, когда не надо растягивать айтемы или выставлять их по сетке, но нужно добавить музыку, для которой понадобится сетка и определенный темп. По умолчанию стоит настройка Beats Position Length Rate, при которой айтемы растягиваются, подстраиваясь под темп. Мы можем изменить значение для каждого айтема в отдельности. Вот здесь сейчас стоит значение по умолчанию, но мы можем выбрать альтернативные варианты. Некоторые айтемы будут растягиваться под темп, некоторые не будут. Ниже находится пункт Item Mixed Behaviour. Он определяет, что будет, если поместить один айтем поверх другого. Разрежем этот айтем. Возьмем вот этот кусок и поместим его в середину вот этого. По умолчанию мы сначала услышим вот эту часть, потом вот эту, потом вот эту, что может иметь применение. но если мы вытащим один фрагмент за границу другого, то услышим два одновременно. То же самое происходит и слева. Если они не перекрываются полностью, то будет слышно оба айтема. Если один будет в середине другого, то услышим три части. Эту, эту и эту. Такое поведение регулируется в Project Settings в параметрах проекта. вкладка Advanced расширенная и здесь видим пункт Item Mix Behavior. По дефолту стоит Enclosed Items Replace Enclosing Items. Вложенные элементы заменяют окружающие, но мы можем изменить, например, выбрать Items Always Mix. Элементы всегда смешиваются. Теперь два элемента будут звучать одновременно. Во всех случаях. И посередине, и выходя за пределы. Последний вариант этой настройки Items Always Replace Earlier Items. Элементы всегда заменяют старые элементы. Если мы выберем этот пункт, то айтемы будут проигрываться по порядку. Переместим правый поверх левого, и он заменит предыдущий айтем. Порядок соблюдается. Но эта операция не обрезает никакой из айтемов. Второй всё ещё на месте целиком. Они лежат друг на друге, как карты в колоде. Этот элемент первый, этот поверх него, а третий перекрывает второй. Своеобразный стэк. Если мы оставим значение по умолчанию, то сможем менять поведение отдельных айтемов. Вернём элементы на свои первоначальные места. Айтемы снова не смешиваются. Вот этот стал поверх первого. И мы можем поменять поведение только для одного айтема. Выберем его и применим опцию Always Mix. Всегда смешиваются. Попробуем переместить один поверх другого. И теперь они смешиваются. Даже с учётом дефолтной установки. Можно менять поведение для каждого айтема отдельно. Важно понимать, не имеет значения, что будет выбрано в этой опции, если до этого выбрано Trim Content Behind Media Items When Editing Обрезать при редактировании. Включим эту опцию и когда переместим один айтем поверх другого, то он его просто обрежет. Айтемы в таком случае никогда не смешиваются, поскольку их не поместишь один поверх другого. Лично я предпочитаю работать именно так, потому что мы точно будем слышать только один звук за раз. Так легче понять, что же играет на треке. Но эта опция по дефолту отключена, помните об этом. Вот здесь мы можем выбрать режим закольцовки айтема. По дефолту луп включен. Обратите внимание на трек бочки. Он состоит из лупов. Вот так выглядит значок лупа. Вот оригинал, а дальше идут копии. Мы можем выключить данную опцию. И этот айтем перестал закольцовываться. Снова включим, и все вернулось на свои места. Следующая опция оглушения, мютирования. Предположим, на треке гитары мы не хотим слышать вот этой ноты. Изолируем ее обрезкой, откроем свойство айтема, отметим мьют и нажмем apply принять. Айтем замутировался. Когда будет проигрываться трек, мы не услышим этой ноты. Еще одна полезная функция мутирования это аранжировка песни. Вам не надо удалять айтемы, чтобы перестать их слышать. Например, если удалили айтем, а потом передумали, то его долго восстанавливать. При нажали и мьют снялся. Но можно обойтись и горячими клавишами. Альт плюс м на ПК и опшн плюс м на маке. Нажали, пробуем, еще нажали, этот способ быстрее. Изменения отображаются в реальном времени в окне свойств. Есть несколько вариантов перевода следующего пункта. Вообще он называется блокировка. Сейчас мы можем делать, что захотим с вот этим айтемом. Двигать вперед, назад, с трека на трек. Выберем лог, заблокировать, он же закрепить. Применяем изменения и айтем заблокирован. Теперь мы не можем случайно передвинуть его, удалить, сдвинуть. Это хороший способ защитить от случайных действий нужные айтемы. Блокировка представлена не только в окне свойств. Вот эта опция блокировки более глобальна. Она работает для всех треков. Блокируют айтемы, перемещение влево вправо, вверх вниз. Наш текущий вариант действует локально. Можем залочить один, а другой оставить для редактирования. Например, вы записали барабаны и не хотите их случайно изменить, но вам все еще надо отредактировать гитару или бас. Следующая опция No Auto Fades Отключение автофейдов. По умолчанию авто кроссфейд включен. Вот его кнопка. Если мы передвинем один айтем на другой, уберем фейды, в месте их пересечения образуется кроссфейд. дубль. Но если для определенных элементов вы не хотите такого, то активируйте отключение кроссфейдов в свойствах. Примените, и теперь элементы просто смешиваются. А эти все равно создают кроссфейд. Ведь мы не меняли глобальных настроек, а только свойства айтема. вот здесь мы можем выбрать активный тейк, дубль. Сейчас у нас только один дубль, но смысл вам понятен. Да, и быстрее это сделать прямо на айтеме через кнопку T. А вот здесь ниже можно менять имя тейка. Здесь удобно менять имена элементов. Назовем наш кипер акустик гитар. Ниже находится пункт StartInSource начало содержимого айтема. Если помните, раньше я показывал вам, как с помощью Alt на ПК и Option на Маке можно мышкой перемещать содержимое айтема. Эти изменения отображаются в окне StartInSource. Если мы изменим значение на 0, то содержимое вернется в то место, где оно было записано первоначально. Даже если мы перемещали его для редактирования тайминга. Если вы хотите видеть цифровое значение или ввести его вручную, то вот нужный пункт. Ниже располагается Playback Rate, скорость воспроизведения. Она меняется автоматически, когда мы меняем темп проекта. Но можно сделать это и вручную. Значение единица — нормальная скорость. Но если поставить 1,5, воспроизведение убыстрится. Прослушаем. При ускорении поднялась высота звучания фрагмента. Она меняется пропорционально скорости. Это видно вот здесь. Увеличение скорости в 1,5 раза поднимет высоту на 7 полутонов. Если надо сохранить исходную высоту, отметьте здесь — Preserve Pitch One Changing Rate. Сохранять высоту тона при изменении скорости. Применим. Видно, что изменилась только скорость. Уменьшим скорость, поставим 0,75 и Item замедлится. Чтобы высота опять менялась, отключите эту опцию. Это ваш личный выбор. Дополнительно ко всему мы можем изменять высоту изолированно. Вот здесь. Вернем нормальную скорость и поднимем только высоту. Например, на 2 полутона. Фрагмент прозвучит вот так. Вниз на 2 полутона. Для этого введите минус 2. Pitch меняется независимо для каждого айтема. А вот здесь мы можем менять громкость и панораму айтема. Вас не должно смущать наличие двух громкостей в окне свойств и прямо на айтеме. Если изменить кривую на айтеме, она поменяется только там. А вот это значение от огибающей не зависит. Уменьшим на 2 децибела и видно, как рисунок изменился. И это изменение абсолютно независимо от редактирования огибающей, хоть и работает одновременно. То же самое относится и к панорамированию. можем переместить сигнал влево, вправо, и изменения затронут только выбранный айтем. Вот здесь располагается кнопка Normalize, нормализовать. Если ее нажать, то это выведет вот эту громкость на максимальный уровень без клипирования. Можно сориентироваться, сколько запаса по громкости у нас есть. Жмем, и видно, что есть запас в полтора децибела без клипирования. Жмем применить, и изменения вступили в действие. Можно увидеть изменение громкости прямо над айтемом. Итак, каждый раз, как только что-то изменилось, это отражается вот здесь. Уберем громкость на первоначальный уровень, и значение пропало. Ниже можно выбрать режим каналов. Наш трек моно, но если был бы стерео, можно было бы оставить нормал, поменять местами каналы, преобразовать в моно смешиванием сигналов двух каналов, или оставить только один канал, левый или правый. Можем в меню инвертировать фазу. Эта опция также представлена здесь. Меняет полярность сигнала. Ориентируйтесь на звучание при выборе. выбираем, применяем, и фаза, она же полярность сигнала, обратилась. А вот здесь кнопка, огибающая тейка, дубля. Мы не будем подробно касаться их сейчас, для этого есть отдельный урок, но помните, что управлять ими можно и отсюда в том числе. Нажали, выбрали нужное. а вот здесь мы можем выбрать алгоритм сдвига тона растяжения времени и управлять обработкой сигнала. Сейчас опция соответствует значению в настройках проекта, но можно поменять алгоритм для всего проекта или выбрать тут для конкретного айтема. Поменяем для примера. Попробуем разные варианты. у алгоритмов есть также свои опции вот здесь и можно выбрать пункт Optimize Photonal Content оптимизировать для содержимого. В этой строке указывается файл источник сигнала. Мы можем изменить имя. Также можем изменить значение section. Оно аналогично значение Start in Source вот здесь. Мы можем сместить начало оригинального файла в этом пункте. Еще можно редактировать длину фрагмента. Вот его реальная длина. Давайте поменяем ее на 1. Осталось только 1 секунда звучания. Она зациклилась. Отключим Loop. Вернем как было. Снова введем 1 секунду. И в нашем распоряжении только 1 секунда оригинального файла. Вот такие настройки есть в свойствах. Снимем галку и все вернулось. А в этом окошке мы можем перевернуть сигнал задом наперед. Теперь он будет звучать в обратную сторону. Слушаем. Так что если вам нужен такой эффект, используйте опцию Reverse. Всегда можно ее отключить. Здесь находится кнопка отображающая свойства исходного файла. Жмем на нее. и видим все данные по аудио файлу. Длина, скорость, количество каналов, sample rate и так далее. А вот тут мы можем выбрать новый файл. Это хороший инструмент. Скажем, мы монтируем видео со звуковыми эффектами и хотим заменить один звук на другой. Это легко сделать тут. Кликаете на кнопку, выбираете директорию и новый файл. И меняете. потом можно поменять начало, длину и все это отразится на новом файле. Классная штука для создания эффектов и даже музыки для видео. Следующая кнопка ренейм файл, переименовать. Собственно, она это и делает. Снизу пункт Nudge Set Сдвинуть Установить. С помощью него можно перемещать айтемы. Жмем и в выпадающем меню выбираем, что же мы хотим поменять. Выберем позицию. Подвинем на пол секунды вправо или влево. Сдвинем обрезку вправо влево. или содержимое можно скопировать айтем. Изменения здесь в миллисекундах, тактах, четвертях, линиях сетки или даже во фреймах, пикселях и длине айтема. Очень гибкий способ переместить материал. Ну и наконец, вот кнопка эффекта айтема. Они были описаны в одном из прошлых уроков. Знайте, что мы можем включить их или выключить вот здесь. Хотя намного быстрее просто нажать Shift и нажали и можно добавлять любой эффект. Ну а если что, есть и такой способ. Добавили эквалайзер. Ну и убрали эквалайзер. Вот так представлены свойства медиа айтемов в риппере. Едем дальше. Сегодня мы разберемся с огибающими и автоматизацией в риппере. Для любой автоматизации мы будем использовать огибающие. Мы можем открыть их меню вот этой кнопкой. Появилось диалоговое окно. Здесь мы можем включить нужное огибающее. здесь масса вариантов. Громкость, панорама, ширина, те же три допосыланные эффекты и мьют. Мы также можем автоматизировать посылы. Для этого создадим трек, перетащим кнопку рутин на него, и в окне появились новые пункты, где регулируется громкость, панорама и мьют именно посыла. Плюс мы можем автоматизировать эффекты. Зайдем в меню эффектов. К этому треку подключен эквалайзер. Мы можем редактировать все его параметры с помощью огибающих. Эти параметры сидят под плюсиком в окне огибающих. Кликаем и видим все доступные настройки эффекта. Но пока что скроем все лишнее, удалим лишний трек и сосредоточимся на основных параметрах. Громкость, панорама и мьют, глушение. Создадим одну огибающую на треке. Громкость. Она появится вот здесь. Хочу пояснить одну вещь. По дефолту режим автоматизации выставлен на Trim Read, обрезка чтения. Если мы отключим огибающую и посмотрим на уровень громкости трека, то он будет минус 10 децибел. Но если включим кривую, этот уровень перейдет на нее. вот здесь. Теперь значение огибающей равно минус 10. А фейдер сбросился на 0. Произошла обрезка огибающей. Повторим. У нас был уровень трека минус 10. Добавили огибающую. Уровень перескочил на нее. А фейдер сбросился. Можете воспринимать это как еще один уровень регулировки громкости. Есть огибающая и фейдер в режиме обрезки, который работает после огибающей. Запишем автоматизацию. Для этого изменим режим автоматизации. Сейчас Stream Read переключим на Write запись. Поменялись цвета на треке. Это сигнализирует о режиме записи. Можно записать автоматизацию, двигая этот фейдер, этот фейдер, или используя внешний контроллер, как я. Жмем Play и записываем. Записанное огибающее выглядит вот так. Снова жмем Play и смотрим, что происходит. Автоматизация переписалась, потому что все еще переключена в режим записи. Нужно переключить режим назад в Trim Read. Теперь можно прослушать автоматизацию. Как вы заметили, фейдеры не двигаются, потому что они в режиме обрезки. Это дает нам возможность регулировать громкость, пока воспроизводится автоматизация. А если хотим видеть работу автоматизации, то надо выбрать режим Read, чтение. Дорожка станет зеленой, и мы будем видеть движение фейдеров. Здесь и здесь. Звучит так же, но теперь видно, что происходит. теперь запишем автоматизацию панорамы. Заходим сюда, выбираем Pan, сделаем чуть поменьше. Вот здесь появилась огибающая. Переключаем в режим запись и можем писать вот этим регулятором или вот этим. Или даже здесь. Используем вот этот. панорама. Внизу записалась панорама, но к тому же переписалась громкость. Отменим. Вот так было до изменений. Так как же записать панораму, не трогая громкость? Для этого заходим в меню и выключаем пункт Arm, готовность к записи. Теперь будет писаться только панорама. А громкость будет читаться. Запишем заново. Громкость осталась, панорама записалась. Вернемся в меню. Выберем режим чтения. и прослушаем результат. Теперь срабатывает и громкость, и панорама. Можно управлять огибающими отсюда. Мы использовали меню. Но тут можно включать, выключать, оставлять только нужные, как будто это трек. также можно менять режим автоматизации по правому клику на значке. Вот они, внизу. Выберем запись. И оба трека готовы к записи. Сменим на чтение или обрезку. Пришла очередь автоматизации мьюта, глушения. Сейчас обойдемся без меню. просто кликнем правой кнопкой и выберем нужное. Появилась огибающая мьюта. Сделаем остальные поменьше, а мьют побольше. И мы запишем автоматизацию прямо здесь. Переключаем в режим запись, отключаем огибающие панорамы, но сперва я покажу вам одну настройку. Заходим в параметры рипера Preferences. Внизу находим автоматизацию и вот интересующая нас опция When recording automation and stopped. При записи автоматизации и остановке делать что? Оставаться в режиме записи Remain in right mode. Можем переключить здесь, чтобы не делать это каждый раз. И после записи мьюта режим переключится автоматически. Теперь заглушим пару нут на записи. Можем сделать это здесь и здесь. Видно, что переключилась в режим Trim Read. Прослушаем. Мы замьютировали только эти две ноты. Можем расширить область, просто растянув ее. Серый кусок заглушен, красный нет. Все слышно при воспроизведении. Еще мы можем забайпасить, то есть обойти трек автоматизации. Например, нам не нужен мьют, но нужны громкость и панорама. Нажмите вот эту кнопку на мьюте, bypass. Теперь гитара не будет заглушаться. Выключите байпас, и мьют снова работает. Можно проделывать такие штуки со всеми треками автоматизации. Плюс к этому мы можем регулировать параметры в окне огибающих трека. Можем спрятать громкость панораму мьют. Сами огибающие будут работать. Мы просто скрыли их. Вернем на место. Можем сделать их видимыми и готовыми к записи. Также отображение можно регулировать здесь. Правый клик и отмечаем галочками нужное. Если нажать эту кнопку Show All Active Envelopes показать все активные огибающие, то это и произойдет. Можно также их скрыть пунктом Hide All Track Envelopes. И удалить тоже можно. Покажем сначала все. Для удаления используется вот это меню. Выбираем Clear Envelope очистить огибающую. Сделаем то же самое для панорамы. И теперь огибающие удалены. Ну и конечно мы можем редактировать огибающие. Приблизим изображение. все эти точки можно править. Или создать новые, зажав Shift и кликая мышью. Можно их двигать. Давайте очистим автоматизацию и начнем с чистого листа. Мы создадим четыре точки здесь и переместим фрагмент огибающий между двумя внутренними точками. Они обе сместятся. Это классно работает для редактирования фрагментов. Например, подправить вот эту ноту. Делаем четыре точки и можно задать громкость только для нее. Прослушаем. Погромче. Потише. Точки можно удалить, зажав Alt на ПК или Option на Маке и кликая на них. Мы можем нарисовать нашу огибающую, зажав Ctrl на ПК и Command на Маке. Чтобы выбрать несколько точек, можно выделить фрагмент, сделать правый клик на нем и выбрать Select Points in Time Selection выбрать точки в зоне выделения. Теперь можно управлять целым куском. Вот так. Мы можем копировать и вставлять точки. Например, вот эта громкость оптимальна. Копируем, выбираем место и вставляем. Появилась новая точка с тем же значением. Для редактирования значения жмем правый клик на точке и выбираем Set Point Value Задать значение точки. Сделаем 2 децибела и огибающая изменилась. Давайте перейдем вот сюда. Создадим две точки. Установим значение одной минус 5 децибел и это значение теперь действует от точки вправо и до конца песни. Две новых точки минус 1 децибел точка двигается и по вертикали и по горизонтали. Допустим, хотим изменить время вот этой точки. Передвигаем и ненароком изменяем уровень. На ПК зажмем Ctrl плюс Shift на Маке Command плюс Shift и перетаскиваем огибающую. теперь точка двигается только по горизонтали, меняя только время. Так что можно спокойно редактировать. Громкость мы не затронем. И наоборот, нам нужно изменить уровень, а время устраивает. зажимаем те же клавиши и двигаем вверх-вниз, меняя только уровень. В нашем примере мы меняли только одну точку, но может понадобиться редактировать сразу несколько. Чтобы это сделать, просто выделите нужные и используйте те же способы перемещения. Сейчас можно двигать их спокойно, не боясь случайно изменить уровень. Также мы можем сокращать количество точек. Перейдем на этот фрагмент. Очень много точек. И корректировать каждую из них утомительно. Просто выделим фрагмент, правый клик, и пункт «Reduce Number of Points», «Уменьшить число точек». Вот здесь указываем число, которое в итоге хотим иметь. что-то типа этого. Теперь намного легче править кривую. Тащим за прямую или точку. Здесь. Малое количество точек проще редактировать. Перейдем к режимам автоматизации. Давайте перепишем автоматизацию в режиме записи. Выберем вот здесь. Все готово к записи. Все записалось. Нужно переключить режим в обрезку чтения «Trim Read». Прослушаем результат. Допустим, мы хотим, чтобы автоматизация включилась только в нескольких моментах. Для этого используется режим «Touch» касания. Переключаем. Также можно сделать это через правый клик на значке автоматизации. Теперь автоматизация работает следующим образом. Пока мы не трогаем фейдеры, она воспроизводится. Как только тронули, запись пошла. Отпустили, запись прекратилась. Давайте попробуем. Я начну двигать фейдер не сразу, а потом отпущу. Я отпустил фейдер вот здесь, а начал его двигать вот здесь. Мы переписали автоматизацию одного фрагмента с помощью режима «Touch». Воспроизведем. Вот старые части автоматизации, а вот новые. Также можно использовать режим «Latch» «Фиксация». Выберем его. Он очень похож на «Touch». Записывает, пока двигаешь фейдер, но продолжает записывать, когда перестаешь двигать. Что имеет применение, когда надо прописать автоматизацию, например, до самого конца песни. Отменим изменение. Хочу начать запись примерно вот здесь и отпустить здесь. Запись продолжится. Я отпустил фейдер здесь, но запись продолжилась. Подходит, когда вы точно знаете, где надо начать автоматизацию, но не хотите, чтобы она выключалась. В случае слэдж и тач, когда фейдер не двигается, автоматизация не пишется. Снова тач, еще иногда называют сенсор. И это определенно удобно. Не хотите писать огибающую, просто оставляйте фейдер в покое. Вот такие режимы автоматизации существуют. возвращаясь к режиму Trim Read. Как вы помните, фейдер здесь сбрасывается на ноль и влияет только на громкость воспроизведения. Его движения не записываются. Но мы можем скорректировать огибающую, управляя вот этим фейдером. эффекты от этих двух действий довольно похожи. Или сделать громче здесь, или править огибающую. Вернемся к режимам. Сейчас они завязаны на работу с отдельным треком, но не обязательно должно быть так. Перейдем вот сюда, откроем меню, видим No Globe Override, не общая коррекция. Глобальное управление отключено. Но мы можем, к примеру, выбрать для всех режим запись. И все они переключатся на него. Ну, или любой из режимов на ваш вкус. Или вернуть все назад и снова работать с автоматизацией по трекову. Здесь же можно забайпасить все огибающие. Если у вас много автоматизации в проекте, просто жмете один раз здесь и готово. Вернем все назад и теперь опять все работает. Также через это меню можно управлять отображением огибающих. Снимаем галочку Show All Active Envelopes и огибающие скрылись. Возвращаем галочку и они появляются. Сейчас каждая огибающая имеет свой трек. Откроем их побольше. Панораму, Mute. Можно переместить их прямо на трек с аудио. Правый клик на треке и выбираем пункт Show All Visible Track Envelopes Envelopes in Medial Lane. Показать огибающие на дорожке медиа. И конечно мы можем их редактировать прямо здесь. Двигать точки, удалять, создавать. Все прямо на треке с медиа. Чтобы вернуть их обратно, каждую на свой трек, делаем правый клик и выбираем Show All Visible Track Envelopes in Envelopes Lane. Показать все огибающие на дорожках огибающих. Можно перемещать на трек и отдельное огибающее. Правый клик Move to Media Lane. Теперь громкость здесь, а панорама и Mute отдельно. Переместим панораму и Mute. Давайте опять удалим их все. Можно зайти на каждую строку и выбрать Clear Envelopes, а можно кликнуть правой кнопкой прямо на огибающей. Как было сказано ранее, у нас есть два вида огибающих. Первый для треков, второй для айтемов и дублей. Выберем Item, правый клик, вкладка Take, опция Take Envelopes, огибающая тейка дубля, можно прямо здесь выбрать громкость, панораму, Mute и даже Pitch, высоту тона. Также мы можем найти их, открыв свойства айтема, два раза кликнув на него. Вот кнопка, огибающая дубля. Откроется диалог, и мы выберем Pitch. И вот она появилась прямо на айтеме. Она не должна вас вводить в заблуждение. Она работает только для конкретного айтема, а не для трека. Каждый айтем может иметь свои отдельные огибающие. давайте изменим высоту вот этой ноты. Понизим на два полутона. Создаем четыре точки, тянем вниз на два полутона. Теперь звучит вот так. Или поднимем на два полутона. Опять же. Можно делать то же самое и с громкостью, и с панорамой, и с мьютом. Удалим питч. Добавим громкость. А теперь внимание. Огибающая дубля работает до эффектов, при эффектах. Так что если мы добавим компрессор или другой эффект, работающий с динамикой, и он где-то будет слишком жестким, то можно исправить это огибающей. Ведь она сработает до того, как сигнал пойдет в компрессор. Например, погромче сделаем вот эту ноту, чтобы звучало так же, как соседняя. То же самое для этой ноты. Выправляем динамику до посыла на компрессор. Граммка вата. Можно откорректировать все нота за нотой. Или, например, начало звучит слишком резко. Сделаем своеобразный фейт, чтобы звучало помягче. Уберем немного в начале. Правим на наш вкус. Так было до слишком резко, а после звучит помягче. Очень правильно и удобно делать такие вот штуки до посыла сигнала на эффекты. Как я говорил в уроке по группировке треков, VCA-треки и групповые треки ведут себя с огибающими по-разному. Сейчас покажу. Создадим новый трек. Он будет мастером. Откроем меню групп, сделаем его мастером, а остальные слейвами. Это пример обычной группировки треков, не VCA. Если мы двинем фейдер на мастере, на всех подчиненных треках фейдеры тоже сдвинутся. Но если мы нарисуем на нем огибающую, то на слейв треке влияние она не имеет. Переключим на чтение и проверим. Видим, на этих треках ничего не происходит. Огибающая на мастере не изменяет поведение слейвов, только передвигает фейдер мастера. Способ решения этой проблемы давайте очистим автоматизацию это автоматизировать все треки вместе. Снова добавим на мастер громкость. Сделаем это горячей клавишей V или P для панорамы. Этот способ быстрее традиционного. так вот теперь надо выбрать режим автоматизации именно на мастер треке. Режим запись и все слейвы перешли в этот режим. Теперь если вы будете писать автоматизацию только на мастере, она запишется также и для всех подчиненных треков. по большому счету потом мастер можно удалить вообще. Автоматизация перенесется на каждый трек. Работает. Важно это помнить и понимать. VCA работает по-другому. Отменим последние действия, разгруппируем треки сделаем первый трек VCA мастером, а другие VCA слейвами. Этот трек тоже контролирует громкость, но не влияет на фейдеры подчиненных треков. Поскольку работает он не с фейдерами, а с уровнем усиления входного сигнала на каждом треке. И если теперь прописать автоматизацию для VCA мастера, то она будет воспроизводиться. Включим на мастере режим запись. Обратите внимание на слейвы. Их режим не поменялся. Это и не нужно, ведь работают они независимо. Запишем автоматизацию на VCA мастер. Мы слышим ее. Но она не переносится на уровень подчиненных треков, как это было с группой. Можем добиться такого эффекта, используя экшены. Заходим в меню, набираем VCA, и вот два действия, которые нам надо. Первый из них переносит автоматизацию на уровень слейвов. Автоматизацию мастера обнуляет. Смотрите. автоматизация перенеслась. Сделаем поменьше. Вот так было до огибающая здесь, а после стало вот так. Это мощный инструмент для работы, и я покажу вам почему. Это позволяет создавать трим-автоматизацию в риппере, чего не было в предыдущих версиях. Без этого вы могли обрезать уровень автоматизации фейдером в режиме Trim, но не могли записать новую и скомбинировать со старой. Но с VCA-треками у вас все получится. Отменим последнее действие. Я вам покажу, как это использовать. Удалим мастер, а остальные сгруппируем. Создадим новый трек, переместим сюда, и откроем для него огибающие громкости. Он будет VCA-мастером, а вот этот VCA-слейвом. Мастер слейв. Теперь, когда мы запишем автоматизацию для мастера, сможем перенести ее на слейв. Сделаем это. Включаем режим записи, пишем. Теперь переместим на слейв. Меню, экшен, действие, автоматизация переместилась. А сейчас можно попробовать записать еще одну автоматизацию на мастер. Режим записи, записываем. Теперь эти огибающие будут работать вместе. Воспроизводим. Слышно обе? Можем делать это сколько нужно. Знакомые действия, меню, экшен, нужный экшен, и огибающие смешались. Именно смешались, а не заменились. Вот так было до. Это смешалось с этим. Отменим. Получилось сочетание двух. Мы создали Trim автоматизацию. Можно сделать это снова. Столько раз, сколько надо. Делаем то же самое. В итоге все добавится в общую огибающую. В паре слов так работает Trim автоматизация. Сегодня мы разберемся в работе MIDI в Reaper. Скажем, нам надо записать пианино. Создадим новый трек. Сделаем побольше. Установим MIDI-вход для наших клавишных. Заходим сюда. Сейчас стоит вход аудио. Мы выберем MIDI. Вот моя MIDI-клавиатура. Выберем All Channels. Поставим трек на запись. Я играю на клавиатуре. Вы видите MIDI-инпут. Сигнал есть. Теперь давайте подключим какой-нибудь инструмент на этот трек. Заходим в меню эффектов, вкладка инструменты. Я выберу вот этот Piano One от Sound Magic. Он бесплатный и звучит классно. Выбираем. Появился инструмент. Не будем мудрить с настройками, даже сейчас он звучит хорошо. Чтобы услышать себя, установим режим мониторинга. Идем сюда, правый клик, Monitor Input, то есть просто включили. миди-клабиатуру, я использую приложение MidiKeys. Вот. Как только я играю, вам видно, что я нажимаю. Запишем партию пианино. Но до этого я включу метроном. Вот здесь. Нажмете правую кнопку и попадете в настройки метронома. Я выключу метроном в процессе проигрывания и отчет перед проигрыванием. Он будет отчитывать перед записью и кликать во время. Но мне понадобится только один такт отчета перед записью. Нажму запись и метроном работает. Итак, запишем партию. это был не лучший дубль. Я не пианист, но мне приходится это делать. Теперь у нас есть медиа-айтем и мы можем управлять им как айтемом. Подрезать вот здесь поближе сделаем. Разделять, вырезать, вставлять. Все, что можно делать с медиа-айтемом, можно и с миди. Для редактирования нод нужно перейти в редактор. Есть два редактора на выбор. Первый из них открывается правым кликом. Вот эта вкладка и выбираем Open in Inline Editor. Открыть медиа-элемент в редакторе. Также можно использовать клавишу И. Нажмем И. Айтем примет такой вид. Прямо здесь мы можем редактировать ноты. Выбирать, удалять, подрезать, менять длину. Двойной клик для удаления. Копируем мы с помощью Ctrl на ПК или Command на Маке. Многое можно сделать прямо на месте. Можно удалить ошибочные ноты. Двойной клик. И вот эту тоже удалим. Но если мы хотим вносить более глобальные правки, то нужно использовать полноценный редактор. Выключим этот, снова нажав И. Правый клик. Переходим на вкладку. Выбираем Open Items in Build in MIDI Editor. Встроенный MIDI редактор. Его можно открыть, просто сделав двойной клик на айтеме. Вот так он выглядит. Здесь мы можем сделать намного больше, чем в том. Приблизим. Можем менять velocity, скорость нажатия каждой ноты. Мы можем управлять несколькими нотами, захватив нужные и отредактировав. Вот так. Изменить длину. Двойной клик удалит ноту. Можем нарисовать новую ноту и растянуть ее. Также можно копировать, вырезать, вставлять. Выберем вот эти три, вырежем и вставим вот сюда. Увидеть значение velocity можно внизу. Сделаем видимой вот эту панель. Вот velocity трех нот. Каждая подсвечивается. Можем править перетаскиванием вверх-вниз. Но также нам доступны и другие характеристики. Вместо velocity выберем pitch, например. Все доступные пункты перечислены вот здесь. можем скрыть панель, чтобы для нот было больше места. А вот здесь piano roll, где видны наименования нот. Нота вот здесь, это нота здесь. Вот эта нота до. Она подсвечена. Миди-редактор сейчас закреплен в докере. Находится в том же окне, что и проект. Но мы можем разделить их вот этой кнопкой. Жмем и теперь редактор в отдельном окне. Нажмем опять, опять прикрепим. Как видите, есть отдельный тулбар для миди. Привязка и сетка здесь работают абсолютно независимо от вот этих. Здесь отключим, там осталось. И наоборот. сеткой то же самое. Можем менять сетку здесь, целые, четверти, восьмые. Когда привязка включена, миди-ноты будут притягиваться к этой сетке. Попробуем подрезать вот эти. Они стали по сетке. Таким образом, мы можем вычистить партию от ритмических ошибок. Но самый лучший способ сделать это квантизация. Зум аут. Вот здесь кнопка для нее, большая красная кью. Жмем, открывается диалог. Можно просто нажать кнопку кью. Откроется то же окно. Сеттингс есть два варианта. Использовать сетку, вот эту, или ручной способ, который открывает больше настроек. здесь выбираем как квантизовать все ноты, выбранные или события. Справа выбираем квантизуемую характеристику ноты. Только позиция, начало и конец, начало и длина, только конец и только длина. Выберем позиция и конец. Я точно знаю, что ноты в моей партии кратны восьмой, но можем переменить и на шестнадцатую и на четверть. Для моей партии подходит восьмая. Можно выбрать просто восьмую, восьмую триоль с точкой и свингованную, смещенную. Мы выберем обычную, а вот здесь регулируется сила или точность квантизации. Поставим ноль и эффекта не будет. На 50% отквантизуется наполовину. То есть, если ноты будут мимо сетки на 100 миллисекунд, то придвинутся они на 50. По дефолту стоит полная квантизация 100%. В итоге все ноты будут на сетке притянутся к ближайшим восьмым. Ниже мы выбираем, могут ли ноты передвинуться влево, вправо, могут ли они подрезаться или растягиваться, shrink, grow. В нашем случае оставим опции включенными. Если вы обратили внимание, как только мы что-то поменяли, ноты изменились сразу. Мы можем слышать и видеть результат, не закрывая этого диалога. Квантизация происходит в реальном времени. Нам не надо подтверждать изменения. Конечно, вот здесь видно кнопку подтвердить, commit, но не стоит ее нажимать. Квантизация уже произошла. Жмете ОК, прослушиваете, а если не понравилось, возвращайтесь в меню и редактируйте. Не квантизовано, квантизовано. Всегда можно вернуться к первоначальному варианту. А если бы нажали commit, первоначальный вариант переписался бы. Так что жмем ОК и слушаем. Намного лучше, но концы нот все же не в тему. Давайте захватим вот эти ноты и растянем их на такт. Вот эту сделаем длиннее. то же самое с этими вот этими слушаем. Сделаем верхний голос, то есть мелодию потише. Выделим и прикрутим громкость. это тоже. Звук будет помягче. мне кажется, звучит хорошо. Кроме привязки к сетке, мы можем привязаться к музыкальному ладу. Вот здесь. Ставим галку и выбираем тональность. Выберем ля минор. Теперь, если мы попытаемся передвинуть высоту ноты, она будет попадать только на ноты, которые в тональности. Перетащим вот эту, например. Все эти ноты относятся к ля минору. У нас просто не получится выбрать неправильную. Это очень удобно, когда создаете гармонию. Скопируем эту ноту вот сюда. Мы, по сути, гармонизуем мелодию, верхний голос. Теперь вот эта нота. Очередь вот этой. Вполне себе хорошо. Кроме того, мы можем выбирать аккорды. Отменим изменения. вот в этом пункте выбираем нужный. Например, минорное трезвучие. Теперь доступны звуки только из этого звукоряда. Попробуем скопировать снова. Получился аккорд. и здесь еще много аккордов для выбора. Давайте вернемся в окно проекта. Когда мы записываем миди, то имеем дело с несколькими режимами записи. Сейчас мы использовали обычный рекорд, инпут аудио о миди. Но есть несколько вариантов только для миди. вот здесь. Можем поставить овердап наложение, реплейс замена, тач реплейс сенсор замена и лэч реплейс фиксация замена. Сейчас поясню. В данный момент используем вот этот режим. Если соберемся записать миди поверх этого айтема, создастся новый айтем, перекрывающий первый. Но если выберем другой режим, например, миди овердап и запишем что-нибудь, перекрытия не будет. Две миди партии просто сольются в одну. Давайте попробуем. Но сначала я покажу вам еще одну опцию. Правый клик. Мы можем выбрать Track Recording Settings Input Quantize Format Настройки записи трека. Если мы откроем этот диалог, можно будет производить квантизацию прямо в процессе записи. Выбираем вот это, потом длительность, восьмые, шестнадцатые, четвертые, выберем восьмые. Квантизация происходит на ходу. Мы не сможем отменить эти действия и вернуть оригинал, поэтому убедитесь, что вам точно нужно квантизовать при записи. Теперь давайте запишем пианино прямо поверх предыдущего айтема. партия записана и она стала итогом комбинирования двух, а не замещения одной партии другой. Вот, это видно в редакторе. Мы использовали квантизацию при записи, она же входящая квантизация, поэтому все ноты уже стоят по сетке. Попробуем другие варианты. Отменим изменения. Следующая опция MIDI Replace замена. При записи то, что мы пишем, заменит старые ноты Вайтами. Изменения вносятся в уже существующую партию. Это полезная функция для панч-инов вставок записи. Выберем режим записи Time Selection Auto Punch. Выделим вот это, второй аккорд. Я нажму запись и записан будет только он. Потому что выбран соответствующий режим записи MIDI Replace. А вот эти части останутся нетронутыми. Результат виден. Переписалась только середина. Так работает Replace. Отменим. Теперь очередь Touch Replace. Punchine будет создаваться только там, где вы играете. Как только вы коснетесь клавиш, Reaper среагирует. Очень похоже на режим Touch для автоматизации. Когда вы перемещаете фендер, он пишется, не перемещаете, не пишется. Если, конечно, вы не используете специальные клавиши инструменты. Сделаем то же самое, что и прежде. Перепишем второй корд в режиме Touch. Punchine работал только, когда я играл. Вот здесь я начал играть, а вот здесь бросил и произошел Punch-Out. И последний вариант MIDI Ledge Replace. Он работает так же, как Touch, только не отключается, когда перестаем играть. Еще раз, до Punchine не пишет, после пишет всегда. Вот такие режимы записи MIDI существуют. Знаете, что если сделать двойной клик на item, перейти в редактор, то можно поменять его внешний вид на свое усмотрение. Делаем правый клик, переходим на меню View, и можно сменить Piano Roll на список MIDI событий. Теперь ноты отображаются вот так. Используйте по желанию. Я забыл сказать, что вы можете замьютировать ноты. Отмотаем назад. Допустим, написали вот такую партию гармонизацию. И вы не уверены в гармонизации до конца, но не хотите удалять вот эти ноты. Вдруг передумайте. Вместо удаления делаем правый клик и выбираем Mute. Это заглушит только выбранные ноты. теперь они не слышны. Если мы передумаем, можно их вернуть, снова выделив и отключив Mute. Полезная штука. Вот так представлена работа MIDI в Reaper. Едем дальше. Сегодня речь пойдет о Media Explorer или в некоторых русских переводах библиотеке Media. Чтобы открыть его, надо зайти в меню Wid, View. Также предусмотрены сочетания клавиш Alt плюс Ctrl плюс X на ПК, Option плюс Коммент плюс X на Маке. Выберем и он откроется внизу экрана. Сейчас он закреплен на основном экране, но это не обязательно. Можем сдвинуть проводник куда захотим. Теперь это отдельное окно, но мы закрепим его снова. Так будет удобнее работать с ним и с проектом одновременно. Одна из функций Explorer — добавлять Media Items в проект, например, видео, аудио или даже MIDI Items. Знаю, мы можем делать это прямо из директории, просто перетаскивая файлы, но Explorer имеет гораздо больший функционал, тем более его так легко открыть и закрыть. Рассмотрим поближе его работу. Если мы откроем директорию Desktop, папку Sound Library, то найдем там множество файлов с аудио. Если мне надо добавить их в проект, то отсюда мы сделаем это легко и быстро. Правый клик, выбираем Make Database From Folder, создать базу данных из папки. Эта команда создает базу данных со всеми айтемами. Все, что там есть, будет в списке. Можно вводить значение фильтр и искать нужные айтемы. Ввели кик, и все кики показались. Снейр, остались только звуки малого. Нам не обязательно иметь базу данных. Давайте удалим ее. можно просто сделать шорткат, ярлык. Правый клик на папке, выбираем Add to Shortcut List, добавить в список быстрого доступа. Это переместило папку вот сюда. Мы получаем легкий доступ к нашим папкам и под папкам. Но даже используя шорткаты, мы можем искать в фильтре. Снова вводим кик, и все звуки бочки появились. Плюс одноименные папки. Выбор ваш. Использовать папку как Database, базу данных или Shortcut, ярлык быстрого доступа. Можно сделать их сколько угодно. Удалить их тоже можно легко. Правый клик, выбрать Remove. Вернем назад в Shortcut. Давайте разыщем звук, который вы хотите добавить в проект. Заходим в папку, в ней несколько звуков. Выберите, нажмите Play и услышите содержимое. Можно также выбрать автовоспроизведение. Файл будет проигрываться сразу при выборе. Еще можно использовать пробел. Выбрали, нажали. в итоге слышим содержимое. Можно зациклить фрагмент вот здесь. Теперь он будет воспроизводиться снова и снова. Внизу кнопка Routing. Она отвечает за канал, через который звучат фрагменты. По дефолту стоят главные выходы звуковой карты. но мы можем назначить наушники или другие доступные выходы. А вот здесь вверху классная опция Play through selected track играть через выбранный трек. Сейчас покажу как работает. Создаем новый трек повесим на него эффект например ResFilter и допустим вы хотите прослушать звук с этим эффектом. Например вы точно знаете что трек должен быть обработан ревером дилеем или даже этим фильтром. Теперь можно прослушать звук с эффектами всего лишь выбирая его а не добавляя в проект. Выбираем трек кнопка Routing и выбираем Play through selected track. При воспроизведении звука он будет проходить всю обработку на треке. Спанорамируем влево прозвучит слева. Классная возможность если мы знаем что придется обрабатывать звуки каким-то эффектом ведь теперь выбор можно делать на основе звучания. удалим трек и переключим выход на главный. Можно отредактировать уровень громкости прослушивания вот этим фейдером. но это только для прослушивания. Он не влияет на громкость при добавлении звука в проект. Вот здесь опция Tempo Match Off совпадение темпа. В нашем случае звуки представлены лупами и программа подгонит их под темп проекта растянув или сжав. Иначе просто не будет звучать как надо. Переключим опцию в режим On и луп звучит вот так. Быстрее, чем оригинал. Если выберем Tempo Match Half, то луп перейдет в половинный темп Half Time. Можем наоборот переключить в Double Time. Гибкие настройки. Если опция включена, при добавлении звука в проект, он будет в темпе. Давайте импортируем звук. Есть несколько способов. Правый клик на нем, опция Insert Into Project, on a New Track, вставить в проект на новый трек. Но сначала поместим курсор точно по сетке на такт 2. Знакомое действие, правый клик, нужная опция, и луп появился на новом треке. Четко на такте 2. Прослушаем. Все четко в темпе, потому что мы выбрали вот эту опцию. Есть еще несколько способов импортировать звуки. Удалим это. Можем перетаскивать звуки прямо из этого окна на панель треков. Тоже создается новый трек, но файл помещается в начало проекта. Также можно добавлять файлы на уже существующие треки. Перетаскиваем на дорожку, отпускаем кнопку, файл разместился на предварительно созданном треке. Также можно перетаскивать файлы прямо на дорожку даже без созданного трека. Там, где мы отпустим кнопку, там он и расположится. Но мой любимый способ это двойной клик. Ставим курсор куда надо, двойной клик, и все произошло. Если вы заметили, трекам, которые создаются, автоматически присваиваются имена, зависящие от имени импортируемого файла. Этот трек называется Drum Beat, так как файл назывался Drum Beat. Еще можно менять pitch, высоту тона. Удалим этот трек, и допустим нам надо изменить сэмпл кика. Выбираем нужный звук. Давайте вот этот выберем. Звук показался нам слишком низким, и вот здесь мы можем его править. Причем в широких пределах. При импорте в проект питч сохранит изменения и будет звучать выше. Прослушаем. Заметьте, скорость Rate тоже изменилась, потому что мы случайно оставили вот эту опцию включенной, Tempo Match On. Но в этом нет большой проблемы. Все, что мы импортируем, Pitch, Rate и другое, можно изменить в свойствах айтема. Двойной клик на айтеме. Вот видим Pitch, а вот скорость воспроизведения, Playback Rate. Возвращаем в 0, Pitch оставляем. Теперь сэмпл звучит на той же высоте, но не растянут во времени. Можем снова поменять Pitch, например, сделаем 4. 4. Все, что мы делаем здесь, это неразрушающее редактирование. Можно всегда вернуться к первоначальному варианту. Удалим. Еще одно преимущество использования Media Explorer, кроме простоты перетаскивания файлов, это то, что мы можем импортировать только часть аудио или видео файла. Зайдем обратно в лупы и выберем пианино. Прослушаем. Фраза слишком длинная, но допустим, мы хотим использовать только первую часть и закольцевать ее. Можно сделать это в Media Explorer. Выбираем нужный звук, подрезаем под нужный размер проверим, чтобы был включен луп. Слишком коротко передвинем, приблизим и выставим идеальную границу. Луп получился четкий, но короче, чем исходный файл. так что мы перетаскиваем только нужную часть на дорожку и помещаем ее на начало такта. Импортировалась только она. Зацикливание по умолчанию включено, так что растянем айтем и увидим, что зациклилась только выбранная область. Луп не включает вот эту часть файла, файла, а только первую часть. Замутируем несколько треков, чтобы лучше слышать пианино. теперь в нашем распоряжении только половина фразы. вот это. Этот прием круто сработает, когда надо из одного аудио вытянуть несколько сэмплов. Нет надобности добавлять его весь. Открывайте это окно и перетаскивайте то, что нужно. Это также удобнее, чем добавлять файла из директорий. Вот так работает Миди Эксплорер в Риппере. Едем дальше. Сегодня мы поговорим о таком понятии, как пул проекта. Для того, чтобы открыть нужное окно, заходим в меню View Вид и выбираем Project Media FX Bay. Также можно использовать горячие клавиши. На ПК это Ctrl плюс B, а на Маке Command плюс B. Нажимаем и появилось окно пула проекта. Сейчас оно закреплено в докере, но, как и любые окна, его можно сделать плавающим. Выбираем вот эту опцию и теперь окно отдельно. Но мы его пока вернем в докер. Таким образом, нам просто будет легче работать. Мы будем одновременно видеть и проект и его пул. На первый взгляд, похоже на Media Explorer, библиотеку Media. Вот здесь список файлов, но на самом деле есть большие различия. Пул проекта работает только с теми файлами, которые задействованы в проекте, а библиотека Media работает со всеми файлами на компьютере, даже с теми, которые не в проекте. И уже с компьютера вы можете загрузить все в проект. В этом же окне отображаются уже загруженные файлы. Все файлы в этом списке это это отражение вот этих айтемов, всех-всех-всех файлов в проекте. Хотя, если мы захотим импортировать в проект какие-то файлы, то можно это сделать и через это окно. Нажимаем вот здесь Media Explorer и вызываем уже знакомое меню. Закроем это окно. С библиотекой Media мы разобрались в прошлом уроке. Сейчас же поближе рассмотрим пул проекта. Первая вкладка называется Source Media — Источник Media. Там перечислены все файлы, которые входят в проект, два файла акустической гитары, барабаны. Как я уже успел много раз сказать, это файлы, которые в проекте. Следующая вкладка называется Media Items — Media элементы. На первый взгляд, совершенно одинаковая с прошлой. Мы имеем по одному файлу на каждый айтем. Но всё изменится, если мы, например, разделим какой-то айтем. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Теперь видно, что в список добавилось больше айтемов акустической гитары. Каждая строка вот здесь отражает какой-то айтем вот здесь. Но если перейдём на вкладку Source, то увидим, что файлы не поменялись. Эти имена указывают не на айтемы, а именно на файлы. Вы же понимаете, что разделяя айтем, мы не создаём новых файлов, мы просто создаём указатели на новые айтемы, которые как раз и представлены во второй вкладке. Но, в принципе, в большинстве случаев и первая, и вторая вкладки ведут себя достаточно похоже. Давайте склеим айтем обратно. Посмотрим, что же можно сделать в этом окне. Первое — это мы можем заглушить, замьютировать файлы. Хотим выключить гитары, выбираем обе строчки, правая кнопка и пункт «Мьют». В итоге акустические гитары замьютировались. Вы, наверное, удивитесь, зачем же делать это именно в пуле проекта, если можно замьютировать отдельно айтемы. Вы совершенно правы, но в очень загруженном проекте достаточно сложно найти нужные айтемы. У нас может быть 12-15 треков с гитарой. И вместо того, чтобы разыскивать каждый по отдельности, можно просто сделать это в пуле проекта. Используем фильтр, вводим акустик гитар и остались только нужные файлы. Выбираем и мютируем. Достаточно удобно. Просто помните о такой возможности. Иногда удобно мютировать именно через пул проекта. Точно так же это работает со вкладкой «Медиа айтем». Вводим кик и остаются все айтемы, в имени которых есть слово «Кик». Кстати, фильтр одновременно работает и для вкладки «Сорс Медиа». Очистим строку фильтра. Следующее, что можем увидеть с этой таблицы, это путь к файлу. Вот здесь вот. Вы видите, что наш проект достаточно хорошо организован. Все файлы лежат в папке «Сонг Гуан». И если здесь вы увидите файл, который находится где-либо еще, то может возникнуть проблема, когда, например, вы решите бэкапнуть папку с проектом, но некоторые файлы не бэкапнутся. Чтобы такой ситуации не возникло, кликните правой кнопкой и выберите во вкладке «Мув копи» «Копи файл to project медиа директори». Скопировать файлы в директорию проекта. Таким образом, ваши файлы будут всегда упорядочены и находиться в одном месте. Также можно все это сделать через настройки. Заходим в «Ripper Preferences», вкладка «Медиа», и там отмечаем галочкой «Копи imported media to project media directory». По умолчанию эта опция отключена. Это значит, что если вы добавили в проект звуки из других папок, то там они и будут храниться, а совсем не в папке проекта. Ну и естественно, если вы выберете эту опцию, то каждый раз, когда вы будете что-то добавлять в проект, эти файлы будут копироваться в папку проекта. Лично я советую включить эту опцию, хотя по умолчанию она отключена. И помните, на всякий случай, если что, можно всегда это сделать из пула проекта, как я уже раньше показывал. Теперь все ваши файлы в одной папке. Также в этом окне можно прослушивать наши файлы. Жмем вот здесь на эту зеленую кнопку. Это был хай-хэт. Теперь бочка. Или малый барабан. Это быстрый и удобный способ прослушать наши фрагменты. Также можно регулировать громкость воспроизведения. Она влияет только на прослушивание. Характеристик файла не меняет. Дело дошло до опции Usage. Используется. Правый клик. И в этом списке видим все айтемы хай-хэта, которые используются в проекте, а также их места в проекте. Каждый раз, когда мы добавляем что-то в проект, это будет также отражаться и в этом списке. И обратно. В этом списке можно выбирать наши айтемы. Выбираем этот. Вот он подсвечен. Удобный способ найти определенные айтемы в проекте. Например, правый клик Usage и видим, что вот этот айтем располагается вот здесь в проекте. Следующая опция это Rename File, переименовать файл. Я не рекомендую переименовывать файлы источники, потому что может возникнуть проблема. Допустим, вы сохранили Mix 1, потом изменили имя файлов и сохранили уже проект под именем Mix 2. Так вот, когда вы вернетесь к Mix 1, Reaper просто не узнает новых имен файлов, ведь вы успели их переименовать. Так что, если не уверены в своих действиях, лучше этого не делать. Вместо этого можете переименовать имена айтемов. Вот здесь те же самые действия. И здесь мы можем поменять имена, которые будут отражаться в окне проекта. Вот здесь. Следующая опция это Retain Remove — сохранить, удалить. По умолчанию файлы удаляются, если мы удаляем их из проекта. Если мы, например, возьмем хай-хэт и удалим его, то он же не будет отражаться в окне медиа-элементов и в окне Source Media. Этот файл все еще находится на жестком диске. он не стерт, но в проекте его нет. Мы можем изменить это поведение по умолчанию. Для этого отменим действия, сделаем правый клик и выберем Retain — сохранить. Теперь, даже если мы удалим айтемы из проекта, они все равно останутся в обоих окнах и в Source Media и в Media Items. визуально изменения проявятся во втором столбце. Вместо слова Active появится слово Available. Вернем айтемы обратно и видим, что состояние изменилось на Active. Теперь сделаем гитары слышимыми и во втором столбце их состояние также изменилось на Active. Но вернем установки по дефолту — удалить из пула, если удалено из проекта. Следующая опция вот здесь — Replace in Project — заменить в проекте. Это достаточно мощный инструмент, который позволит вам заменить некоторые звуки, сохраняя их положение в песне. Допустим, мы хотим заменить звук бочки в проекте. Переходим в Kick. Можно делать это на вкладке Source Media или Media Items. Правый клик переходим во вкладку Replace in Project и выбираем или отдельный айтем, или же все примененные айтемы. Причем можно использовать и те звуки, которые уже присутствуют в проекте, и те, которые находятся у вас на компьютере. Давайте добавим файл с компьютера. Появится вот такое меню, в котором мы как раз можем добавить нужный файл. Заходим в папку Drum Sounds, выбираем там 909-ю библиотеку и, например, вот этот вот звук бочки. Ну что же, в итоге все айтемы в проекте заменились. Раньше было вот так, после изменений вот так. Причем, как вы видите, изменился каждый айтем бочки. Обратите внимание, в файле источников мы не находим старых файлов Кика, потому что раньше была выбрана опция при удалении из проекта удаляйте файлы. Давайте отменим изменения. Мы вернули старый Кик. Теперь выберем опцию Retain Сохранить. И вот теперь давайте попробуем снова заменить этот файл. Переходим в известные менюшки. Выбираем тот же самый файл 909-й Кик. Замена произошла. Но теперь видно, что старый звук из списка не исчез. Вот значок того, что он сохранен. Теперь можно сделать то же самое для нового звука и менять их местами очень быстро. Правая кнопка Replace in Project All Instances и теперь выбираем вкладку Retained и уже там выбираем из предложенных звуков. Замена произошла. Можно сделать обратную операцию. Теперь нажмем здесь правой кнопкой те же самые меню и заменим обратно на новый вариант. Таким образом, очень удобно заменять звуки или сэмплы, примененные в проекте, потому что заменятся сразу все айтемы. Отменим изменения. Кстати, все, что мы до этого делали, может быть применено одновременно сразу к нескольким объектам. Выберем вот эти все, правый клик и жмем Remove from Project. Удалите с проекта. И то же самое с сохранением. Выделяем все, правый клик и жмем Retain. Ну или выбрать значение по умолчанию. Таким образом, можно управлять большим массивом информации, просто выбирая по несколько айтемов или по несколько элементов сразу. Также к файлам можно добавлять комментарии. Для этого делаем правый клик и жмем Add Comment. Назовем его Keeper и теперь это слово отражается в колонке Comment. Таким образом, можно отмечать для себя какую-либо важную информацию. Еще можно создавать папки. Правый клик на свободном месте и выбираем Create New Folder. Назовем его Drums. Создадим еще одну папку и назовем ее Guitars. Теперь перетащим файлы в соответствующие папки. Гитары к гитарам, ударные, папку Drums. Наш проект выглядит более упорядоченно и ухоженно. В каждой папке свои файлы. То же самое можно сделать во вкладке Media Items. Они работают независимо, так что в одной вкладке могут быть папки, а в другой их может не быть. С помощью этих приемов вы можете сделать свой проект более организованным. Можно удалить эти папки, не затрагивая файлы в них. Выбираем соответствующий пункт и Items, и файлы остались на компьютере и в проекте. А вот здесь, в нижнем правом углу, кнопки для функций, которые я уже вам объяснял. Usage, Mute, Rename, Replace и Remove. Также есть кнопка Options, опции. Большинство из них достаточно очевидны и понятны из названия. Я же хочу вам рассказать об одной Mirror Selection in Bay and Project, отразить выбор в пуле и в проекте. По дефолту она выключена, но если её включить, то наш выбор в окне пула будет отражаться на панели проекта. И наоборот, если мы выберем здесь файл, то он выделится и в проекте. Если наоборот в проекте выделить, то в пуле подсветится соответствующий айтем. Я показал вам всего лишь две вкладки Source Media и Media Items, но тут есть ещё несколько штук. Следующая вкладка FX. Это все эффекты, которые применяются у нас в проекте. Вы можете задать вопрос, зачем это делать в окне пула, если можно выбирать эффекты на каждом треке. Действительно, так можно делать, но в некоторых проектах гораздо быстрее использовать пул. Итак, допустим, нам нужно подкорректировать эквалайзером трек гитары. Для этого выбираем нужный плагин и видим, что он имеет два применения на треке 4 и на треке 5. Нужный нам файл находится на треке 4. Выбираем и сразу открывается окно эффекта. Или, допустим, нам нужно подкорректировать компрессор. Он имеет единственное применение на бочке, поэтому выбираем ее и сразу переходим в окно компрессора. Вместо того, чтобы искать нужный трек и потом только открывать эффекты. Итак, в этом окне отражаются все эффекты проекта, а также их отдельное применение на треках. Также можно отсюда менять и пресеты для каждого эффекта. Например, для компрессора на бочке заходим вот сюда и сразу видим все пресеты эффекта. С гитарами чуть по-другому, потому что есть два экземпляра эквалайзера. Переходим в тот же столбец, но делаем правый клик и выбираем нужный трек. Можно менять пресеты отдельно для каждого трека или же для всех сразу. Для этого заходим вот сюда All Instances. Вот так работает вкладка FX. Также отдельно можно редактировать параметры эффектов на вот этой вкладке. Нам показались снова все плагины и эффекты, но если кликнуть на плюс, то раскроются все параметры эффектов. Правый клик и открывается меню, где можно выбрать пункты Show and Drag Controls, Track Envelope, огибающие, параметры Modulation Link, это медичные линки, ну и так далее. Это можно сделать с каждым параметром эффекта. Еще раз раскрыли нужный эффект, перешли в нужный параметр, правый клик и выбираем нужную опцию. Следующая вкладка это Item Groups, группировка айтемов. Если вы помните, в одном из прошлых видео мы обсуждали группировку айтемов. Вот, например, как Kick, каждый айтем может быть сгруппирован. И малый барабан, и хэт. В общем, вы видите, что наши айтемы сгруппированы по определенному признаку. Так вот, эту группировку можно также видеть и в пуле проекта. так что можем выбрать группу айтемов прямо оттуда. Можно переименовать группу, можно удалить группу. Удалили, и видим, что каждый айтем обрабатывается отдельно. В общем, вся группировка айтемов в проекте отражается вот здесь. Мы можем, например, видеть количество айтемов в группе. Например, в этом 158 штук, в этом 79 и так далее. следующая вкладка это Take Comps. Для ее иллюстрации мы перейдем в другой проект. Видите, здесь очень много дублей. Если вы помните, можно выбирать каждый, просто кликнув на нем. Если вы хотите сохранить определенную комбинацию этих дублей или тейков, делаем просто двойной клик, меню Comps и сохраняем. У нас уже есть три предварительно сохраненных комбинации и мы можем вызывать их именно через это меню. Вот комбинация 1, это 2 и это 3. Но также эти комбинации отражаются в окне пула проекта. Откроем его и эту вкладку Take Comps. Вот они Comps 1, Comps 2 и Comps 3. можно активировать их из этого окна. Правый клик и выбираем Activate Comp. Посмотрите, каждый тейк или дубль в этой комбинации стал активным. Теперь выберем комбинацию номер 2. И теперь уже эти тейки стали активными. Это может быть полезным при сравнении разных комбинаций. Активируем обратно первую. Соответствующие тейки стали активными, а тейки второй комбинации стали неактивными. Такое происходит, когда в каждой комбинации используются разные айтемы. Ну, по крайней мере, с нашей первой и второй комбинации именно так произошло. Но если обратить внимание на третью комбинацию, то видим, что некоторые дубли там тоже активны. Это значит, что они используются и в комбинации 1, и в комбинации 3. Например, вот этих два последних тейка. Они и там активны, и там активны. Также мы можем редактировать наши комбинации здесь. Допустим, нам нравится почти вся комбинация 1, но последний дубль мы хотим взять из комбинации номер 2. Мы переходим вот сюда, жмём правую кнопку и активируем нужный дубль. Теперь мы будем слышать вначале первую комбинацию, а потом там, где нужно вторую. Теперь сделаем то же самое для второго тейка. И получается, что мы создали абсолютно новую комбинацию на базе первой комбинации и второй. Теперь, если нужно, можно сохранить эту комбинацию под новым именем. Она будет у нас в комбинации 4. Комп 4. И видим, что изменения тут же отразились в окне. Теперь можно сравнить, что же есть в новой комбинации от прошлых. Это удобный метод работы с комбинациями. Можно редактировать их тут, сравнивать, комбинировать заново. но вернемся в первоначальный проект. Допустим, мы долго работали над проектом и подобрали самые подходящие звуки, которые нам нравятся. Сэмплы, лупы, и теперь мы хотим их использовать в других проектах. Для этого переходим вниз и жмем Save. Save all items as new project bay. Теперь для добавления всего этого в новый проект, нужно просто перейти вот сюда и выбрать то, что сохранили. И все файлы источники, айтемы, эффекты, параметры эффектов и даже группы айтемов и комбинации перенесутся в наш проект. Вот такая вот полезная функция есть в этом окне. На самом деле очень удобно, например, для набора ударных, да и для всего прочего, что вы хотите использовать много раз в своих новых проектах. Вот так представлен пул проекта медиа эффектов в Reaper. Едем дальше. Итак, сегодня мы поговорим о рендеринге. Перед вами проект. Здесь много дорожек. Целый набор барабанов, отмеченный зеленым, электронные барабаны, оранжевые, треки баса, закрашенные синим, синтезаторы розовые, гитары красные, потом лид-вокал и много бэков. Наша задача перевести эту кучу сведенных треков в один музыкальный файл. Этот процесс называется рендеринг. Вот как это делается в Reaper. Меню файл, пункт рендер. Откроется диалоговое окно, которое в итоге дает нам массу вариантов выходного продукта. Например, создание стереомикса, стемов, ну или подмиксов и много больше. Взглянем поближе. Начнем сверху. В первом пункте мы выбираем, что же будет рендериться. В нашем случае надо выбрать мастер-микс, но для других целей можно выбрать другие варианты. Ниже находится пункт рендер-баунс, границы рендеринга. Вот границы начала и конца. Для варианта entire project рендерится весь проект. Но мы рассмотрим и другие варианты. Затем мы выбираем, куда попадет готовый файл. Для этого существует поле директория. Жмем обзор, брауз. Я выберу существующую папку под названием rendering files. Мы видим, путь появился в строке. Следующий шаг выбрать имя файла. Песня называется Rock Song. Можем назвать файл Rock Song Mix номер один. В пункте ниже автоматически появится конечный путь к файлу, состоящий из директории и имени. Ниже располагается подменю Options, где можно выбрать Sample Rate, частоту дискретизации. Сейчас стоит значение, соответствующее качеству CD, но можем выбрать любое другое. 48, 96 или 192 кГц. Мы оставим 44 и 100. А вот здесь выбирайте количество выходных каналов. В большинстве случаев музыка рендерится в стерео, два канала, левый и правый. А вот такие варианты можете выбрать вы. Далее опция, определяющая, как будет проходить сам рендеринг. Full Speed Online означает, что рендеринг будет происходить максимально быстро в зависимости от мощности вашего компьютера, но вы не сможете слушать микс в процессе, о чём и говорят слова Offline. Следующая опция Рендеринг в реал-тайм, но всё равно Offline. Мы также не будем слышать микс в процессе. Но можно устроить и это. Чтобы был слышен результат, выберите Online Render. В нашем случае выберем самый первый вариант. Быстро отрендерить, не слыша микс в процессе. Ниже располагается пункт Use Project Sample Rate for Mixing and Affix Synth Processing — использовать частоту дискретизации проекта. Посмотреть настройки проекта можно здесь. В нашем случае частота дискретизации равна 44,1 кГц. Но если здесь выбрать 48 кГц и поставить вот эту вот галочку, то рендеринг будет происходить в 44,1, а по окончании конвертируется в 48, вместо того, чтобы всё время рендериться в 48. Вернём 44,1, что совпадает с нашим проектом. Следующая опция как раз управляет конвертацией в разные частоты — ресэмплингом. Если мы производим ресэмплинг на ходу прямо при рендеринге, мы можем изменить качество ресэмплинга от просто хорошего до экстремального. Чем выше качество, тем лучше звучит и тем больше времени на обработку. Эта опция имеет смысл, если вы выбрали разную частоту рендеринга и выходного файла. Следующие две опции неприменимы к стереомиксу. Я покажу, что они значат чуть позже. Вот здесь справа мы можем выбрать дизеринг и ноиз шейпинг — ограничение шума или выключить оба. Ниже выбираем формат выходного файла. Сейчас это WAV, но мы можем выбрать все это из списка. Оставим WAV. Здесь можно выбрать Bit Depth, глубину сэмплирования. Выберу 16 бит, что соответствует CD-качеству. Вы можете выбрать любое значение. Самое лучшее внизу, не очень вверху. Вот тут ниже находится опция Silently Increment File Name to Avoid Overwriting — продлевать имена файлов. Она понадобится, если вы делаете много вариантов микса и чтобы случайно не затереть один из них. Reaper добавит цифровой индекс к каждому новому файлу, чтобы новый не затер старый. Сейчас нам это не нужно. Так что выключаем. Внизу опция Add Render Items to New Tracks in Project — добавить элементы в новые треки. Если мы её выберем, то от рендеренной файл вернётся в проект на новый трек. Это тоже нам не нужно. Снимаем галочку. Последняя опция в этом блоке — Save Copy of Project to — сохранить копию проекта. Она полезна, когда вы создаёте много миксов и не хотите случайно забыть сохранить разные версии. При каждом рендеринге Reaper создаст отдельный файл проекта. Так что очень удобно будет, оценив отрендеренное аудио, вернуться в нужный вариант проекта и исправить что-то. Короче, каждому рендеру соответствует отдельный проект. Сейчас нам это не понадобится, отключим. В принципе, мы готовы создать наш первый рендер. Вот здесь предназначенная для этого кнопка. Если кликнуть на неё, процесс пойдёт. мы можем видеть создание файлов в прямом эфире, наблюдая за уровнями громкости. По завершении можно закрыть окно. Или нажать Show in Finder, показать в проводнике, что откроет директорию с файлами, и мы увидим наш. Нажмём назад, назад к рендерингу, и в этот раз отметим галочкой Silently increment file name to avoid overwriting. Теперь, если запустить рендеринг, по окончании появится новый файл, но с дополнительным номером после имени 001. Каждый раз цифра будет больше на 1, чтобы предотвратить переписывание старой версии. Удалим файлы, снимем галочку здесь. Вот так мы создали мастер микс. Пришло время разобраться с опцией Stamps Selected Items. Это подмиксы. Переходим вверх и выбираем этот пункт. Он основан на выбранных треках. Все, что выберем, пойдет в подмикс. Выберем барабаны отсюда до сюда. Если вы заметили, надпись на кнопке вот здесь изменилась. Теперь она гласит рендерить 7 файлов, потому что наших треков ровно 7 штук. Создается по одному файлу на каждый трек. Запустим рендеринг. В окне можно наблюдать процесс по каждому файлу. Перейдем в ShowInFinder проводник. Вот наши файлы. Как видите, по именам сложно понять содержимое, рок-сонг и далее номера. Их никак не распознаешь, хотя каждый трек и имеет свое имя. Удалим их. Для удобной работы используем кнопку Wildcards с шаблоны рядом со строкой ввода имени. Вводим название песни, ставим курсор в начало, жмем Wildcards и выбираем трек. Или лучше сначала Track Number номер трека. А уже потом добавим сюда трек. И если посмотреть строчка ниже, то увидите, как в итоге будет называться файл. 1 Kick Rock Song. Это относится только к первому треку, а название следующих будет построено уже по этому шаблону. Давайте еще добавим в конец имени темп песни. Припишем BPM и еще заменим конкретное название Rock Song на шаблон Project, который тоже так называется, но теперь шаблон стал полностью универсальным. В итоге название каждого файла будет иметь номера трека, название трека, название проекта и темп. Проверим на практике. Рендерим. В этот раз имена получились гораздо информативнее. Это очень удобные имена, если вы кому-то посылаете подмиксы. Есть еще масса wildcards шаблонов, которые вы можете добавить в шаблон имени. Я не буду описывать все, это займет слишком много времени. Давайте удалим эти файлы и создадим снова. Обратите внимание, все треки стерео, что не имеет особого смысла, ведь почти все исходные треки моно, кроме оверхедов и рума. Давайте отрендерим их, но в этот раз выберем треки с моно медиа и моно файл. Треки столько моно медиа в моно файлы. Эта опция сэкономит нам время, поскольку обработка моно занимает меньше времени. Моно рендерится в моно, стерео в стерео. Ниже пункт мультиченел треки мультиченел файл. Мультиканальные треки мультиканальные файлы. К нашему проекту его не отнесешь, но все равно выберем. Удалим старое и сделаем рендер. В этот раз есть и моно треки и стерео, что очень удобно для человека, получающего файлы. Есть одно ограничение в рендеринге стемов под миксов, поскольку он основан на отдельных треках. Вы не можете отрендерить все треки барабанов в один файл, а все треки гитары в другой таким образом. Но я покажу, как это сделать по-другому. удаляем старые файлы и создадим трек-папку FolderTrack для каждого инструмента. Для барабанов создаем новый трек, перемещаем наверх и делаем папку. Называем ее Drums. Делаем то же самое для электронных барабанов. Для баса для клавишных для гитар для лид-вокала и для бэк-вокалов. Сделаем поменьше. Теперь у нас трек-папки для каждой группы инструментов. барабаны, электронные барабаны, бас, клавиши, гитары, лид-вокал и бэки. Выберем каждый из этих треков. И поскольку это папки, все входящие в них треки сформируют по одному рендер-файлу на папку. Нажмем рендер. Используем те же шаблоны за исключением номера трека. Он нам не нужен. Жмем все треки стерео. По итогу имеем по одному файлу на каждую папку. Это хороший способ создавать подмиксы очень быстро. Теперь разберемся с границами рендеринга. В большинстве случаев нам надо будет рендерить весь проект. но не обязательно. Вместо этого можно выбрать произвольные временные рамки. Вернемся к параметрам нашего проекта. Изменим шаблон имени. Это удалим. И добавим в конце секшен 1, часть 1. Теперь мы можем выбрать произвольный кусок. Наша песня длится 2 минуты 11 секунд. Давайте ограничим первой минутой. Теперь отрендерится только она. жмем кнопку. Видим, что создался файл. Смотрите, длина этого файла равна 1 минуте. Мы можем задавать произвольные границы для рендеров, подмиксов. Удалим этот файл. Также в этом пункте можно выбрать Time Selection, выделенная область. выберем закроем на минуту. Выделим зону чуть-чуть до припева и чуть-чуть после. чуть-чуть хороса и чуть-чуть после хороса. Перейдем в меню Render, выберем пункт Time Selection и будет обработана только выделенная часть. Назовем ее так. Файл появился. Также границы можно задать с помощью регионов проекта. В этом случае под границами понимаются регионы, созданные вот здесь, наверху. Интро, куплет, переход на припев, припев, второй куплет и так далее. Verse, Prehorus, Horus. Каждый из этих регионов представляет часть песни и мы можем создать отдельные рендеры для каждого из них. Заходим в меню, выбираем Project Regions, видим, что будет создано 7 файлов по числу регионов. Проверьте в менеджере регионов. Выберем MasterMix. Еще можно выбрать Stems, Stems плюс MasterMix или Region Render Matrix, к которым мы скоро вернемся. А пока выберем MasterMix. Изменим шаблон имени, теперь будет не имя проекта, а имя региона. первая часть интро, но у нас будут и куплеты, и припевы. И мы видим, что каждый регион обрабатывается отдельно, один за другим. Вот наши файлы. Имя файла содержит название проекта и региона. Это очень удобно. Я удалю эти файлы и покажу еще кое-что. Если мы выберем в пункте Render Region Render Matrix Матрица регионов для рендера, обработка будет основана на регионах, но к тому же будет более гибка в настройке. Нажмем вот эту кнопку Region Matrix и в этой таблице мы можем выбрать, какие именно регионы надо рендерить. Выберем Master Mix Intro и будет только этот фрагмент. Один файл. Для куплета 1 можно выбрать все эти треки, но мы для примера выберем бочку, оверхеды и румы. В прихорусе пускай прозвучит опять Master Mix, а на припеве хэт и бас. Для припева 2 Master Mix, прихорус гитары. Можно просто перетащить курсор. И для припева 2 будет вокал. Получился странный микс, но это только для иллюстрации работы и гибкости Regen Matrix. В нашем случае отрендерится 27 файлов по количеству треков, выбранных в Матрице. До самого процесса давайте добавим одну вайлд-карту. Регион уже есть. И добавим название трека. Запустим рендер. Получился целый список файлов с говорящими именами. Название проекта, регион и что за трек. А там, где выбрали Master Mix, в имени есть строка Master. Как я и говорил, это очень гибкий настраиваемый инструмент. Последняя опция, которую я вам покажу, это Selected Media Items, выбранные медиа элементы. Если мы выберем ее, то отрендерятся любые айтемы, которые мы выберем. Закроем пока меню, перейдем к трекам. Filtered Drums. Чуть побольше сделаем. Давайте порежем их на части, исходя из сигнала. Вот здесь, 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 здесь. Допустим, вы хотите экспортировать каждый из этих кусков в отдельный файл, например, для создания эффектов к видео, играм, фильмам или что-то подобное. Выберем их, перейдем в меню рендеринга и поставим Selected Media Items, выбранные айтемы. Каждый из этих кусков будет сконвертирован в отдельный файл. Сейчас выберем формат mp3. Изменим битрейт на 192. Эти настройки будут применены ко всем выходным файлам. В нашем случае их шесть штук. Назовем их проект плюс имя айтема. Еще добавим темп. Жмем кнопку создалось шесть файлов. Это хороший удобный способ создавать библиотеки сэмплов. Далее я покажу вам, как сохранить и редактировать пресеты в диалоговом окне рендеринга. Вот этой кнопкой можно сохранять пресеты. Если вас устраивают все настройки, жмем на кнопку на вкладку All Settings и сохраняем. Назовем пресет Video Game Splits. И теперь, если мы изменим все настройки в окне, что он сейчас и делает, так вот, вернуться к нужным, зайдя обратно в пресеты, All Settings и выбрать нужный. Все стало как надо. Если мы не хотим сохранять пресеты целиком, можем разделить их для каждой группы опций. Для этого надо вместо All Settings выбрать, например, Bounce and Output — границы и выход. Вот эта часть окна. Если мы изменим здесь опции, можем сохранить их отдельно. Можно сохранить это все отдельным пресетом под вот этим именем и даже если поменяем все настройки формат дискретизацию по вызову этого пресета изменится только верхняя часть. Вот выберем весь проект и другие опции вызываем пресет и видим что изменилось только вверху. А то что внизу не изменяется оно не входит в пресет. то же самое для нижней части в меню только наоборот. сохраняем options и формат и теперь сохранилась только нижняя часть. Это очень полезная штука если для многих проектов мы имеем одинаковые установки формата частоты дискретизации но например различные установки границы применяем пресет для options и формат а остальное можем менять как душе нашей угодно и разделены они по достаточно логичному принципу не забывайте если хотите сохранить все настройки используйте вкладку all settings вот так представлен рендеринг в рипере едем дальше итак сегодня мы разберемся как же работать с видео в рипере с выходом рипер 5 появилось много новых возможностей в этом плане как вы знаете в рипере нет разделения по типам треков так что можно кинуть видео на любой из них создадим новый трек и добавим туда видео для этого откроем media explorer и здесь выберем нужный файл перетащим его в нужное место я еще не знаю где оно должно стоять так что оставим его в произвольном месте можно закрыть media explorer вот и наш видео файл но выглядит он абсолютно так же как и аудио мы не видим изображение а только звуковую дорожку видео я не собираюсь использовать оригинальную звуковую дорожку так что выключим ее правый клик переходим в source properties свойства источника здесь все его свойства разрешение длина нам нужен вот этот пункт ignore audio игнорировать аудио выбираем окей аудио исчезло при его проигрывании мы не услышим ничего и не увидим потому что для этого нужно открыть окно видео заходим в меню вид view и нажимаем на окно видео видео window можно также использовать быстрые клавиши на пк это ctrl плюс shift плюс в а на маке command плюс shift плюс в жмем и появилось окно видео сейчас оно плавающее но можно закрепить его в докере правый клик и выбираем докер также можно растянуть на весь экран сохранить исходные пропорции или изменить размер под оригинал а можно открыть свойства видео файла переместим окно чуть ниже и запустим воспроизведение это анимированный музыкальный клип и мы собираемся вставить туда нашу музыку взамен оригинальной найдем подходящее начало вот здесь до того как появляется глаз перетащим курсор найдем начальную точку вот здесь и обрежем видеофайл левую часть удалим теперь можно переместить наш фрагмент в самое начало проекта просмотрим что получилось глаз открывается кусты раздвигаются я хотел немного по-другому чтобы момент с растениями приходился точно на второй такт прослушаем вместе с музыкой мы переходим на второй такт включаем привязку и теперь перетаскивая видео мы можем увидеть что за момент приходится на зону курсора двигаем влево вправо и подбираем нужный момент отпускаем и проверяем результат на паузу совпадает идеально при работе с видео вам придется чаще нажимать на паузу чем на стоп ведь каждый раз по нажатию стоп проигрываться будет с курсора может быть удобнее чтобы воспроизведение начиналось с последней точки остановки так что для использования паузы вместо стопа нажмите Ctrl плюс пробел на ПК и Command плюс пробел на Маке и теперь если мы поставим на паузу нам легче будет найти потом точку редактирования есть проблема с этим видео оно было создано под другую музыку так что подходит под ритм другой песни но мы можем исправить это поработаем с видео точно так же как с аудио и расставим все по местам все начинается здесь с музыкой и вот здесь вы увидели рассинхрон между музыкой и сменой картинки давайте переместим эту смену на такт 4 найдем нужный момент вот здесь выберем item разделим его и теперь можно передвинуть эту часть на такт 4 но мы разрежем еще здесь и удалим лишнее передвигаем а еще удобнее будет использовать ripple editing управление сдвигом для одного трека нам не нужно использовать его со всеми треками потому что музыка уже сведена а вот видео надо корректировать теперь когда мы удалим правая часть сама переместится в нужное место проверим теперь картинка меняется ровно на такте между тактом 5 и 6 очередная смена картинки которая вне ритма подредактируем и ее ищем бегуна вот это нужное место выбрали разделили также разделили здесь удалили и все получилось как надо тот же самый рассинхрон есть между седьмым и восьмым тактом давайте отредактируем и его ищем обрыв далее уже знакомое действие разделяем еще раз разделяем удаляем давайте просмотрим все с самого начала намного лучше теперь картинка синхронизирована с музыкой если вы заметили все изменения картинки очень резкие никаких кроссфейдов и переходных эффектов видео айтемы так не работают даже если мы приблизим и сделаем тут вручную кроссфейд то никакого эффекта все равно не будет потому что кроссфейд видео в репере делается не так хотя это сработает с оригинальной аудиодорожкой видеофайла вернем вернем все на место что есть что есть в пресетах первый отвечает за затемнение увеличение и панорамирование выбираем вот этими ручками можно управлять соответствующими эффектами затемнение увеличение смещение по оси х влево вправо и по оси Y вниз вверх если что настройки можно сбросить просто сделав двойной щелчок на них это был первый пресет также можно выбрать обрезку картинки по горизонтали регулируем можно затенить сверху вот так было до а так после есть также кроссфейды о которых я расскажу позже можно сделать матрицу из кадров при проигрывании будет выглядеть вот так можно корректировать размер кадра стейдж лайтнин подсветка сцены работает вот так а вот здесь ниже мы можем создавать титры слова которые будут появляться на экране на первый взгляд все очень сложно какой-то программистский код но на самом деле все очень просто в этой строке можем поменять текст поздороваемся напишем good morning а вот здесь мы видим как этот текст можно включить на пк жмем ctrl плюс s на маке command плюс s и изменения вступают в силу обратите внимание на экране появился наш текст сделаем его побольше вот так передвинем его с помощью ручек в нужное место центр картинки эта ручка обозначает величину границы яркость текста черный белый настройка альфа для текста своего рода громкость повернули вниз текст не видно добавили текст проявился яркость фона сделаем его темнее или наоборот светлее и настройка альфа для фона можно сделать серым можно черным попробуйте разные варианты перейдем в другую часть видео и узнаем как текст можно сделать еще красивее перейдем вот сюда где появляется код и разместим текст у него над головой чуть-чуть поменьше сделаем переместим повыше и еще чуть меньше примерно вот так теперь скорректируем фон сделаем потемнее вот так нормально теперь посмотрим на результат запустим с самого начала текст выглядит неплохо но он остается на экране даже когда изображение исчезло нам это не надо необходимо убрать его в нужный момент для этого используется автоматизация и огибающие заходим в меню огибающих вот здесь тут находятся параметры доступные для автоматизации переходим вниз помечаем видимыми текст альфа и бэкграунд альфа также можно использовать огибающую байпэс чтобы управлять отключением всех эффектов но для нашей задачи хватит и этих двух закроем окно теперь можно нарисовать автоматизацию переместим видео чуть в сторону и запустим трек мне хочется чтобы текст появился на такте 2 для этого ставим точку вот здесь зажав shift и еще одну вот здесь откорректируем точки опустим вот эту вниз и вот эту еще вниз таким образом мы создали фейдин для текста теперь то же самое для фона зажимаем shift ставим точки редактируем первых две по итогу получилось что текст и фон начнут появляться на втором такте и ровно через один такт они появятся полностью просмотрим с музыкой теперь надо сделать чтобы текст исчезал когда кот уходит ищем нужный момент когда кот начинает поворачивать голову фейдаут должен начаться зажимаем shift создадим точки сразу на двух огибающих здесь две точки корректируем создаем фейдаут результат меня устраивает теперь текст появляется и исчезает причем в нужных нам моментах сейчас давайте добавим еще эффектов открываем это окно если вы хотите добавить еще какой-то эффект то добавьте второй экземпляр видеопроцессора жмем добавить выбираем плагин каждый пресет действует независимо но зато на трек можно добавить столько экземпляров эффектов сколько хотите сейчас мы создадим эффект виньетирования на вид это что-то типа фильтра в инстаграме до и после применения можем подправлять с помощью этих регуляторов размер форма оставим все как есть и просто посмотрим как это выглядит при воспроизведения выглядит неплохо при работе с видео мы не можем воспроизводить несколько треков за раз но зато можем делать нарезку из фрагментов в таком случае каждый трек имеет свой приоритет скроем пока ненужные нам огибающие правый клик скрыть огибающие просто чтобы было больше места давайте добавим еще один трек перейдем на седьмой такт и переместим вот этот фрагмент на новый трек а старый фрагмент растянем как будто не было редактирования по умолчанию вот этот фрагмент который ниже имеет приоритет воспроизведения если заглушить этот трек и воспроизвести фрагмент никаких изменений в районе седьмого такта не будет ну а если сделать активным замьютированный трек то именно этот отрывок будет воспроизводиться еще раз этот трек имеет больше приоритет чем этот можно изменить дефолтные значения в настройках переходим на вкладку видео по умолчанию приоритет отдается трекам расположенным в панели треков ниже других то есть имеющих больший номер можете поменять поведение на обратное теперь переключение на другой фрагмент происходить не будет но попробуем переместить этот трек повыше над предыдущим теперь наглядно видно что приоритет за тем треком который выше в панели что поможет нам в создании кроссфейдов я сейчас покажу создадим еще один трек переместим его выше всех теперь он имеет самый больший приоритет добавим на него эффекты вам может показаться что это не сработает но с видео не обязательно иметь на треке какие-либо айтемы именно потому что этот трек имеет самый большой приоритет любые эффекты размещенные на нем будут применяться и к трекам которые ниже по приоритету в этот раз выберем пресет кроссфейд здесь мы будем корректировать скорость кроссфейда между двумя айтемами в обычном режиме мы не можем увидеть два фрагмента одновременно но с кроссфейдом сможем один фрагмент будет затухать другой появляться вот теперь наглядно видны кроссфейды переходы от одной картинки к другой но нам нужен кроссфейд только в одном конкретном месте если отключим этот эффект то переход будет резкий с одного фрагмента перескачет сразу на другой теперь же с помощью этого трека нам надо создать кроссфейд между этими двумя фрагментами только в этом месте и потом отключить его как вы догадались для этого снова будет использоваться огибающая открываем опции и выбираем огибающую байпас теперь нужно нарисовать соответствующую линию сначала поднимем всю ее вверх чтобы включить байпас и прямо вот здесь в месте перехода зажимая shift создадим точку и отредактируем огибающую таким образом мы создали наш первый кроссфейд но получается что байпас выключен то есть кроссфейд включен до конца песни найдем нужное место где заканчивается первый кроссфейд примерно вот здесь нет чуть ближе вот здесь в этой точке мы должны отключить привязку и снова отредактировать огибающую байпас то есть включить байпас мы нашли точное место и для того чтобы случайно не сместить его влево вправо используйте на ПК Ctrl плюс Shift а на Маке Command плюс Shift ну что же теперь передвигаем огибающую вверх ошибиться теперь невозможно точка двигается только по вертикали что же получилось в итоге вот здесь кроссфейд начинается а здесь заканчивается формируя плавный переход между фрагментами получилось очень четко давайте прослушаем с музыкой что же мы имеем на данный момент получилось круто у нас есть два резких перехода смены кадра вот здесь и один кроссфейд вот здесь в котором создается эффект плавного перехода в конце видео примерно в районе десятого такта я хочу создать фейдаут чтобы адекватно завершить видео ну нужно это сделать синхронизировано с музыкой поэтому сделаем фейдаут и для музыки создадим точки на десятом и двенадцатом такте с музыкой разобрались музыка затухает теперь перейдем к видео скроем лишнее и вот это и создадим фейдаут для ролика чтобы он совпадал с музыкой мы можем это сделать управляя огибающими вот этих треков но вместо этого мы создадим огибающую прямо на айтемах итак сначала добавим эффект на сам айтем на вот этот правый клик меню take копия выбираем show effects chain for active take показать цепь эффектов выбираем плагин теперь мы имеем эффект именно на айтеме а не на треке посмотрите значок не активен выбираем нужный пресет track opacity zoom pan и редактируем вот этот параметр параметр максимальное значение и полное затемнение мы хотим автоматизировать этот параметр правый клик на айтеме меню take копия переходим в меню огибающих и кроме привычных панорамирования мютирования и питча мы видим параметры нашего плагина делаем видимым параметры opacity и прямо на десятом такте зажав shift создаем точку на огибающей то же самое делаем на двенадцатом такте опускаем огибающую и получился fade out для параметра opacity теперь видео синхронизировано затухает вместе с музыкой применим этот же метод ко вступлению только теперь это будет естественно fade in на вот этом отрезке здесь у нас другой item на другом треке так что придется повторить все предыдущие действия правый клик меню take show fx chain выбираем тот же самый пресет и автоматизируем его далее уже знакомое действие включаем огибающую редактируем ее на нужном участке в итоге получился fade in на участке первых двух ударов барабана теперь изображение работает на музыку теперь давайте посмотрим что же в итоге проходим сюда выбираем показать все активные огибающие можем наглядно видеть все эффекты здесь музыка затухает здесь видео появляется вот это огибающие отвечающие за текст несколько резких смен картинок один crossfade для видео и fade out для видео согласованный с музыкой итак посмотрим на результат получилась очень даже хорошо теперь пора отрендерить все в видео файл заходим в соответствующее меню рендеринг наши действия ничем не отличаются от рендеринга аудио те же самые параметры присваиваем имя кроме опции output format выходной формат нужно естественно выбрать формат видео причем здесь есть разные варианты мы выберем mpeg подбираем нужные кодеки кликаем на рендер и в итоге все наше видео аудио эффекты соединится в один видео файл на этом я заканчиваю урок вот так представлено видео в рипере на самом деле это не исчерпывающее описание всех функций за интересующей информацией обращайтесь в руководство пользователя найдете там много новой и интересной информацией едем дальше сегодня мы поговорим об экшенах или действиях в рипере все что мы делаем в программе это действия я выбрал айтем и удалил действия отменил вернул действия все они собраны в списке действий заходим в одноименное меню выбираем список или нажимаем горячую клавишу открылось окно сейчас его можно перемещать но мы закрепим его в докере правый клик и выбираем нужное готово а что было удобнее перетащим его влево захватываем передвигаем вплотную к левому краю видим серую полоску отпускаем откроем еще одно окно big clock большие часы теперь наш список в верхнем левом углу еще захватим панель треков вот здесь и сдвинем влево вообще ее скроем чтобы легче было одновременно наблюдать рабочую область и список экшенов перейдем к списку как я говорил ранее нажатие кнопки delete является действием нажмем find shortcut найти ярлык в открывшемся окне нажмем delete и появилось ассоциированное действие remove items tracks envelope points удалить элементы треки и так далее можем редактировать его вот здесь поменять shortcut или клавишу если посмотреть список станет понятно что многие экшены не привязаны ни к какому сочетанию клавиш вот этот привязан этот нет мы можем определить клавиши для одного действия а для другого удалить лучший способ найти экшены это использовать фильтр набираем зум и остались только действия в имени которых есть слово зум теперь можно править их как угодно все что можно сделать с экшенами делается здесь выключение изменения кастомизация давайте добавим горячие клавиши на экшены не имеющие их в строке фильтра наберем trim обрезать нам стали видны все экшены с обрезкой выберем trim left edge of item to edit cursor обрезать левый край айтема предположим что мы правим один из айтемов например вот эту гитару и хотим обрезать левый край инструмент обрезки не может появиться сейчас на середине айтема так что нам придется разделить айтем удалить левую часть и уже потом подрезать левый край можно сделать это все одним экшеном отменяем изменения ставим на нужном месте выбираем экшен жмем run загрузить все получилось еще быстрее будет если использовать горячую клавишу давайте привяжем какую-нибудь к этому действию жмем add добавить используем ctrl плюс l вы можете выбрать любое сочетание я использую именно это жмем ок для примера ставим курсор сюда жмем клавиши и айтем обрезался от начала до курсора то же самое можно сделать и с правым краем для этого выберем другой экшен trim right edge of item to edit cursor обрезать правый край придумаем сочетание клавиш я использую ctrl плюс r попробуем ставим курсор жмем теперь обрезался правый край так что это очень крутой способ обрезать айтемы очень быстро для того чтобы удалить назначенные сочетания клавиш выберем нужный экшен и жмем вот здесь delete теперь к действию снова не привязано никакое сочетание клавиш удалим также второе сочетание сейчас покажу еще кое-что допустим нам надо изменить громкость айтема переходим в строку фильтра вводим item volume сдвиг громкости и сразу появляется пара подходящих действий nudge item volume плюс 1 дБ и nudge item volume минус 1 дБ давайте присвоим этим экшеном сочетание клавиш я использую ctrl u для повышения и ctrl d для уменьшения громкости теперь можно выбрать item например вот этот хай-хэт жмем ctrl d и громкость понизилась сделаем то же самое для гитары ctrl d еще тише сколько раз нажали настолько и уберется вернем назад нажимая ctrl u таким образом можно править громкость очень быстро и точно используя два сочетания клавиш выбрали и наклацали сколько нужно удобно если приходится часто править громкость айтемов для облегчения поиска мы также можем отсортировать список экшенов по используемым клавишам очистим поиск и нажмем вот сюда сортировка произошла можно сразу увидеть какое сочетание к какому действию привязано также можно сортировать по описанию можно искать ярлыки через вот эту кнопку я нажимаю v и вижу какие действия связаны с этой клавишей в нашем случае это показать огибающую громкость я нажму на дорожке потом на v и появилась громкость нажму снова она скроется вот так проверяют привязку очень удобно с этой опцией редактировать привязки жмем p определилась огибающая панорама для переназначения клавиш удалите старую и добавьте новую когда внесены все желаемые изменения их можно сохранить на случай если мы внесли много изменений и хотим при надобности быстро вернуться на наши настройки кнопка импорт экспорт жмем экспорт all теперь можно сохранить конфигурацию под желаемым именем впоследствии чтобы загрузить ее выберем в том же меню импорт также можно сохранить отдельные экшены мы изменили вот эти два теперь можно экспортировать выбранные элементы ну а если вы что-то совсем набутали или испортили всегда можно вернуться к заводским настройкам потенциал экшенов полностью раскрывается в создании собственных кастом экшенов это действие включающие сразу несколько экшенов в себе приведу пример скажем мы хотим заглушить вот эту часть дорожки для этого надо разрезать айтем здесь здесь затем выбрать кусок и по правому клику замьютировать очень много лишних шагов с кастом экшенами мы сможем это сделать за один щелчок отменим заходим в меню кастом экшен выбираем new в строке фильтра вводим сплит тайм в итоге находим нужный сплит айтем с тайм с лекшен перетащим его в правую часть окна это экшен который сработает первым мы еще отредактируем чтобы получить нужный результат назад к фильтру вводим айтем мьют находим нужный айтем пропертис мьют и тоже перетаскиваем его вправо теперь по одному щелчку сработают два действия присвоим экшену имя например сплит мьют жмем окей кастом экшен готов назначим для него клавиши ctrl плюс s теперь попробуем его в действии используем инструмент лассо выделение области жмем нужное айтем разделился по границе выделения и этот фрагмент замьютировался отменим попробуем с этим треком делаем то же самое все опять сработало по завершении операции остается выделение которое нам уже не нужно можно нажать escape а можно добавить снятие выделения в наше действие обратно в меню теперь выберем редактировать edit добавим еще одно действие в правый столбец в строке фильтра набираем remove time в списке есть нужное нам действие перетащим его теперь по одному нажатию будут срабатывать сразу три экшена отменим изменения выделим вот эту область жмем кнопки айтем разделился кусок заглушился зона выделения сбросилась таким способом гораздо удобнее мютировать отдельные ноты выделили нажали готово давайте создадим еще один экшен откроем немного наши треки чтобы было видно удалим один нам часто приходится копировать треки давайте сделаем это видите скопировалось и содержимое но также часто нам нужна копия только трека без содержимого приходится удалять айтемы вручную опять же лишние действия в большинстве своем мне нужен именно трек с эффектами входами а совсем не айтемы на нем давайте создадим кастом экшен для такого копирования удалим сначала этот трек создадим новый экшен в строке фильтра duplicate выберем duplicate tracks перетащим вправо потом введем select all items in track найдем такой экшен перетащим и наконец remove items для удаления айтемов добавляем теперь у нас три экшена в списке работающих как один сначала он копирует трек и содержимое потом выделяет все айтемы на нем и уделяет все выделенное присвоим ему имя например custom duplicate назначим горячие клавиши вот здесь я использую ctrl d появилось предупреждение оно появится каждый раз когда вы пытаетесь привязать уже используемое сочетание клавиш так что можете изменить выбор и подобрать другие клавиши в этом случае жмете нет или если хотите переписать жмете да выбираем трек жмем все сработало как надо теперь остался только трек еще раз попробуем с хэтом трек скопировался без айтемов это экономит вам время только представьте сколько полезных экшенов можно создать каждый раз когда вы замечаете некоторый набор повторяющихся действий можете упростить все до одного нажатия клавиш можете проявить фантазию при создании ведь одна из фишек рипера способность полностью настроить его под свои нужды вот так представлены экшены они же действия в рипере едем дальше сегодня мы разберемся с темами и макетами в рипере когда-то давно еще во вступлении к курсу я говорил что можно легко изменить внешний вид рипера заходим в options вкладка themes темы и выбор за вами в этом курсе я использовал дефолтную тему но вы можете изменить ее на свое усмотрение дефолт версия 4.0 выглядит вот так можно использовать сторонние темы созданные пользователями программы попробуем вот эту или империал за авторством white tie я не знаю кто это зацените панель микшера выглядит круто вот еще одна тема вернемся к родной дефолтной она установлена в рипере с самого начала кроме того мы можем менять и так называемые макеты причем для любой темы заходим в опции вкладка layouts макеты можно изменить макеты транспортной панели панели огибающих микшера панель треков вот целый список легче всего поменять их используя скринсеты своеобразные шаблоны экрана меню view вид скринсет layouts скринсеты макеты вот быстрый доступ к изменениям к тому же здесь можно выбрать и темы и так макеты вот здесь значение для панели треков а вот сама панель мы используем large большой чтобы было лучше видно управление но мы можем сменить макет выберем какой-нибудь из этих стандарт выглядит вот так а вот так выглядит следующий громко здесь панель здесь ну и другие варианции стандарта как например вот это с огромной дорожкой фейдера есть в этой коллекции и очень крутые полезные макеты small full meter например большой измеритель уровня поможет разглядеть пики и подкорректировать уровни очень хорошо видно переключим назад на large а вот тут макет панели микшера проверим отобразим микшер сейчас там значение а по дефолту микшер выглядит вот так у нас целый список для выбора выбирайте на свой вкус стандарт сайдбар сделает микшер пошире и будут хорошо видны эффекты вверху и посылы внизу выберем small треки стали тонкими зато теперь на микшере их поместится гораздо больше small сайдбар full meter который опять же позволяет прекрасно видеть уровни сигнала при воспроизведении или записи large large sidebar session mixer который я использую детализировано и большие дорожки фейдеров можем изменить цвет фейдеров черные красные синие можно выбрать стрип дорожки превратятся в тонкие полоски но их поместится на экране больше и при том будет еще виден уровень сигнала очень помогает в процессе записи full controls live recording meter bridge и наконец просто имя трека минималистично вернем значение session mixer можем изменить высоту отдельных элементов потянем вот здесь вниз и станут видны эффекты вверху и посылы внизу снова потянули и скрыли это можно менять для каждого трека отдельно первый может быть совсем внизу зато много информации об объектах второй повыше и так далее как пожелаете если захотите править сразу несколько зажмите control на pk command на mac и просто потяните они двигаются вместе закроем микшер и вернемся к панели треков можно менять макеты независимо для каждого трека например выбираем треки барабанов переходим вот сюда пункт selected track panel то что выбрано на панели и выберем full meter теперь барабаны выглядят вот так а гитары как и раньше можем видеть абсолютно разную информацию на разных треках изменим вот эту гитару сделаем ей большой фейдер вот вот эту бочку сделаем по дефолту выглядит вот так каждый трек может иметь свой макет в риппере очень гибкая кастомизация внешнего вида если хотим вернуть первоначальный вид выбираем все и применяем стандартный макет то же самое с микшером барабаны можно поменять вот здесь например большой сайдбар вспомогательная панель или полоски а гитары можно сделать вот такими или такими вернуться к сэшн миксер и конечно можно все вернуть назад выбрав все треки и установив дефолтное значение есть классная фишка можно менять цвет фейдеров давайте на барабанах будет синий цвет а на гитарах красный это облегчает визуальное восприятие того что же происходит на треках просто запомните что барабаны синие а гитары красные вокал может быть черным бас серым и так далее вам будет легче воспринимать информацию вот что такое макеты важно знать что каждая тема имеет индивидуальный набор макетов когда создаете тему создавайте и макеты и того что было и работало в одной теме может не оказаться в остальных вот так представлены темы и макеты в рипере это был последний урок курса рипер 5 explained вводного курса по риперу я говорил это вначале скажу и сейчас если вы хотите узнать больше а я в своих видео не могу рассказать обо всех возможностях рипера заходите на официальный сайт программы на вкладку видео там вы обнаружите массу роликов по работе в рипере этот раздел постоянно обновляется так что сделайте закладку в браузере и проверяйте почаще так много всего в рипере благодарю благодарю вас за то что были со мной все это время надеюсь вы узнали что-то новое и научились чему-то еще увидимся спасибо оригинальное видео на английском языке находится на ютуб канале рипермания не забывайте поддержать автора кенни джоя подписывайтесь на его канал ставьте лайки и следите за обновлениями перевел озвучил спейс манки канал рипер 5 раша